Глава девятнадцатая. Консультация врача. 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 Консультация врача. Консультация врача. Консультация врача. Консультация врача. Консультация врача. Доктору, как обыкновенно, доложили, что кушать подано. И он вышел к завтраку. Насколько можно было понять, не приступая тех деликатных и постепенных подходов, которые мистер Лори считал единственно безопасными в настоящем случае, доктор, по-видимому, думал, что свадьба его дочери произошла накануне. Тогда мистер Лори, как будто случайно, а в сущности нарочно, упомянул в разговоре о том, какой сегодня день и какое число месяца, и видно было, что доктор задумался над этим, мысленно начал высчитывать, соображать и заметно смутился. Однако же во всех других отношениях он был так спокоен, так совершенно пришел в себя, что мистер Лори решился попросить его на врачебную консультацию. Когда завтрак закончился, посуду убрали со стола, и они остались вдвоем, мистер Лори сказал с чувством, — Мой дорогой Маннет, я бы очень желал посоветоваться с вами по секрету насчет одного любопытного случая, в котором я глубоко заинтересован. Впрочем, он любопытен, собственно, для меня. С вашей точки зрения, быть может, он покажется менее любопытным. Посмотрев на свои руки, огрубевшие от работы последних дней, доктор слегка смутился и внимательно взглянул на мистера Лори. Он уже несколько раз в это утро обращал внимание на свои руки. — Доктор Маннет, — сказал мистер Лори, ласково дотрагиваясь до его плеча, — дело в том, что случай этот касается особенно близкого и дорогого мне друга. Пожалуйста, выслушайте меня внимательно и присоветуйте, что нам делать как ради него самого, так и ради его дочери. — Главным образом, ради дочери, дорогой мой Маннет. — Насколько я понимаю, дело идет о каком-нибудь умственном расстройстве, — сказал доктор в полголоса. — Да. Так говорите определенно и не пропускайте никаких подробностей. Мистер Лори увидел, что они поняли друг друга, и продолжал. — Дорогой Маннет, это случай давнишнего и продолжительного расстройства вследствие резкого и чрезвычайно сильного удара, нанесенного чувством, привязанностям человека и, как вы справедливо выразились, его уму, именно уму. Под влиянием этого удара пациент страдал долго. Не могу сказать, сколько именно времени, так как он и сам, кажется, этого определить не может, а иных указаний на это обстоятельство вовсе не имеется. С течением времени пациент оправился от удара. Но каким образом совершался этот процесс оздоровления, он не в состоянии проследить. И один раз в моем присутствии он публично заявил об этом. Он, однако ж, в такой полной мере оправился от своего расстройства, что снова стал человеком в высшей степени интеллигентным, способен к прилежной умственной работе, к значительной физической деятельности и постоянно обогащает свой ум новыми познаниями, хотя и без того он широко образован. Но, по несчастью, тут мистер Лори запнулся и глубоко вздохнул. — С ним недавно случился легкий припадок прежнего недуга. Доктор спросил, понизив голос. — А сколько времени он продолжался? — Девять дней и девять ночей. — В чем это проявлялось? — Вероятно... — Тут доктор опять посмотрел на свои руки. — Вероятно, было возобновление какой-нибудь старой привычки, находившейся в связи с прежним расстройством. — Так и было. — Ну... — спросил доктор, внятно и спокойно, хотя все так же понижая голос. — А видели вы его за тем же занятием в прежнее время? — Один раз видел. — А когда припадок повторился? — Был ли он во многих отношениях или во всех отношениях похож на то, что было тогда? — По-моему, во всех отношениях. — Вы упомянули о его дочери. Известно ли ей, что припадок повторился? — Нет, от нее скрыли этот случай, и я надеюсь, она никогда не узнает об этом. Про то известно только мне, да еще одной особи, на которую можно положиться. Доктор схватил его за руку и, крепко пожимая ее, прошептал. — Спасибо за доброе внимание. Хорошо, что вы об этом позаботились. Мистер Лори отвечал на его рукопожатие и с минуту оба помолчали. — Так-то, дорогой Манат, — молвил, наконец, мистер Лори, ласково и осторожно приступая к дальнейшей части своего проекта. — Я, как вы знаете, простой конторщик, и не умею разбираться в таких запутанных и трудных вопросах. Для этого у меня нет специальных сведений, да и ума не хватит. Я нуждаюсь в руководстве. Во всем свете нет человека, на советы которого я мог бы так всецело полагаться, как на ваши. Скажите же мне, отчего случаются такие припадки? Следует ли опасаться нового повторения? Нельзя ли его избегнуть и чем предотвратить? Если и припадок повторится, чем его лечить? Каким образом он начинается? Что я могу сделать для моего друга? Если бы я только знал, что нужно делать, я бы всей душой послужил моему другу. Но я совсем не знаю, что предпринять в подобном случае. Если бы вы при вашем уме, познаниях и опытности могли направить меня на настоящий путь, я бы мог сделать многое. Без сведений, без указаний я могу сделать очень мало. Сделайте одолжение. Обсудим этот вопрос сообща. Просветите меня на этот счет и научите, как в таких случаях поступать, чтобы приносить поболее пользы. Доктор Маннет некоторое время молча обдумывал эту горячую речь, и мистер Лори не торопил его с ответом. — Я считаю вероятным, — проговорил, наконец, доктор с заметным усилием, — что припадок, о котором вы говорите, любезный друг, не был совсем неожиданностью для самого пациента. — Так он заранее опасался его? — осторожно спросил мистер Лори. — Сильнейшим образом, — при этих словах доктор невольно вздрогнул. — Вы не можете себе представить, до какой степени подобное опасение тяготит душу пациента, и как в то же время ему трудно, почти невозможно заставить себя сказать хоть одно слово насчет этого тягостного состояния. — А когда на него находит такое состояние? — сказал мистер Лори. — Разве ему не доставило бы существенного облегчения с кем-нибудь поделиться своей тайной? — Я думаю, что да. — Но, как я уже сказал, это почти невозможно. — А в некоторых случаях, прямо скажу, совершенно невозможно. — Ну, — сказал мистер Лори, снова осторожно положив руку на плечо доктора после обоюдного молчания. — Но теперь скажите мне, чему вы приписываете этот последний припадок? — Думаю, — отвечал доктор Маннет, — что был чрезвычайно сильный толчок, вызвавший те самые воспоминания и то течение мыслей, которые были первой причиной недуга. В памяти возникли живейшим образом некоторые обстоятельства самого удручающего свойства. Весьма вероятно, что в уме пациента давно таилось опасение, что при стечении некоторых обстоятельств или в каком-нибудь определенном случае эти страшные воспоминания оживут и одолеют его. Он старался даже приготовиться к этому, но напрасно. Быть может, именно это усиленное старание приготовиться и было причиной, что он окончательно ослабел и не мог перенести испытания. — А помнит ли он, что происходило во время припадка? — спросил мистер Лори, конечно, с запинкой. Доктор безнадежно оглянулся вокруг, замотал головой и сказал тихим голосом. — Ничего не помнит. — Чего же нам ожидать в будущем? — осторожно проговорил мистер Лори. — Что до будущего? — сказал доктор более твердым тоном. — Я полагаю, что есть надежда на лучшее. Раз Богу угодно было так скоро послать ему облегчение, я бы сказал, что это возбуждает великие надежды. Так как пациент в течение долгого времени находился под давлением смутных, но сложных опасений, так как он издалека предвидел беду, боролся с ней заранее, а когда туча разразилась грозой и прошла, он выздоровел, то я того мнения, что худший период миновал. — Ну хорошо, это для меня великое утешение. — Слава Богу! — сказал мистер Лори. — Благодарение Богу! — молвил доктор и благоговейно поник головой. — Есть еще два пункта, — сказал мистер Лори, насчет которых я желаю получить указания. Можно продолжать? — Это лучшая услуга, какую вы можете оказать своему другу, — отвечал доктор, протянув ему руку. — Итак, приступим к первому пункту. Он очень трудолюбив, чрезвычайно энергичен, прилежно занимается науками, постоянно стремится к приобретению новых познаний, производит научные опыты и прочее в этом роде. Вот я и думаю, не слишком ли много он работает? — Я не думаю. Быть может, таково свойство его ума, что он требует усиленного труда. Частью это может быть природной потребностью, а частью — результатом страдания. Чем меньше этот ум занят здравыми мыслями, тем легче он принимает вредное направление. Пациент, вероятно, сам над собой делал наблюдение и по личному опыту пришел к такому выводу. — Вы уверены, что он не слишком напрягает свои силы? — Мне кажется, что нет. — Наверное, нет. — Любезный Маннет, а если он теперь будет слишком много работать? — Любезный Лори, сомневаюсь, чтобы это было возможно. В известном направлении он получил сильнейший толчок. Надо же теперь восстановить равновесие. — Простите, я все-таки буду говорить со своей практической точки зрения. Предположим на минуту, что он действительно переутомит себя работой. Последствием этого не будет ли опять припадок старого недуга? — Этого я не думаю. — По моему мнению, — сказал доктор Маннет тоном твердого убеждения, — ничто за исключением того же усиленного напоминания не может вызвать повторение припадка. Полагаю, что было нужно чрезвычайное напряжение этой струны, чтобы его вызвать. После того, что случилось, и он все-таки выздоровел, я не могу себе представить, чтобы возможно было такое чрезвычайное напряжение. Мне кажется, и я надеюсь, что больше не могут произойти такие обстоятельства, при которых возможно повторение соответственных впечатлений. Он говорил с оттенком неуверенности, как человек, знавший, какая безделица может вызвать умственное расстройство, и в то же время выражался определенно, как человек, по собственному опыту изучивший все горькие и мучительные стороны этого вопроса. Мистер Лори, разумеется, не опровергал его доводов. Напротив, он притворился гораздо более успокоенным и утешенным, нежели был на самом деле, и приступил к последнему пункту. Он знал, что это будет всего труднее. Но, памятуя тот разговор, который он имел с мисс Прос в одно воскресное утро, а также и то, что происходило в течение последних девяти дней, он понимал, что нельзя этого избегнуть. — Теперь поговорим о занятии, возобновляемом под влиянием припадка, от которого пациент так счастливо избавился, — сказал мистер Лори, усиленно откашливаясь. — Положим, что это было кузнечное ремесло. — Так, кузнечное ремесло. И положим, например, что пациент привык в свои тяжелые минуты работать у маленькой наковальни. И положим, что совершенно неожиданно его застали опять у этой наковальни. Разве не достойно сожаления, что он упорно держит ее у себя? Доктор подпер лоб рукой и нервно затопал ногой. — Он постоянно держит у себя эту наковальню, — продолжал мистер Лори, тревожно глядя на своего друга. — А не лучше ли было бы устранить ее? — Доктор прикрыл глаза рукой и все так же нервно постукивал ногой об пол. — Вы затрудняетесь подать мне совет? — сказал мистер Лори. — Я отлично понимал, что этот вопрос щекотливый, а все-таки мне кажется... Тут он замолчал, покачивая головой. — Видите ли, — сказал доктор Маннет после нескольких минут тягостного молчания, — очень трудно объяснить сколько-нибудь разумно то, что творится в глубине души этого бедняка. Было время, когда он страстно мечтал об этом занятии, и страстно ухватился за него, как только оно было ему дозволено. Нет сомнения, что оно существенно облегчило его страдания, заменив напряжение ума напряжением пальцев. А по мере того, как он совершенствовался в этом занятии, ручной труд так притупил его нравственную муку, что очень естественно, почему он не мог решиться окончательно отказаться от этого прибежища. Даже и теперь, когда он надеется на себя несравненно больше, чем прежде, и даже отзывается о себе довольно самоуверенно, одна мысль, что ему может понадобиться прежнее занятие, и вдруг его не будет под руками, приводит его в ужас. Нечто вроде этого испытывает, я думаю, заблудившийся ребенок. С этими словами он взглянул на мистера Лори с таким выражением в глазах, которое было похоже именно на детский ужас. Но разве... Вы извините, я прошу вас научить меня, простого человека, привыкшего корпеть над счетными книгами и всю жизнь имевшего дело только с генеями до шиллингами. «Скажите, постоянное присутствие известного предмета не вызывает ли той идеи, которая с ним связана? Если бы устранить предмет, дорогой мой манет, вместе с тем не прошел ли бы и ужас? Словом, держа при себе наковальню, не делает ли пациент некоторой уступки малодушию?» Несколько минут длилось молчание. «Надо и то принять во внимание», — сказал доктор дрогнувшим голосом. «Что это? Такой уж старый товарищ». «А я бы все-таки не стал его держать», — сказал мистер Лори, тряся головой и становясь решительнее по мере того, как доктор колебался. «Я бы советовал пожертвовать им. Я только и жду вашего согласия. Я убежден, что от этого предмета только один вред. Ну-ка, дорогой мой, добрый друг, уполномочьте меня ради его дочери, любезный манет». Странно было видеть, как ему трудно было на это решиться, и какая тяжкая борьба происходила в нем. «Ради нее, хорошо, пусть будет так, я согласен. Но я бы вам советовал не трогать этого предмета в его присутствии. Пускай уберут, когда его не будет дома. Пускай он хватит со своего старого товарища только после некоторого отсутствия». Мистер Лори выразил готовность сообразоваться с этими указаниями. Весь тот день они провели вместе за городом, и доктор совсем оправился. Еще три дня он чувствовал себя вполне здоровым, а на четырнадцатый день уехал к Люси и ее мужу. Мистер Лори сообщил ему о том, какие предосторожности они принимали, чтобы Люси не дивилась его молчанию. Доктор в том же смысле написал дочери письмо, и она оставалась без всяких подозрений о случившемся. Вечером того дня, когда доктор уехал из дому, мистер Лори пошел в его комнату, вооруженной топором, пилой, стамеской и молотком. Мисс Прос сопутствовала ему, неся свечу. Они заперлись там, и мистер Лори таинственным и преступным манером изрубил на части скамейку башмачника. А мисс Прос, державшая свечу, имела такой вид, точно присутствует при душегубстве, чему ее грозная наружность немало способствовала. После этого они растерзали свою жертву в мелкие щепки и немедленно сожгли в кухонной печке, а инструменты, башмаки и оставшуюся кожу зарыли в саду. Для этих добрых и прямодушных людей всякое истребление, а тем более секретное, казалось таким нехорошим делом, что пока они этим занимались, и потом, когда уничтожали следы своей деятельности, и мистер Лори, и мисс Прос так себя чувствовали, да и по внешности были на то похожи. Как будто они сообща совершили какое-то ужасное преступление. Глава двадцатая. Уговор. Когда новобрачные вернулись домой, первым лицом явившимся их поздравить был Сидни Картон. Он пришел через несколько часов после их приезда. Ни в его образе жизни, ни в наружности, ни в манерах не было заметно перемены к лучшему. Но, в общем, он имел вид верного пса, что было новостью в глазах Чарльза Дарния. Улучив минуту, когда никто не мог их подслушать, он отвел Дарния к окошку и начал такой разговор. — Мистер Дарний, я бы желал, чтобы мы с вами были друзьями. — Надеюсь, что мы и так друзья. — Это очень любезно с вашей стороны, но ведь это не более как форма речи, а мне этого мало. И я сам, говоря, что желал бы, чтобы мы были друзьями, я не то хотел сказать. — А что же, собственно, вы хотели сказать? — спросил Чарльз Дарний самым добродушным и дружелюбным тоном. — Вот в том-то и дело, — отвечал Картон с улыбкой, — что мне гораздо труднее это выразить, нежели самому понять. Однако ж попробую. — Вы помните один такой случай, когда я был пьян более обыкновенного? — Помню такой случай, когда вы насильно заставляли меня сознаться, что я видел, как вы пили. — Да, это и я помню. — Всего тяжелее для меня то, что я всегда запоминаю подобные казусы. Будем надеяться, что это мне зачтется когда-нибудь по окончании моего земного странствия. — Вы, однако ж, не опасаетесь. Я не намерен произносить норовоучительную проповедь. — Я и не опасаюсь. Когда вы бываете в серьезном настроении, этого опасаться нечего. — Ах, — молвил Картон, беспечно махнув рукой, будто отмахивался от намека. — В том особенно достопамятном случае пьянства, о котором была у нас речь, а их, как вам известно, бывало очень много. — Я был совершенно невыносим, приставая к вам с рассуждениями о том, чувствую ли я к вам особое расположение или не чувствую. Мне бы хотелось, чтобы вы позабыли об этом. — Я уж давно позабыл. — Это опять-таки форма речи. Для меня, мистер Дарний, не так легко позабыть об этом, как, по-видимому, для вас. Я-то слишком хорошо помню. И шутливый ответ не есть средство заставить меня позабыть. — Если ответ показался вам шутливым, — отвечал Дарний, — пожалуйста, простите. — У меня не было иной цели, как обратить в шутку такой пустяк, который, к моему удивлению, просто мучит вас. Уверяю вас честным словом, джентльмена, что я все это давным-давно выбросил из головы. Боже мой, да и выбрасывать-то было нечего. В тот день мне было о чем подумать посерьезнее этого. Я ведь не забыл, какую великую услугу вы оказали мне тогда. — Что до великой услуги, — сказал Картон. — Раз вы заговорили о ней в таком тоне, я должен вам сказать, что это была не более как юридическая уловка, адвокатский фортель. Мне было совершенно все равно, какая участь вас постигнет в то время, как я вам оказал эту услугу. Заметьте, тогда было все равно. Я говорю только о прошлом. — Словом, вы не хотите, чтобы я оставался у вас в долгу, — отвечал Дарней. — Ну, положим, я с вами не стану спорить на этот счет. — Я вам истинную правду говорю, мистер Дарней. Поверьте на слово. Но я отбился от своего вопроса. Мы говорили о том, чтобы стать друзьями. Вам известно, что я за человек. Вы знаете, что я не способен ни на что возвышенное и великое. А коли не знаете, спросите у Страйвера. Он вам подтвердит мои слова. Предпочитаю составить об этом свое собственное мнение, а у него спрашивать не буду. Ну, как хотите. Во всяком случае, вам известно, что я беспутный пёс. Никогда ничего путного не делал, да и не сделаю. Но нет, за будущее я не ручаюсь. Да я-то ручаюсь. И уж вы положитесь на мое слово. Так вот, если вы в состоянии допустить, чтобы такой дрянной человек, при том человек с такой плохой репутацией, приходил к вам иногда без приглашения, я бы вас просил даровать мне такую привилегию. Пускай на меня смотрит как на бесполезную, и, я бы сказал, безобразную мебель. Да это было бы неподходящее выражение, так как сам признаю в себе внешнее сходство с вами. Пускай я буду считаться чем-нибудь вроде старой мебели, которую держат в доме за старые заслуги, а, впрочем, не обращают на нее внимания. Едва ли я стал бы злоупотреблять таким правом. Легко может случиться, что я им воспользуюсь не больше четырех раз в год. Для меня всего важнее знать, что мне дано такое право. Хотите, попробуем. Иначе говоря, вы позволяете мне занять то положение, которого я желаю. Спасибо, Дарний. Можно мне звать вас так, без церемонии? Я думаю, что можно, Картон. Мы ведь старые друзья. Они пожали друг другу руки, и Сидни отошел прочь. Через минуту он был, как всегда, внешне безучастным и безмолвным членом собравшегося общества. Когда он ушел, и Чарльз, Дарний и женой проводили вечер в честном кругу, состоявшем из мисс Прос, доктора и мистера Лори, Дарний в общих чертах упомянул о своем разговоре с Сидни Картоном и отозвался о нем, как о воплощении беспечности и беспутства. Он говорил об этом без горечи и без недоброжелательства, но именно так, как мог бы отзываться человек, знавший Картона только с внешней стороны. Ему и в голову не приходило, чтобы его слова запали в душу его молоденькой жены. Но когда перед сном он пришел к ней наверх, в их собственную квартиру, он увидел, что она сидит и ждет его, и на ее миловидном приподнятом лбу ясно виднеется прежняя знакомая ему складка тревожного недоумения. — Мы сегодня чем-то озабочены, — сказал Дарний, обнимая ее за талию. — Да, милый Чарльз, — отвечала она, положив руку ему на грудь и глядя на него вопросительно и серьезно. — Мы немного озабочены, потому что сегодня у нас есть нечто на душе. — Что такое, моя Люси? — Обещай не расспрашивать меня, когда я не захочу ответить. — Еще бы не обещать. Все, что угодно моей милочке. Еще бы не обещать в такую минуту, когда одной рукой он отстранял с ее лица золотистые кудри, а другой чувствовал биение ее сердца, зная, что оно бьется только для него. — Я думаю, Чарльз, что бедный мистер Картон заслуживает большего уважения и снисходительности, чем ты проявил, говоря о нем сегодня вечером. — Вот как, душа моя! А почему же именно? — Именно об этом ты меня и не спрашивай. Но я знаю, что это так. — Коли знаешь, значит, так и есть. Что же ты хочешь, чтобы я сделал? — Я бы тебя попросила, мой дорогой, чтобы ты всегда был с ним очень приветлив, а в его отсутствии очень снисходителен к его недостаткам. Я попрошу тебя верить, что у него есть сердце, которое он очень, очень редко обнаруживает, и что в этом сердце есть глубокие раны. — Милый мой, я сама видела, как из них сочилась кровь. — Мне тяжело думать, что я мог быть к нему несправедлив, — сказал Чарльз Дарни с большим изумлением. — Вот чего никогда бы я не подумал о нем. — Да, милый муж мой, это так. — Боюсь, что спасать его уже поздно. Едва ли есть надежда исправить его нравы или его судьбу, но я убеждена, что он способен на добро, что в нем много деликатности и великодушия. Она была так прекрасна, выражая свою чистую веру в этого погибшего человека, что муж не сводил с нее глаз, и целые часы мог бы ею любоваться. — Дорогой мой, бесценный, — продолжала она убедительно, прильнув к нему ближе, положив голову ему на грудь и глядя ему в глаза. — Вспомни, как мы с тобой сильны своим счастьем и как он слаб в своем несчастье. Эта мольба растрогала его. — Я всегда буду помнить это сердце мое, покуда жив не забуду. Он склонился к златокудрой головке, прижался губами к ее алым устам и обвил руками ее стан. Если бы один пропащий бродяга, слонявшийся в эту минуту по темным улицам, мог слышать ее невинные слова, и видел бы те слезы жалости, которые ее муж целовал, по мере того, как они проступали на кротких голубых глазах, с такой любовью взиравших на этого мужа, то бледный скиталец еще раз воскликнул бы из глубины своего благородного сердца — благослови ее, Бог, за милое сострадание! Глава двадцать первая Шаги отдаются Было уже замечено, что закоулок, где жил доктор, был удивительно приспособлен к передаче отголосков. Продолжая прилежно прясть ту золотую нить, которая связывала ее мужа, отца, ее самое и ее старую воспитательницу в одну мирную и счастливую семью, Люси проживала в тихом доме, в спокойном закоулке, среди звонких отголосков жизни и прислушивалась к шагам убегавшего времени. В начале замужней жизни, когда она была еще совсем молода и вполне счастлива, бывали минуты, что работа валилась у нее из рук, и глаза затуманивались. Слышались ей тогда отголоски чего-то нового, что приближалось издалека, что было едва слышно, но уже сильно волновало ее сердце. В душе поднимались смутные надежды и сомнения. Надежда на привязанность, какой она еще не испытала, сомнения в том, что она переживет предстоявшее испытание и насладится новым, неизведанным счастьем. Тогда ей слышались шаги, подходящие к ее собственной безвременной могиле. Она думала о муже, который останется горьким вдовцом и будет ее так неутешно оплакивать. И эти мысли вызывали потоки слез. Это время миновало, и у ее груди лежала маленькая Люси. Тогда среди отголосков стали раздаваться беготня ее крошечных ножек и радостные звуки ее детской болтовни. И какие бы громкие звуки не отдавались в закоулки, молодая мать, сидя у колыбели, всегда отличала их. Они пришли. И тенистый дом озарился детским смехом. И божественный друг детей, которому она в минуту скорби вручила свое дитя, должно быть, принял его в свои объятия и обратил ее горе в благоговейную радость. Прилежно связывая золотую цепь, всех их объединявшую, вплетая благие нити своего доброго влияния во все ткани их жизней и нигде не первенствуя, Люси не слышала в отголосках прожитых годов ничего, кроме звуков любви и мирного преуспеяния. Среди них шаги ее мужа раздавались мощно и победно, шаги отца твердо и ровно. Чув в веревочной сбруе скачет мисс Прос, изображающая из себя непокорного коня, и фыркает, и взрывает землю, подгоняемая хлыстиком под сенью чинарового дерева. Даже печальные отголоски в жизни Люси лишены были жестокого и резкого характера. Даже тогда, когда золотые кудри, похожие на ее собственные, раскинулись сияньем по подушке, обрамляя бледное лицо худенького мальчика, и он с ангельской улыбкой сказал «Милый папа, милая мама, мне очень жалко расставаться с вами и покидать мою хорошенькую сестрицу, но Бог зовет меня, и я иду». Ни одно горе растило слезами лицо молодой матери, даже и в ту минуту, как из ее объятий улетал чистый дух ребенка, дарованного ей. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Они видят лицо отца моего. Отца, о благословенные слова!» И так шелест ангельских крыльев смешался с остальными отголосками, и были они не все земные, а также и небесные. Ветер обвивал могилку в саду, и Люси слышала его дыхание, и для ее слуха все эти звуки были внятны, как морской прибой, в тихий летний день, плещущий о песчаный берег. Тут же и маленькая Люси, уморительно серьезная за утренним уроком или наряжавшая куклу, сидя на скамейке у ног матери, лепетала на смешанном языке двух городов, участвовавших в ее жизни и судьбе, то есть на языке Лондона и Парижа. Отголоски редко вторили шагам Сидни Картона. Много, если шесть раз в год, он пользовался своим правом являться без приглашения. Он приходил, садился и проводил с ними вечер, как и в прежние годы. Он никогда не бывал там, что называется, под хмельком. И еще одну истину шептали на его счет окрестные отголоски, повторявшие лишь то, что во все времена было истиной. Когда человек искренне полюбил женщину, был отвергнут ею и, продолжая питать к ней все то же чистое и бескорыстное чувство, видит ее в качестве жены и матери другой семьи, всегда так случается, что ее дети имеют к нему странную симпатию, нечто вроде изысканного сострадания к его утрате. Какими тонкими соображениями руководствуются они в таких случаях, трудно сказать. Картон был первый посторонний человек, которому маленькая Люси протянула свои пухлые ручонки. И, подрастая, она сохранила к нему тоже исключительное отношение. Маленький мальчик помянул его чуть ли не с последним вздохом. «Бедный Картон, поцелуйте его за меня», — сказал он. Мистер Страйвер делал карьеру, проталкиваясь сквозь судебные пучины, подобно огромной махине, пролагающей себе путь в мутной воде, и тащил за собой своего полезного приятеля, так сказать, на буксире. Так как суда, ведомые таким образом, испытывают большие неприятности и нередко попадают носом в воду, то и Сидни испытывал нечто в этом роде. Но закоренелые привычки, по несчастью, имевшие над ним гораздо большую власть, нежели всякие соображения о поддержании своего достоинства и чести, сложились так, что он был вынужден жить все той же жизнью. И он так же мало помышлял о сложении себя титула шакала, как настоящий шакал может стремиться к роли настоящего льва. Страйвер был богат. Женился на цветущей вдове с изрядным состоянием и с тремя сыновьями, единственной блестящей чертой которых были прямые волосы, облегавшие их глупые головы. Мистер Страйвер, источая всеми порами своего обширного тела покровительственный тон самого обидного свойства, погнал этих трех юных джентльменов точно стадо баранов в тихий закоулок в Сохо и предложил мужу Люси обучать их в следующих деликатных выражениях «Здорово, Дарний, вот вам три ковриги хлеба с сыром, пригодятся на вашем супружеском пикнике». Дарний вежливо отказался от трех ковриг хлеба с сыром и этим поверг мистера Страйвера в необузданное негодование. Впоследствии, занимаясь воспитанием юных джентльменов, он воспользовался этим возмутительным фактом, чтобы преподать им совет держаться подальше от нищих гордецов, вроде этого дрянного учителя. Распивая на досуге свое вино, он имел обыкновение рассказывать своей супруге, на какие штуки пускалась жена Дарния, чтобы поймать его с Трайвера и женить на себе. Но не на таковского напала, сударыня моя. И тут же он начинал повествовать о том, какими искусными средствами уберегся он от козней этой барышни. Другие лица из судейского мира, случайно принимавшие участие в распивании крепких вин и слышавшие это вранье, извиняли его, говоря, что Страйвер так часто лгал на эту тему, что, наконец, сам себе поверил. В сущности же это составляет столь серьезное отягощение без того тяжкой вины, что было бы вполне уместно отвезти провинившегося в какое-нибудь укромное место и там без церемонии повесить. Так прислушивалась Люси ко всем отголоскам уединенного закоулка. И по временам задумывалась над ними, по временам забавлялась ими, иногда смеялась им. И так проходили годы, пока ее дочке минуло шесть лет. Нечего говорить, как близко принимала она к сердцу отголоски шагов своей девочки и доброго отца, всегда ровного, деятельного, спокойного и милого мужа. Нечего говорить, как она наслаждалась всеми отголосками их общего семейного гнезда, которое сама она устраивала и держала так изящно, искусно и хозяйственно, что во всем было изобилие и порядок. Сладко было ей слышать не раз повторенное заверение отца, что с тех пор, как она вышла замуж, она стала к нему еще внимательнее и заботливее, чем прежде, если это было возможно. Сколько раз случалось, что и муж, в свою очередь, говорил ей, что при всех ее заботах и обязанностях он не замечает, чтобы она любила его меньше или помогала ему менее усердно, и спрашивал. Как это делается, мое сокровище, что ты всем нам служишь так, как будто каждый из нас был предметом твоего исключительного попечения, а между тем никогда не суетишься, и не видно, чтобы ты была завалена делом. Но были в закоулке и другие звуки, отдававшиеся издалека и грозно грохотавшие во все это время. И когда наступила шестая годовщина дня рождения маленькой Люси, эти звуки приняли страшные размеры, как будто во Франции поднялась великая буря и взволновала морскую пучину до самого дна. Однажды вечером, в половине июля 1789 года, мистер Лори поздно пришел из Тельсонова банка и уселся у окна между Люси и ее мужем. Вечер был жаркий и душный, собиралась гроза, и все трое вспомнили тот воскресный вечер, который провели когда-то у этого самого окна, глядя на молнию. — Я уж думал, — сказал мистер Лори, отодвигая на затылок свой темный парик, — что мне всю ночь придется продежурить у Тельсона. Сегодня у нас было столько дела, что не знали, за что прежде приняться, как обернуться. В Париже так неспокойно, что нас завалили вкладами на хранение. Тамошние наши клиенты точно сговорились. Все шлют нам свои капиталы и ценности. Там, должно быть, помешались на том, чтобы все пересылать в Англию. — Плохой признак, — молвил Дарний. — Вы говорите, плохой признак, мой милый Дарний. Да, но еще неизвестно, какая тому причина. Это все такой бестолковый народ, а среди нашего персонала у Тельсона есть уж такие дряхлые стрики, что без уважительных причин не следовало бы их тревожить экстренными хлопотами. — Однако, — сказал Дарний, — вам известно, что горизонт очень мрачен, и на небе собираются грозные тучи. — Это я, конечно, знаю, — согласился мистер Лори, стараясь уверить себя, будто его кроткий нрав изменился, и он озлоблен. — Но за нынешний день я так измучился, что намерен ворчать. — Где Манет? — Здесь, — отозвался доктор, входя в неосвещенную комнату. — Я рад, что вы дома, а то все эти тревоги, доспешные дела, которыми я был завален целый божий день, расстроили мне нервы. И я все чего-то опасаюсь, без всякой разумной причины. Вы, надеюсь, не собираетесь уходить из дому? — Нет, я собираюсь поиграть с вами в Баггамон. Баггамон — карточная игра. — Если пожелаете, — сказал доктор. — А я, кажется, не желаю, если мне позволено высказать на этот счет свое мнение. Сегодня я вовсе не гожусь вам в партнеры. А что, Люси, чай еще не убран со стола? Я в темноте ничего не вижу. — Конечно, не убран, нарочно для вас приготовлен. — Ну, спасибо, моя милая. А драгоценная детка уж в постельке и давно спит. — Отлично. Значит, все в исправности и все благополучны. Уж не знаю, с чего бы здесь-то не было все исправно и благополучно. — Слава богу. Но меня сегодня весь день расстраивали, а я уж не молоденький. Это мне чай, моя милая? — Спасибо. — Теперь подите, сядьте возле меня. Посидим все вместе. Послушаем отголоски, насчет которых вы сочинили свою теорию. — Какая там теория? Просто фантазия. — Ну, хорошо. Пускай будет фантазия, моя умница, — сказал мистер Лори, гладя ее по руке. — А их сегодня что-то особенно много, и они особенно громки, не правда ли? — Послушайте-ка. Пока этот тесный семейный кружок сидел у темного окна в Лондоне, там, в далеком Сент-Антуанском предместе, слышались другие шаги. Бешеные, безумные, грозные. И горе будет тому, в чью жизнь ворвутся они, и трудно будет отмыть до бела то место, где они оставят красные следы. В то утро Сент-Антуанское предместе представляло собой громадную, тусклую массу страшилищ, и эта масса волновалась, как бурное море, сверкая местами блеском оружия, стальных ножей и штыков. Ужасающий рев вырывался из глотки предместе, и целый лес обнаженных рук мелькал над толпой, точно голые сучья иссохших деревьев, трепавшихся на зимнем ветру. И все пальцы судорожно хватались за всякое подобие оружия, которое выбрасывалось из нижних этажей, иногда на далеком расстоянии. Кто выдавал оружие, откуда оно бралось, с чего все началось, какими способами появлялось оно в воздухе, описывая кривые линии и молнии, проносясь над головами толпы, Никто из присутствовавших не знал и не спрашивал. Знали только, что раздают мушкеты, что раздают патроны, порох, пули, железные полосы, деревянные дубины, ножи, топоры, пики. Словом, все виды оружия, какие могло придумать отчаянное воображение. Кому совсем ничего не досталось, тот, обдирая себе руки до крови, старался выломать хоть камень или кирпич из стены, только чтобы не остаться с пустыми руками. Шибко бился пульс Сент-Антуанского предместия, и все были как в горячечном бреду. Никто не ставил свою жизнь ни в грош. Каждый был охвачен сумасшедшим желанием поскорее пожертвовать ею. Как в кипящей воде бывает центральная точка кипения, так и здесь. Все яростное движение сосредоточивалось вокруг винной лавки де-фаржа. И каждая человеческая капля в этом кипящем котле стремилась к тому пункту, где сам де-фарж, весь в поту и почерневший от пороха, раздавал приказания, выдавал оружие, того оттеснял назад, другого протаскивал вперед, у одного отнимал оружие, чтобы наделить им другого, работая в самой гуще разбушевавшейся толпы. — Держись ближе ко мне, Жак Третий, — кричал де-фарж. — А вы, Жак Первый и Второй, ступайте в разные стороны и соберите побольше патриотов. Где моя жена? — Здесь я, возле тебя, — сказала мадам де-фарж с обычным своим спокойствием, но на этот раз без вязальных спиц. Ее твердая правая рука вместо спиц вооружена была топором, а за поясом были у нее пистолет и острый нож. — Ты куда пойдешь, жена? — Теперь пока пойду за тобой, — ответила она. — А потом ты меня увидишь во главе женщин. — Идем! — крикнул де-фарж зычным голосом. — Патриоты и друзья! Мы готовы! На Бастилию! Раздался дружный вопль, как будто голоса всей Франции соединились для произнесения этого ненавистного имени. Человеческое море поднялось и непрерывными волнами покатилось по городу к одному пункту. Колокола зазвонили в набат, барабаны забили тревогу. Волны с ревом набежали на берег. Атака началась. Глубокие рвы, двойные подъемные мосты, толстые каменные стены, восемь мощных башен, пушечная пальба, ружейный огонь, дым и пламя. Сквозь дым и пламя, в центре дыма и пламени, потому что морские волны выбросили его на пушку, и он в ту же минуту стал канониром. Виноторговец де Фарш работал как храбрый солдат в течение двух яростных часов. Глубокие рвы, подъемный мост, толстые каменные стены, восемь мощных башен, пушки, ружья, пламя и дым, один подъемный мост спущен. Работайте, товарищи, работайте дружно. Трудись, Жак Первый, Жак Второй, Жак Тысячный, Жак Двухтысячный, Жак Двадцатипятитысячный. Во имя всех ангелов или всех чертей работайте. — Так говорил виноторговец де Фарш, не отходя от пушки, которая давно уже стала горячей. — Ко мне женщины! — кричала его жена. — Как? Разве мы не можем наравне с мужчинами убивать, когда берут крепость? И женщины стекались к ней с пронзительным и жадным воплем, так же разнообразно вооруженные, чем попало, но все голодные и жаждавшие мести. Пушки, ружья, пламя и дым, но опять глубокие рвы, опять подъемный мост, толстые каменные стены и те мощные восемь башен. В бурном море легкие перемещения по случаю уборки раненых. Оружие сверкает, факелы пылают, вазы влажной соломы дымятся. Во всех направлениях кругом воздвигают баррикады, крики, пальба, проклятие, безумная храбрость, треск, разрушение и яростный рев бушующего моря. Но вот еще глубокий ров, еще подъемный мост и толстые каменные стены и восемь мощных башен. А виноторговец де Фарш все не отходит от пушки, и она стала еще вдвое горячее, потому что он палит из нее уже четыре яростных часа. Но вот над крепостью взвился белый флаг, и произошли переговоры. Все это смутно виднелось в дыму и пламени, а не слышно было ровно ничего. Как вдруг море поднялось, раскинулось еще выше и шире, увлекая виноторговца де Фарша через спущенный подъемный мост мимо толстых каменных стен в недра восьми мощных башен, которые сдались. Сила океана, увлекшего за собой де Фарша, была так неодолима, что он не мог ни остановиться вздохнуть, ни даже повернуть голову, и его несло бурными волнами все вперед, пока он не очутился на внешнем дворе Бастилии. Тут он прислонился к стене и попытался оглянуться вокруг. Жак Третий был почти рядом с ним. Мадам де Фарш во главе нескольких женщин виднелась невдалеке с ножом в руках. Повсюду была странная возня, восторженные крики, оглушительный шум, безумная ярость и мелькание дикой необузданной пантомимы. — Выдавайте пленников! — Списки! — Списки! — Потаенные камеры! — Орудия пытки! — Заключенные! — Где заключенные? Из этого моря беспорядочных возгласов все чаще раздавалось требование. — Заключенных! И этот крик подхватывала все пребывавшая толпа, как будто и конца ей не было. Когда передовые волны прокатились мимо, увлекая с собой служащих при тюрьме и угрожая им немедленной смертью, если хоть одна потайная келья останется неотпертой, де Фарш положил свою сильную руку на грудь одного из сторожей — человека почтенного вида с седой головой и с факелом в руке. Он отстранил его от толпы и поставил между собой и стеной. — Покажи мне северную башню, — сказал де Фарш. — Да проворнее! — Я готов хоть сейчас, — отвечал сторож. — Пожалуйста, за мной. Только там никого нет теперь. — Что означает номер 105 «Северная башня»? — спросил де Фарш. — Скорее! — Как что означает, сударь? — Значит ли это, что так звали пленника или это название тюрьмы? — Отвечай, не то убью! — Убей его! — прокаркал Жак Третий, подходя совсем близко. — Это такая келья, сударь. — Покажи. — Пожалуйте сюда. — Жак Третий, обуреваемый своей неутолимой жаждой и, видимо, разочарованный тем, что разговор не обещал окончиться кровопролитием, ухватился за руку де Фарша, державшего за руку тюремного сторожа. В течение кратких переговоров они должны были совсем столкнуться головами, чтобы расслышать друг друга. Так оглушительны были шум, крики и топот толпы, ворвавшиеся в крепость и наполнявшие постепенно все дворы, лестницы и переходы. Этот человеческий океан бился также о внешние стены, и слышно было его сплошное хриплое рычание, изредка прерываемое более звонкими криками, похожими на всплеск волны. Мрачные своды, под которыми никогда не пробивался солнечный луч, безобразные двери, ведшие в темные логовища и клетки, сырые, обшмыганные лестницы, спускавшиеся в подземелье, другие лестницы еще круче и сырее, более похожие на русло иссякшего водопада, чем на каменной ступени, и ведшие высоко наверх. Таков был путь, по которому следовали Дефарш, Сторож и Жак Третий, сцепившись руками и стремительно подвигаясь вперед. Местами, особенно в начале, человеческие волны нагоняли их или пересекали путь и катились дальше, но когда они перестали спускаться и полезли вверх по винтообразной лестнице в башню, никто не последовал за ними. Они были одни, окруженные толщей могучих стен и сводов, и буря, бушевавшая в стенах крепости и по ту сторону стен, отдавалась здесь лишь в виде рокота, как будто она оглушила их там, внизу, и они утратили способность слышать. Сторож остановился у низкой двери, вставил ключ в замок, повернул его со звонким треском и, медленно растворяя дверь, произнес. Номер 105-й. Северная башня. Они низко согнулись и вошли один за другим. Высоко в стене было маленькое окно без стекол, за толстой железной решеткой с каменным откосом впереди, так что небо было видно не иначе, как если низко припасть к полу и взглянуть вверх. За несколько футов от окошка был маленький камин, отгороженный толстыми железными прутьями. На очаге была кучка перистой золы, остаток когда-то горевших дров. Были тут стул, столик и постель с соломенным тюфяком. Кроме того, четыре почерневшие стены, и в одной из них было ввернуто железное кольцо, покрытое ржавчиной. — Посвети мне, проводи факелом потихоньку вдоль стен, чтобы я мог хорошенько осмотреть их, — сказал де-фарш сторожу. Сторож повиновался. И де-фарш внимательно стал приглядываться к стенам. — Стой, взгляни сюда, Жак! — А.М. — прокаркал Жак Третий, алчно глядя на буквы. — Александр Манетт, — сказал ему на ухо де-фарш, указывая, на стену своим грязным пальцем, почерневшим от пороха. — А здесь, видишь, он подписал. — Бедный врач. — И он же, вероятно, нацарапал на этом камне целый календарь. — Что у тебя в руке? — Лом? — Дай сюда. Де-фарш все еще держал в руке банник от своей пушки, но быстрым движением обменялся им с товарищем и, повернувшись к ветхому стулу и столу, несколькими ударами изломал их вдребезги. — Держи факел выше! — гневно закричал он сторожу. — А ты, Жак, тщательно осмотри все обломки. На, возьми мой нож, распари тюфяк и перерой солому. — Эй ты, держи факел выше! Грозно взглянув на сторожа, он влез на очаг и, заглядывая в каминную трубу, стал ощупывать и постукивать ломом стенки трубы, а потом влез на железные перекладины. Через несколько минут сверху посыпались и звездка, и пыль, и он отвернулся, чтобы не засорило ему глаза. Потом начал осторожно рыться в куча золы и в отверстие стенки, которое пробил или только нащупал своим инструментом. — Ничего не находишь в дереве? — И в соломе ничего нет, Жак? — Ничего. — Ну так соберем все вместе в одну кучу, вот тут, среди кельи. — Эй ты, подожги это! Тюремный сторож поджег кучку мусора. Пламя взвилось высоко и горело ярко. Они снова нагнулись, проходя через низкую сводчатую дверь, оставили в келье горящий костер и направились обратно во двор. По мере того, как они спускались по винтовой лестнице, они как будто снова обретали дар слуха и вскоре очутились опять на уровне бушующего моря. Оно вздымалось и кипело, разыскивая самого Дефаржа. Сент-Антуанское предместе громкими кликами призывало своего виноторговца стать во главе стражи, взявшей в плен губернатора, который защищал Бастилию и стрелял в народ. Без Дефаржа не хотели везти губернатора в ратушу, где должны были судить его. Без Дефаржа губернатор, пожалуй, улизнет из их рук, и кровь народа, столько лет ничего не стоившая, а теперь вдруг поднявшаяся в цене, не будет отомщена. Среди враждебно ревущей толпы, окружавшей старого сановника, заметного издали по серому форменному камзолу и алой орденской ленте, только и была одна спокойная фигура, да и та принадлежала женщине. — Смотрите, вон идет мой муж! — воскликнула она, указывая на него. — Это Дефарж! Она неподвижно стояла возле старого сановника и оставалась возле него все время. Шла рядом с ним, когда Дефарж и все остальные вели его по улицам. Непоколебимо стояла рядом, когда его втащили на крыльцо ратуши. стояла и смотрела, как начали бить его, сначала сзади в спину, потом на него посыпался долго копившийся град тяжких ударов, и когда он, наконец, упал мертвой под ударами, она была так близко, что, внезапно оживившись, наступила ногой на его затылок, выхватила давно готовый острый нож и отрезала ему голову. Настал час, когда Сент-Антуанское предместье могло осуществить свою заветную мечту и вместо фонарей вешать на улицах людей в доказательство своей власти и могущества. Теперь предместье взяло верх, а жестокая тирания и власть железной руки склонились долу и валялись во прахе там, где на ступенях ратуши лежал труп губернатора, где подошвы башмаков мадам де Фарш окрасились кровью, когда она наступила на тело, чтобы удобнее было терзать его. — Ну-ка, спускайте тот фонарь! — кричали победители, отыскивая новые способы истребления. — Вон один из его солдат остался на месте. Поставим его на часы! Часового вздернули на веревку, он закачался вместо фонаря, и морские волны хлынули дальше. То было мутное, грозное море. Волны его разрушительно катились одна за другой, и никто еще не изведал его глубины. Никто не знал, какие силы в нем таятся. В этом ожесточенном море бурно метавшихся фигур только и слышны были призывы к лютому мщению, только и видны были лица, до того закаленные страданием, что не способны были отразить на себе ни жалости, ни пощады. Но над этим морем голов, одушевленных лишь необузданно свирепыми чувствами, возвышались двумя отдельными группами другие головы, по семь лиц в каждой группе. И эти лица представляли такой разительный контраст с остальными, что еще не бывало морских волн, которые выносили бы на себе такие удивительные обломки крушения. Одна группа состояла из семи узников, томившихся в тюрьме, как в могиле, откуда напором бурной толпы вырвали их на свободу и несли теперь на плечах. Их лица выражали испуг, недоумение, полную растерянность, изумление, как будто настал для них день страшного суда, и вокруг них ликовали погибшие души. Другие семь лиц были вознесены еще выше, они были мертвы, и их полузакрытые веки и чуть видневшиеся глаза словно ждали страшного суда. Они были бесстрастны, но сохраняли застывшее выражение, как будто ждали того момента, когда веки их поднимутся, и бескровные уста будут свидетельствовать «это сделал ты». Семь узников выпущены на волю, семь отрубленных голов посажены на пике, все ключи от восьми башен проклятой твердыни отобраны, найдены кое-какие письма и другие напоминания о прежних заключенных, давно умерших с горя. Таковы были трофеи, которые обитатели Сент-Антуанского предместия торжественно носили по улицам Парижа. И топот их звонко повторялся отголосками в этот летний день, в половине июля 1789 года. О, пусть Бог не допустит исполнения фантастических теорий Люси Дарней, и пускай эти шаги никогда не вторгнутся в ее жизнь. Они яростны, бешенны, грозны. И много лет спустя, после того, как винная бочка разбилась у дверей лавки де Фаржа, нелегко будет отмыть мостовую, на которой они оставят кровавые следы. Глава двадцать вторая. Волны все поднимаются. Прошла неделя с той поры, как исхудалые обитатели Сент-Антуанского предместия стали приправлять свой скудный и горьковатый хлеб восторженными поздравлениями и братскими объятиями, и мадам де Фарж сидела по обыкновению за своей конторкой, наблюдая за посетителями винной лавочки. Сегодня у нее не было розы на голове, потому что за одну неделю обширное братье шпионов сильно сократило свои нашествия в предместе. Фонари, развешанные на веревках, неустанно качались от этого нового груза. Мадам де Фарж сидела, сложа руки, в это ясное и жаркое утро, и смотрела на лавочку и на улицу. И там и тут виднелись группы праздных людей, жалкого и оборванного вида. Но теперь заметно было, что эти бедняки сознавали свое могущество и гордились им. Не было того оборванного ночного колпака, сдвинутого на сторону на исхудалой голове, который своим лихим видом не выражал бы примерно такой мысли. Правда мне не сладко живется. И трудно поддерживать жизнь в своем измученном теле. Но зато если бы вы знали, как мне легко вышибить жизнь из вашего тела. Каждая тощая обнаженная рука, да то ли не имевшая работы, теперь нашла себе занятие в том, что во всякое время могла убивать. Пальцы женщин, вязавших на спицах, были цепки, как клещи. Они испытали, что значит раздирать на части человеческое тело. Вообще во внешности предместия произошла перемена. Многие века эта внешность формировалась на известный лад. Но только теперь получила свой окончательный мощный отпечаток. Мадам де Фарш наблюдала эти признаки с тем сдержанным одобрением, какого можно было ожидать от предводительницы женщин предместия. Одна из ее товарок сидела возле нее с вязанием. Это была молодая женщина, довольно пухленькая, приземистая, жена одного изможденного лавочника и мать двоих детей, тем не менее успевшая стяжать чин адъютанта при мадам де Фарш и лесное прозвище «Месть». «Тю», — молвила Месть, — «послушайте-ка, кто идет?» Можно было подумать, что от крайних пределов Сент-Антуанского предместия до дверей винной лавочки насыпана пороховая дорожка, и что ее вдруг подожгли с дальнего конца. С такой быстротой распространялся в этом направлении народный говор. «Это де Фарш», — сказала его жена. «Тише, патриоты!» Де Фарш, запыхавшись, вошел в лавку, сдернул с головы красный колпак и оглянулся вокруг. «Слушайте все», — сказала мадам де Фарш, «слушайте!» Де Фарш стоял в дверях, и его тяжело дышавшая фигура рисовалась на фоне внимательных глаз и разинутых ртов. Все бывшие в лавке уже вскочили со своих мест. «Говори же, муж, что нового?» «Вести с того света», — промолвил де Фарш. «Как так?» — презрительно сказала жена. «Что значит с того света?» «Все ли здесь помнят старого фулона, который советовал голодному народу питаться травой, а потом умер и пошел к черту?» «Все помнят, все!» — заголосили в толпе. «Так весть это о нем, он опять проявился». «Проявился?» «Как проявился?» «Мертвый, что ли?» «Нет, живой. Он так боялся нас, имея на то свои причины, что пустил слух о своей смерти и устроил себе пышные похороны только для виду. Он скрывался в провинции, но его там нашли, и вот опять привезли сюда, живьем. Я только сейчас видел, как его вели в ратушу пленного. Я сказал, что он имел причины бояться нас». «Говорите, продолжают ли существовать такие причины?» Несчастный старый грешник. Ему было за семьдесят лет. Если бы он мог услышать, какой ответ дан был на этот вопрос. После яростного возгласа наступила минута глубокой тишины. Дефарш и его жена обменялись твердым взглядом. Месть наклонилась и выкатила из-за конторки барабан, издавший глухой звук. «Патриоты!» произнес Дефарш решительным голосом. «Готовы ли мы?» В тот же миг мадам Дефарш заткнула себе за пояс нож. Барабан уже грохотал на улице, как будто по мановению волшебного жезла очутился там вместе с барабанщиком. А месть, испуская страшные вопли и вскидывая руки над головой, как все сорок фурий разом, кидалась из дома в дом, поднимая на ноги всех женщин. Мужчины были ужасны, в кровожадном гневе выглядывая из окон, хватаясь за первое попавшееся оружие и выбегая из домов на улицу. Но женщины были еще ужаснее, и один их вид леденил сердца храбрейших. Они отрывались от тех хозяйственных занятий, какие могли найти в своем нищенском быту. Бросали своих детей, отрывались от стариков и от больных, валявшихся на голом полу, полуногих и голодных, и выбегали, «Растрепанные», «Обезумевшие», сами себя и друг друга оглушая бешенными криками и телодвижениями. Негодяя Фулона поймали сестрица. «Старый Фулон схвачен, дочка!» И они десятками врывались в толпу, били себя в грудь, рвали на себе волосы и вскрикивали. «Фулон-то жив! Фулон, который советовал голодным питаться травой! Знаете, Фулон велел мне кормить сеном моего старого отца, когда у меня не было хлеба, чтобы его насытить. Фулон хотел, чтобы и младенец мой сосал траву, когда у меня в грудях не стало молока, когда оно высохло от голода. О, Матерь Божия! Покарай ты этого Фулона! О, Господи! Сколько мы натерпелись! Услышьте же вы меня, мой умерший младенец и умирающий отец! Клянусь вам, стоя на коленях! На этих самых камнях клянусь, что отомщу за вас Фулону! Мужья и братья, и вы, молодые люди, дайте нам кровь Фулона, дайте нам голову Фулона, дайте нам сердце Фулона, дайте тело и душу Фулона, растерзайте Фулона на клочки и затопчите его в землю, чтобы из него выросла трава!» С подобными восклицаниями многие женщины кружились на месте, возбуждая себя до белого коленя, начинали бить своих соседей и единомышленников, наконец падали в обморок, и мужчины наскоро убирали их прочь с дороги, чтобы их не растоптали в толпе. Тем не менее патриоты не теряли ни минуты, ни единой секунды. Фулон в ратуши! Фулона могут выпустить из ратуши, но нет, этого предместья не допустит, потому что оно помнит свои вековые обиды и оскорбления. Вооруженные мужчины и женщины устремились с такой поспешностью, увлекая за собой всех, кто был способен сдвинуться с места, что вскоре во всем предместе только и оставалось несколько совсем древних старух да плачущие младенцы. Через четверть часа толпа запрудила весь зал суда, где происходил допрос этому старому, безобразному и порочному человеку, битком набила смежные коридоры и наполнила двор и ближайшие улицы. Дефаржи, муж и жена, так же, как Месть и Жак Третий, находились в первых рядах, недалеко от подсудимого. — Посмотрите, — говорила мадам Дефарж, указывая на него ножом, — посмотрите, как отлично старого подлеца связали веревками, и какая счастливая мысль привязать ему к спине клочок сена! Ха-ха-ха! Вот славная штука! Пускай-ка он его поест теперь! И, сунув нож себе под мышку, она принялась восторженно рукоплескать, как в театре. Люди, стоявшие непосредственно за ее спиной, передали причину ее удовольствия тем, что были сзади них. Те передали тоже другим, другие третьим и четвертым, так что сначала рукоплескали все в зале, потом в коридорах и, наконец, на улице вся толпа. Точно так же в течение двух часов покалились праздные потоки юридического красноречия. Каждый нетерпеливый жест мадам де Фарш, а их было много, подхватывался и повторялся на большие расстояния и с удивительной быстротой. Но это объяснялось тем, что некоторые из предприимчивых зрителей, не могшие попасть в зал, ухитрились, цепляясь за какие-то архитектурные украшения, залезть по наружным стенам к окнам и оттуда смотрели внутрь зала. А так как они хорошо знали мадам де Фарш и замечали все ее движения, то и действовали наподобие телеграфа между ней и толпой, стоявшей на улице. Наконец, солнце взошло так высоко, что благотворный луч его проник в зал и упал в знак надежды или покровительства как раз на голову старого пленника. Такое явное пристрастие показалось присутствующим нестерпимым. В одну минуту преграда пыли и болтовни, продержавшаяся изумительно долго, была разрушена. И Сент-Антуанское предместье ринулось на фулона. В тот же миг все стало известно толпе до самых отдаленных ее рядов. Только что де Фарш перескочил через барьер и через стол, только что он сжал несчастного пленника в своих мощных руках, и мадам де Фарш только что перебралась туда же и сунула руку под одну из веревок, которыми он был опутан. А месть и Жак Третий еще не успели присоединиться к ним, и зрители снаружи не успели прыгнуть через окна в зал, подобно хищным птицам, налетающим на добычу с высоких шестов, как раздался крик, исходивший как бы от всего города. «Выводите его!» «Подайте его сюда, к фонарю!» В миг старика сшибли с ног. Снова подняли. Потащили вон из ратуши головой вниз по ступеням. Он приподнялся на коленях. Его поднимают на ноги, бросают навзничь на спину, бьют, толкают. Душат пригоршнями травы, которую сотни рук суют ему в лицо. Разбитый, растрепанный, окровавленный он все еще задыхаясь просит пощады. То разражается отчаянными жестами, когда часть теснившей его толпы отстранялась другой, также желавшей на него посмотреть. То превращается в безжизненное бревно, которое сотни ног проталкивают вперед. Таким образом дотащили его до ближайшего перекрестка, где висел через улицу роковой фонарь. Только тут мадам де Фарш выпустила его из рук, как сделала бы кошка с мышью. И с безмолвным спокойствием взирала на него, пока другие готовили веревку, а он отчаянно умолял ее о пощаде. Женщины все время с пронзительными криками осыпали его ругательствами, а мужчины сурово требовали, чтобы его казнили с травой во рту. Наконец его вздернули, но веревка оборвалась, и его с криком подхватили и опять повесили. На этот раз веревка была милостива. Она удержала его. И вскоре его голову наткнули на пику и понесли, и столько травы набили ему в рот, что все предместе Сент-Антуан пустилось плясать от такого радостного зрелища. Но этим не кончились злодеяния дня. Народ столько кричал, объясновался, что никак не мог успокоиться. И страсти вскипели с новой силой, когда под вечер пронесся слух, что зять казненного фулона, также враг и угнетатель народа, тоже схвачен, и что его ведут в Париж под сильным конвоем одной кавалерии до пятисот человек. Сент-Антуанское предместе было способно вырвать его из рук целой армии, лишь бы придать той же участи, какая постигла фулона. И вот они расписали все его провинности на больших листах бумаги, овладели им, убили его, насадили на пики его голову и сердце, и носили трофеи этого дня по улицам Парижа, образуя зверскую процессию. Только с наступлением темной ночи вернулись они домой к своим голодным и плачущим детям. Тогда перед жалкими ловчонками хлебопеков вытянулись длинные вереницы покупателей, терпеливо ожидавших своей очереди получить порцию очень дурного хлеба. Долго приходилось им стоять с отощавшими желудками, и они коротали время, обнимая друг друга, и с восторгом вспоминая свои победы и триумфы. Мало-помалу вереницы оборванцев сокращались, исчезали. В верхних этажах начинали мелькать тощие огоньки. На улицах раскладывались скудные костры, вокруг которых соседи собирались, сообща варили себе кушанье, а потом ужинали на пороге своих жилищ. Скудны и несытны были эти ужины, без всяких признаков мяса и едва с какой-нибудь приправой к плохому хлебу. А все-таки человеческие отношения сообщали им какое-то подобие питательности и даже вызывали искры веселости. Отцы и матери, принимавшие участие в худших деяниях этого дня, ласково играли со своими отощавшими детьми. Были тут и влюбленные. Невзирая на все, что они видели и слышали, они могли любить и мечтать о будущем. Было почти утро, когда последние посетители расстались с винной лавкой де фаржа, и хозяин, запирая на ночь дверь, хриплым голосом сказал своей жене. — Наконец-то мы до этого дожили, милая моя. — М-да, — отвечала она, — почти. Предместье уснуло. Де фарж и его жена спали. Даже месть спала рядом со своим тощим лавочником. Отдыхал и барабан. Во всем Сент-Антуанском предместье только у одного барабана голос не изменился от крика и надсады. Если бы месть, бывшая хранительницей барабана, сейчас разбудила его и потребовала от него тех же речей, какие он произносил до взятия Бастилии и до казни старого фулона, он бы их произнес без всякого затруднения и без хрипоты. Не то было сиплыми голосами мужчин и женщин Сент-Антуанского предместья. Глава двадцать третья Огонь загорается Перемена произошла и в деревне, где был известный нам колодец и где жил тот парень, что изо дня в день чинил дороги и с раннего утра, разбивая щебень, выколачивал из камня те скудные кусочки хлеба, с помощью которых его бедная темная душа держалась в бедном изможденном теле. Тюрьма на утесе стояла на месте, но она перестала казаться такой страшной. Там были солдаты, но их оставалось немного. Были и офицеры для начальства над солдатами. Но ни один из них не знал, наверное, что эти солдаты будут делать. В одном только не сомневалось начальство, а именно, что если оно издаст какой-нибудь приказ, то солдаты поступят как раз наоборот. Кругом далеко простирались истощенные земли. Весь округ представлял картину запустения. Каждый зеленый листок, каждая травка, каждый зерновой колос был мелок, сморщен и тщедушен, как и местное население. Все было какое-то согбенное, пришибленное, измученное, разбитое. Жилища, загородки, домашний скот, мужчины, женщины, дети и сама почва их носившая, все было истощено окончательно. Владелец таких угодий, лично иногда очень милый человек, продолжал считаться отцом своих подданных, придавал всему оттенок рыцарской доблести, служил образцом утонченной и роскошной жизни и мало ли каких других прелестей в том же роде. Но именно этот самый властелин и все его сословие были причиной того, что случилось. Странно, почему же мироздание, имевшее целью служить этим властелинам, так скоро истощилось и высохло дотла? Верно, произошла какая-нибудь ошибка в вечных предначертаниях? Как бы то ни было, факт был налицо. Последняя капля крови была выжата. Последний винт пресса так часто завертывали, что он стерся. Пресс ослабел и, наконец, перестал действовать. И владелец бежал от столь позорного и непонятного явления. Но не в этом состояла перемена, происшедшая в той деревне, как и во многих других ей подобных. Владелец и прежде в течение множества десятилетий выжимал из них сок, но очень редко удостаивал деревню своим присутствием. Не иначе, как в сезон охоты, ради которой он отводил диким зверям почетное место среди своих угодий. Нет, перемена была не в том, что не видно было благородных лиц высшего сословия, более или менее выточенных наподобие лица его сиятельства, благообразного господина маркиза. Напротив, перемена в том-то и состояла, что с некоторых пор по деревням начали появляться посторонние лица совсем иного типа и, очевидно, низшего сословия. В то время как парень одиноко сидел в пыли и чинил дорогу, размышляя не столько о том, что сам он прах и должен возвратиться к праху, сколько думая о том, какой скудный ужин предстоит ему сегодня вечером, и как охотно он поел бы гораздо больше, если бы было что. В это время, отрывая глаза от своей одинокой и однообразной работы и озираясь кругом, случилось ему видеть фигуру пешехода, приближавшегося в его сторону. В прежние годы такое зрелище было большой редкостью, а нынче бывало все чаще. По мере того, как пешеход подходил ближе, парень без удивления распознавал в нем человека высокого роста, со всклокоченными волосами, в таких грубых деревянных башмаках, что даже в глазах этого парня они представлялись неладными. Пешеход был угрюмого вида, смуглый, загорелый человек, покрытый грязью и пылью многих проселочных дорог, бурыми следами и плесенью многих болотистых равнин, обрывками листвы, мха и колючек, приставшими к его одежде, пока он продирался по лесным тропинкам. Точно такой человек внезапно предстал перед ним, подобно призраку, в полдень июльского дня, в ту минуту, как парень, укрываясь от града, сыпавшегося из грозовой тучи, присел на кучу щебня под прикрытием придорожного вала. Пешеход посмотрел на него, оглянулся на деревню в лощине, на мельницу, на тюрьму на скале. Порешив в своем непросвещенном уме, что нашел то, что искал, он обратился к парню на каком-то странном, едва понятном наречии и сказал. — Как дела, Жак? — Все благополучно, Жак. — Так здравствуй! Они пожали друг другу руки, и пешеход уселся на ту же кучу щебня. — Не обедаете? — Нет, только ужинаем, — отвечал парень, глядя на него голодными глазами. — Нынче везде так, — проворчал пришедший. — Нигде не обедают. Он вытащил из-за пазухи почерневшую трубку, набил ее, высек огня, раскурил, потом вдруг отставил подальше от лица и двумя пальцами уронил в горевший табак что-то такое, что в один миг вспыхнуло и исчезло в клубе дыма. — Ну, здравствуй! — молвил на этот раз парень, чинивший дорогу и наблюдавший за этой операцией. — Они опять взялись за руки. — Значит, сегодня? — спросил парень. — Сегодня, — отвечал пешеход, снова взяв трубку в рот. — А где? — Здесь. Они сидели на куче щебня и молча смотрели друг на друга. А град сыпался перед ними и на них, точно атака крошечных штыков, пока небо не начало светлить и проясняться над деревней. — Покажи мне, — сказал тогда пешеход, вставая и направляясь к вершине холма. — Смотри, — молвил парень, протягивая руку, — ступай в эту сторону, как спустишься с горы и пройдешь прямо вдоль улицы, мимо колодца. — К черту все это! — прервал его пешеход, оглядывая местность. — Я не хожу ни по улицам, ни мимо колодцев. Укажи другой путь. — Ну так за две мили от вершины того холма, что по ту сторону деревни. — Хорошо. Ты когда уходишь с работы? — На закате солнце. — Так разбуди меня перед уходом. Я две ночи шел без отдыха. Дай только выкурить трубку. Я лягу и усну, как малое дитя. А ты разбудишь? — Разбужу. Пешеход выкурил трубку, сунул ее обратно за пазуху, спустил с ног свои громадные деревянные башмаки и лег навзничь на кучу щебня. Почти в ту же минуту он крепко заснул. Парень продолжал свою работу. Между тем грозовые тучи прошли мимо. На небе показались промежутки синего неба и сияющих белых облаков. Вся окрестность озарилась блеском серебристых капель. А парень вместо синей шапки теперь на нем был красный колпак. Все посматривал на спящего человека и почти не мог отвести от него глаз. Он рассматривал его так пристально, что лишь машинально постукивал молотком, и дело его подвигалось вперед крайне медленно. Это бронзовое лицо, всклокоченные черные волосы и борода, красный колпак из грубой шерсти, простая одежда, смесь домашнего тканья с мохнатыми звериными шкурами, мощное телосложение, закаленное лишениями всякого рода, угрюмое выражение лица и плотно сомкнутые губы. Все в этом человеке внушало ему благоговение. Видно было, что идет он издалека, потому что ноги были покрыты ссадинами, а повыше щиколотки — исцарапаны до крови. Тяжелые башмаки, изнутри высланные травой и листьями, должно быть, трудно было влачить на такие далекие расстояния, а все платье было в дырах. Наклонившись над ним поближе, парень пробовал подсмотреть, нет ли у него за пазухой или в ином месте секретного оружия, но так и не высмотрел ничего, потому что тот спал с крепко сложенными на груди руками и не разжимал их так же решительно, как не разевал рта. В уме парня бродила мысль, что для такого человека не существует никаких преград, что укрепленные города, чистоколы, сторожевые будки, крепостные ворота, траншеи и подъемные мосты — для него сущие пустяки. И когда он отвел от него глаза и оглянулся кругом, в его маленьком воображении стало рисоваться много точно таких же фигур, идущих в разные стороны по всей Франции и не ведающих никаких препятствий. Пешеход спал, безразлично относясь к грозовым тучам и к солнечному сиянию. Припекало ли ему лицо, или оно было в тени, обдавало ли его градом по всему телу, или эти градины одним лучом света превращались в бриллианты. Он спал, покуда солнце не спустилось на край горизонта и все небо не пылало заревом заката. Парень собрался уходить домой, собрал весь свой инструмент и разбудил его. — Ладно, — молвил пешеход, приподнявшись на локте, — так ты говоришь за две мили от вершины по ту сторону холма? — Около того. — Около того? — Хорошо. Парень пошел домой. Ветер вздымал перед ним столбы пыли, опережая его на пути в деревню. Вскоре он дошел до колодца, протискался сквозь толпу тощих коров, пригнанных на водопой, и начал так усердно шептаться со всей деревней, что казалось, будто он нашептывал что-то и коровам. Когда деревня поужинала кое-чем, она не легла спать, как делала обыкновенно, а напротив, опять высыпала на улицу и тут осталась. При этом замечалась в населении странная наклонность к разговору шепотом, а когда стемнело и оно собралось уколоться, то проявила другую странную наклонность — выжидательно поглядывать все в одну определенную сторону. Месье Габель, главный сановник этой местности, пришел в тревожное состояние. Он влез на крышу своего дома и тоже стал смотреть в ту сторону, попробовал из-за труб своего жилища рассмотреть выражения хмурых лиц, собравшихся у колодца, и послал сказать Пономарю, хранившему ключи от церкви, что сегодня он может понадобиться ударить в набат. Ночная тьма сгущалась. Высокие деревья, окружавшие старый замок и сторожившие его величавое уединение, начали шевелиться и помахивать ветвями, как будто угрожая темной каменной громаде, черневшей в темноте. Поднявшийся ветер обвивал двойные ступени и террасы парадного подъезда и стучал в двери точно прыткий вестник, будивший отголоски внутри дома. Тревожными порывами врывался он в сени, шевелил на стенах старинные ножи и копья. С жалобным воем забирался вверх по ступеням и потрясал драпировки кровати, на которой спал последний маркиз. С севера, востока, запада и юга шли через лес четыре всклокоченные фигуры. Тяжело ступая в высокой траве и потрескивая мелкими сучьями, они осторожно пробирались к одному пункту и сошлись на дворе замка. Тут зажглись в темноте четыре огонька. Они направились в разные стороны, скрылись из виду и снова все стало темно. Но ненадолго. В скором времени замок стал обозначаться сам собой, как будто светился изнутри. Сначала вдоль переднего фасада пробежала световая струйка и, заигрывая с архитектурными украшениями, стала выступать на прозрачных местах, ясно обрисовывая очертания окон, сводов и балюстрат. Потом поднялась выше, разрослась, засияла ярким блеском. И вдруг из двадцати больших окон хлынуло наружу красное пламя, и каменные лица, проснувшись, вытаращили глаза на огонь. Тихий говор поднялся в усадьбе, где оставалось очень немного прислуги. Кто-то оседлал лошадь и, вскочив в седло, уехал со двора. Он работал шпорами, скакал по грязи в темноте, придержал лошадь только у колодца. И всю в поту остановил ее у двери месье Габеля. — Помогите, Габель, помогайте все, кто может! Били в набат, но помощи ниоткуда не было. Парень, обыкновенно чинивший дорогу, и все двести пятьдесят его закадычных друзей, скрестив руки, стояли у колодца и любовались огненным столбом на небе. — Футов сорок вышину, пожалуй, будет, — говорили они и не трогались с места. Всадник из замка и его лошадь, покрытая пеной, поскакали вдоль по улице назад, вверх по крутому откосу, на скалу к тюремной башне. У ворот стояла группа офицеров, смотревшая на огонь, поодаль от них другая группа — солдаты. — Помогите, господа офицеры, замок горит. Если вовремя подоспеете, можно еще спасти много ценных предметов. Помогите! Офицеры посмотрели на солдат. Те смотрели на огонь. Начальство не произносило никаких приказов. Они пожимали плечами, кусали себе губы и говорили «Пускай горит». Всадник поскакал обратно с горы и, проезжая вдоль улицы, увидел, что деревня устраивает у себя иллюминацию. Все тот же парень и его двести пятьдесят закадычных друзей единодушно вдохновились мыслю отпраздновать пожар и кинулись в свои домишки выставлять зажженные свечи в каждом тусклом окошке. Так как редко у кого из них водился запас свечей, они довольно бесцеремонно потребовали у месье Габеля выдачи этого товара взаймы. А когда этот сановник немного замялся и не вдруг удовлетворил их требования, тот же парень, всегда отличавшийся с мирным нравом и покорностью, придержащим властям, высказал замечание, что почтовые кареты вполне пригодны для потешных огней, а почтовых лошадей можно жарить. Замок оставили в покое, и он погибал в пламени. Во время пожара поднялся горячий ветер, словно прямо из преисподней. Он еще пуще раздувал огонь, как бы с намерением снести замок с лица земли. По мере того, как пламя то разгоралось, то затихало, каменные лица на стенах принимали такое выражение, как будто их мучат. Когда обрушилась значительная часть дерева и камня, то лицо над окном, что отличалось двумя впадинками на носу, совсем почернело. Потом оно несколько раз скрывалось в дыму и снова выглядывало, уподобляясь лицу жестокого маркиза, точно будто его сжигали на костре, и он терпел огненную пытку. Замок горел. Ближайшие к нему деревья, охваченные пламенем, корчились и высыхали. Деревья, росшие на некотором расстоянии от усадьбы, нарочно подожженные теми же четырьмя решительными пришельцами, опоясали пылающую громаду новым кольцом огня и дыма. Расплавленные свинец и железо кипели в мраморном бассейне фонтана. Вода иссякла в нем. Остроконечные кровли башен растаяли, как лед на солнце, и пламенными ручьями они падали во двор. Толстые стены дали щели и трещины, разветвлявшиеся в них наподобие кристаллов. Ошеломленные птицы метались в воздухе и падали в раскаленную массу. Четыре зловещие фигуры ушли прочь, направляясь к северу и к югу, на восток и на запад, по дорогам, окутанным ночной тьмой, причем горящий замок служил им путеводным маяком, и они шли дальше продолжать начатое дело. Иллюминованная деревня овладела колокольней, прогнала официального звонаря и подняла радостный трезвон. Мало того, у деревни голова закружилась от голода, от огня и от трезвона. Надумались вдруг вытребовать к отчету месье Габеля, потому что он считался сборщиком оброков и податей. Хотя Богу известно, что за последнее время собирать было совершенно нечего. И вот они окружили его дом и стали громкими криками вызывать его для личных переговоров. Вместо ответа месье Габель наглухо запер и заставил свою дверь, а сам спрятался, дабы обдумать дальнейший план действий. Результатом раздумья было то, что он залез на крышу собственного жилища и притаился между печных труб, на сей раз окончательно решив, что если ворвутся в дом, сам он был южанин, маленький и смуглый человек мстительного темперамента, то он бросится с крыши головой вниз и хоть своей тяжестью пришибет одного или двух осаждающих. Очень вероятно, что ночь показалась ему ужасно длинной, пока он сидел на крыше при свете замка, пылавшего вдали, под музыку колокольного звона и отчаянного стука в свою дверь, не считая того, что как раз перед воротами почтового двора через улицу висел зловещий фонарь, который местное население страстно желало заменить его собственной особой. Должно быть неприятно ему было провести целую летнюю ночь на краю этого черного океана и каждую минуту ожидать, что надо будет кувыркнуться в него стремглав согласно принятому решению. Но утренняя заря занялась наконец. Деревенские свечки все выгорели. Народ, по счастью, разошелся, и месье Габель сошел обратно в дом, на этот раз не расставшись с жизнью. В эту ночь и во многие последующие ночи на сто миль кругом горели такие же огни, и были там такие же сановники. Но они далеко не так счастливо отделывались, и бывало, что восходящее солнце заставало их висящими на фонарных веревках поперек когда-то мирной сельской улицы, где они родились и выросли. Но были в то же время крестьяне и горожане менее счастливые, нежели известный нам парень, чинивший дороги, и его закадычные приятели. Местное начальство справлялось с ними по-своему. Местная воинская команда содействовала ему. И общими силами они ловили и, в свою очередь, вешали бунтовщиков. Но неодолимые фигуры твердой поступью шли на восток и на запад, на север и на юг. И кто бы ни висел, кто бы кого ни вешал, огонь делал свое дело. И ни один чиновник даже с помощью математики не мог бы вычислить, какой высоты должна быть та виселица, которая, превратившись в воду, могла бы погасить этот огонь. Так прошли три бурных года, в продолжении которых огни горели все жарче, море поднималось все выше. Сама земля содрогалась от напора разгневанного океана, волны которого не ведали больше отлива. Все катились одна на другую, все пребывали к изумлению и ужасу стоявших на берегу. Еще три раза маленькая Люси праздновала день своего рождения. И каждый из них золотой нитью вплетался в мирную ткань ее жизни под родительским кровом. Много раз по вечерам обитатели закоулка прислушивались к отголоскам того, что совершалось вдали, и сердца их сжимались от этих звуков. Им казалось, что они слышат бешеный топот народа, метущегося под синью красного знамени, объявившего отечество в опасности и под влиянием каких-то злобных чар, превратившегося в стадо лютых зверей, которые упорно отказываются снова принять образ человеческий. Тот высший класс французского общества, который возмущался тем, что его перестали признавать наипервейшим, догадался наконец, что он никому не нужен во Франции, и что дальнейшее его пребывание в Отечестве угрожает даже его существованию. Уподобляясь тому деревенскому дурню в сказке, который с величайшим трудом ухитрился вызвать черта и так испугался, когда увидел его, что не нашелся, о чем его спросить, и опрометью бросился бежать. Так и французский вельможа, многие годы упражнявшаяся в чтении молитвы Господней на выворот и всякими иными ухищрениями старавшаяся вызвать сатану, завидев его воочию, пришел в такой ужас, что бежал без оглядки. Не дремлющее око придворного этикета исчезло из виду, иначе оно сделалось бы мишенью для целой тучи народных пуль. Оно никогда не отличалось особой дальновидностью, соединяя в себе качество сатанинской гордости, сардонопаловой пышности и слепоту крота. Но оно вовремя вывалилось, и его не стало. Не стало и всего двора, начиная от центрального исключительного кружка и кончая самыми крайними пределами его интриг, распутства и лицемерия. Все ушло. Королевская фамилия исчезла, подверглась правильной осаде в своем собственном дворце и по последним известиям была упразднена. Был август месяц 1792 года, и в эту пору французский вельможа рассеялся по лицу земли. Само собой разумеется, что местом сборища и великим прибежищем таких вельмож в Лондоне был Тельсонов банк. Говорят, что души умерших чаще всего являются в тех местах, где они чаще бывали воплоти. Так и вельможи, лишившиеся последних своих червонцев, посещали то место, где эти червонцы прежде лежали. Кроме того, сюда всего скорее стекались из-за моря наиболее достоверные вести. К тому же фирма Тельсона была очень тараватая фирма и оказывала щедрые пособия тем из своих прежних клиентов, которые впали в бедность. Впрочем, и те из дворян, которые вовремя заметили надвигающуюся бурю и, опасаясь грабежей и конфискаций, успели заранее перевести свои капиталы в Тельсонов банк, никогда не отказывали в поддержке своим разоренным собратьям. К этому надо прибавить, что каждый вновь прибывающий из Франции считал как бы непременным долгом показаться у Тельсона и сообщить самые последние известия о том, что творилось за морем. По всем этим причинам Тельсонов банк в эту пору играл роль политической биржи по отношению к французским делам. И этот факт был так хорошо известен публике, и столько народу вследствие того являлось сюда за сведениями, что Тельсон часто выставлял в окнах конторы листы бумаги, на которых в одной или двух строках прописаны были самые свежие новости, дабы все проходящие через темплские ворота могли их прочесть. В один тусклый и туманный день после полудня мистер Лори сидел у своей конторки, а Чарльз Дарней стоял возле, облокотившись на нее, и в полголоса беседовал со стариком. Тесная коморка, в прежнее время предназначавшаяся для личных переговоров с главой фирмы, превратилась теперь в контору для обмена вестей и была битком набита посетителями. Время дня было за полчаса до закрытия конторы. «Хотя я и знаю, что моложе вас никого на свете не бывает», говорил Чарльз Дарней недоумевающим тоном. «А все-таки я позволю себе напомнить вам...» «Понимаю. Вы хотите сказать, что я уж слишком стар?» сказал мистер Лори. «Нет, но погода стоит переменная. Путь дальний, способы сообщения плохие, вся страна в расстройстве. А в городе даже и для вас может быть небезопасно». «Милый мой Чарльз», — сказал мистер Лори с бодрой уверенностью, «вы коснулись нескольких причин, которые скорее побуждают меня ехать, чем оставаться. Для меня никакой опасности быть не может. Кому охота возиться с человеком, которому скоро уж стукнет восемьдесят лет, тогда как много есть народу и помоложе меня? Что до того, что в городе царствует неурядица, ведь в этом и дело все. Не будь там неурядицы, не было бы надобности посылать из здешней конторы в тамошню доверенного человека, который досконально был бы знаком и с городом, и с делом, и на кого притом Тельсон мог бы вполне положиться. Что же касается плохих дорог, длинного пути и зимней погоды, правда, это все представляет некоторые неудобства, но кто же, как не я, готов переносить их ради пользы Тельсона? «Мне бы самому хотелось поехать», — проговорил Чарльз Дарни, тревожно и как бы нечаянно подумав вслух. «В самом деле?» «Вот и спрашивай у него советов и указаний», — воскликнул мистер Лори. «Вам бы и хотелось самому поехать, а еще природный француз. Нечего сказать. Мудрый советчик». «Дорогой мистер Лори, именно потому, что я природный француз, эта мысль и приходит мне в голову очень часто, хотя, признаюсь, я высказал ее здесь совершенно нечаянно. Как-то невольно думается, что когда до некоторой степени сочувствуешь этому несчастному народу и кое-чем даже поступился в его пользу, — эти слова он произнес задумчиво и как бы тоже нечаянно, — то имеешь право ожидать, что тебя послушают. И, может быть, удалось бы их убедить, что необходимо наконец умерить эти разнузданные страсти. Вчера вечером, после того, как вы от нас ушли, мы разговаривали об этом с Люси. «Разговорились с Люси. Так-так», — перебил его мистер Лори. «Постыдились бы поминать имя Люси, коли помышляете в такую пору ехать во Францию. Но ведь я не еду», — сказал Чарльз Дарний, улыбаясь. «А вот вы так намереваетесь ехать». «Да, я-то в самом деле поеду. По правде сказать, дорогой мой Чарльз...» Тут мистер Лори понизил голос и мельком взглянул на сидящего вдали главу фирмы. «Вы себе представить не можете, как трудно становится справляться с нашими делами и в какой опасности находятся теперь все наши счетные книги и бумаги там, в Париже. Богу единому известно, в какое неприятное положение могут быть поставлены многие лица, если бы наши документы там вздумали схватить и уничтожить. А ведь это очень возможное дело. И кто поручится, что сегодня Париж не сожгут дотла, а завтра в нем не будет поголовной резни? Между тем, если как можно скорее туда пробраться, выбрать наиболее важные бумаги, тщательно их зарыть или иначе как-нибудь припрятать, было бы всего умнее сделать это теперь же. А кто в состоянии все это исполнить, как следует, коленея? Кроме меня некому. И Тельсон знает это и сам говорил. И неужели из-за того, что у меня ноги стали плохи и суставы не гнутся, я не потружусь для Тельсона, тогда как вот уже шестьдесят лет, как я ем его хлеб? — Да, я еще на что-нибудь гожусь, сэр. Я совсем малокосос по сравнению с полудюжиной старых хрычей, которые все еще здесь кропают. Я всегда восхищался вашей юношеской бодростью, вашим предприимчивым духом, мистер Лори. Ну-ну, это вздор, сэр. — И вот что еще, милый мой Чарльз, — продолжал мистер Лори опять, мельком взглянув на главу фирмы. Вы должны помнить, что в настоящее время добыть что-либо из Парижа — почти невозможное дело. Не далее, как сегодня, некоторые бумаги и драгоценные предметы, говорю вам это по секрету. По-настоящему таких вещей даже и вам не следовало бы говорить, доставлены нам такими странными лицами, что страннее этого трудно себе что-нибудь представить. А проходя через границу, каждый из них при этом рисковал головой, и жизнь его, можно сказать, висела на волоске. В другое время наши посылки приходили так же легко и правильно, как в деловой Англии, а нынче совершенно другое дело. На границе все задерживают. И вы в самом деле уезжаете сегодня вечером? В самом деле сегодня же еду. Дело так поставлено, что не терпит отлагательства. И никого не берете с собой? Предлагали мне много всякого народу, но для меня никто из них не годится. Я намерен взять с собой Джерри. Он столько лет служил мне телохранителем по воскресным вечерам, что я к нему привык. Он не имеет подозрительного вида. Всякому будет ясно, что это не что иное, как английский бульдог, который ровно ничего не замышляет, а только тукнет по голове каждого, кто вздумает тронуть его хозяина. Опять-таки скажу, что от всей души восхищаюсь вашей храбростью и юношеским пылом. А я опять скажу, что это вздор. Вот когда я выполню эту маленькую миссию, может быть, я и соглашусь на предложение Тельсона удалиться от дел и пожить в свое удовольствие. Тогда будет время состариться по-настоящему. Этот разговор происходил у старой конторки мистера Лори, а за два или за три шага от нее стояла целая вереница именитых французских дворян, которые хвастались тем, что в самом скором времени отомстят этой подлой черни за ее бесчинство. В те времена почти все эти важные господа, бежавшие за границу, говорили то же самое. А природные британцы со свойственной им прямолинейностью смотрели на эту страшную революцию как на единственное в мире явление, когда люди пожинают то, чего никогда не сеяли. Как будто издавна все это не готовилось самым очевидным образом, как будто все, чем возможно было вызвать такие явления, не было сделано. Недаром же более дальновидные мыслители, наблюдавшие судьбы миллионов этого несчастного французского народа, видевшие полное извращение и истощение богатств этой страны, гибель того, от чего зависело ее процветание, давно предвидели то, что неминуемо должно было случиться, и за много лет перед тем предсказывали, чем это кончится. Досадно было слушать пустую болтовню этих господ, строивших при том самые нелепые планы для восстановления такого порядка вещей, которые не только отжил свой век, но опротивил и богу, и людям. В особенности трудно было переносить такое пустословие человеку здравомыслящему и понимавшему сущность дела. И вот почему Чарльз Дарний, у которого голова начинала кружиться и в ушах шумела от такого непрерывного и вздорного говора, пришел в нервное состояние и ощущал какую-то смутную тревогу и возбуждение. В числе болтавших находился Страйвер, член Королевского суда, делавший блестящую карьеру, стоявший уже на одной из высших ступеней судейской иерархии и потому очень громко высказывавший свои мысли по этому вопросу. Он подавал советы дворянству, как надо стереть народ в порошок, сдуть его с лица земли и отныне обходиться без него. И многие другие проекты в том же духе, вроде того, чтобы искоренить всю орлиную породу, насыпав орлам соли на хвосты. Голосу Страйвера Дарний прислушивался с особенным отвращением и все время колебался между желанием уйти, чтобы его не слышать, и стремлением остаться, чтобы вступить в разговор и опровергнуть его. Но тут случилось то, что судьба подготовила заранее. Глава фирмы подошел к конторке мистера Лори и, положив перед ним перепачканное, но нераспечатанное письмо, осведомился, не напал ли он на след того лица, которому оно адресовано. Банкир положил письмо так близко от Дарния, что тот невольно прочел адрес, тем более, что на конверте стояло его собственное, настоящее имя. Адрес, написанный по-французски, был таков. Весьма нужное. Господину, бывшему маркизу де Сент-Эвремонду из Франции, через господ Тельсона и компанию, банкиров в Лондоне, в Англию. В день свадьбы доктор Маннет особенно настойчиво и убедительно просил Чарльза Дарния, чтобы без его, доктора разрешения, это имя оставалось тайной между ними. Никому иному не было известно, что его так зовут. Его собственная жена не подозревала об этом, а мистеру Лори, конечно, и в голову не могло прийти. — Нет, — отвечал Лори на вопрос банкира. — Я его показывал, кажется, решительно всем, кто здесь был, и никто не мог дать мне никаких указаний насчет места пребывания этого джентльмена. Так как стрелки на часах указывали время прекращения занятий в конторе, вся вереница болтающего дворянства потянулась к выходу мимо конторки мистера Лори. Он с вопросительным видом протянул им навстречу руку с письмом, и каждый, взглянув на него, высказал какое-нибудь неодобрительное замечание насчет безвести пропавшего маркиза, кто на английском, кто на французском языке. — Племянник, кажется, но, во всяком случае, недостойный отпруск этого высокообразованного маркиза, что был убит, — сказал один. — Я очень рад, что никогда его не видывал. Трус, покинувший свой пост несколько лет тому назад, изрек другой сиятельный господин, который, к слову сказать, спасаясь из Парижа, был вывезен ногами вперед, лежа в вазу с сеном, и чуть не задохся. — Он заразился новыми доктринами, — заявил третий, мимоходом взглянув на адрес через Лорнет. Враждовал спокойным маркизом, получив наследство, отказался от него и предоставил все свое состояние грубым простолюдинам, надеясь, что они теперь вознаградят его по заслугам. — Что? — зарычал Страйвер. — Он это сделал? — Так вот какого сорта этот господин. Дайте-ка мне посмотреть, как зовут подлеца. Черт бы его взял! Дарней был не в силах дольше сдерживаться. Он тронул мистера Страйвера за плечо и сказал. — Я знаю этого господина. — Знаете? — гаркнул Страйвер. — Черт возьми! Сожалею об этом! — Почему? — Как почему, мистер Дарней? Разве вы не слыхали, как он отличился? Чего же вы спрашиваете после этого? А я все-таки спрашиваю. — Почему? — Так я вам опять отвечу. Очень жаль. Весьма сожалею, мистер Дарней, что вы задаете такие странные вопросы. Нам говорят о человеке, зараженном самыми вредоносными и кощунственными правилами, который предоставил свое имущество самым низким подонкам общества, предающимся всяким злодеяниям и огульному душегубству. А вы меня спрашиваете, почему я сожалею, что наставник нашего юношества знаком с подобным человеком? Ну, хорошо, я вам так быть отвечу. Я потому сожалею об этом, что негодяйство таких мерзавцев бывает заразительно. Вот почему. Помня, что он дал слово хранить тайну, Дарней с большим трудом сдержал свой гнев и сказал... — Вы, может быть, не способны понять этого джентльмена. — Но я способен загнать вас в угол, мистер Дарней, — сказал неукротимый Страйвер. — И я это сделаю. Если этот господин настоящий джентльмен, то я его не понимаю. Кланяйтесь ему от меня, да так и скажите. И еще передайте ему от меня, что после того, как он все свое состояние и общественное положение отдал в руки кровожадной черни, я удивляюсь, почему же он не стал предводителем этой толпы? — Да нет, господа, — продолжал Страйвер, оглядываясь на публику и щелкнув пальцами, — я довольно изучил человеческую натуру. И могу поручиться, что люди, подобные этому молодцу, ни за что не рискнут собственной шкурой и не отдадутся во власть своих милых дружков. Нет, господа, когда дело дойдет до драки, такой молодец всегда пойдет наутек, только пятки им покажет. С этими словами и еще раз щелкнув пальцами, мистер Страйвер протолкался к выходу и вышел на улицу, провожаемый знаками всеобщего одобрения. Мистер Лори и Чарльз Дарней остались одни у конторки, так как все служащие также ушли из банка. — Не возьметесь ли вы доставить это письмо по назначению? — сказал мистер Лори. — Вы знаете, где живет этот господин? — Знаю. — Так объясните ему, что письмо адресовано сюда, вероятно, в том предположении, что здесь найдется кто-нибудь могущий доставить его кому следует, и что оно лежит в конторе уже довольно давно. — Хорошо, я передам. — Вы уезжаете в Париж прямо отсюда? — Прямо отсюда. Восемь часов. — Я зайду еще. Провожу вас. Очень недовольный и собой, и с Трайвером, и большинством человечества, Дарней прошел подальше в Темпл, выискал укромное место, распечатал письмо и прочел его. Там было написано следующее. Тюрьма Аббатство. Париж. 21 июня 1792 года. — Господин бывший маркиз. В течение долгого времени жизнь моя была в постоянной опасности со стороны деревни, но, наконец, меня схватили и с крайней грубостью и насилием потащили вплоть до Парижа пешком. Дорогой я претерпевал всякие мучения. — Мало того, дом мой сожгли и уничтожили дотла. — Преступление, за которое я попал в тюрьму, господин бывший маркиз, и должен на днях предстать перед судилищем и даже лишиться жизни, если только вы не окажете мне великодушной помощи, состоит в том, что я будто бы провинился против народного величества и действовал против народа, защищая интересы эмигранта. Тщетно я выставлял им на вид, что еще до отобрания в казну имущества эмигрантов я отменил все оброки, которые они и так перестали платить, что не требовал никаких пошлин и не заводил ни одного тяжебного дела. — На все мне отвечают, что я действовал за эмигранта. — И где этот эмигрант? — Ах, милостивейший государь, бывший господин маркиз, где этот эмигрант? — Я и во сне взываю, где он, и, Бога молю, чтобы он приехал и оправдал меня. Ответа не получаю. — Ах, господин бывший маркиз, внемлите из-за моря жалостному моему крику. Я все еще в надежде, что вы услышите мой отчаянный призыв через знаменитый банк Тельсона, известный и в Париже. Ради Бога, ради справедливости, ради великодушия и чести вашего благородного имени молю вас, господин бывший маркиз, окажите мне помощь, освободите меня. — Вся моя вина в том, что я был верным слугой вашей фамилии. — О, господин бывший маркиз, умоляю вас не отступиться от меня. Из всего ужасного тюремного заключения, откуда с каждым часом приближаюсь к своей конечной гибели, посылаю вам, господин бывший маркиз, уверение в моей горемычной преданности. — Ваш злополучный габель! Смутная тревога, гнездившаяся в уме Дарния при чтении этого письма, перешла в сильнейшее волнение. Смертельная опасность, которой подвергался старый и хороший слуга, только тем и провинившаяся, что верно служил ему и его семейству, задела его заживое. Немым укором веяло от этого письма, и Дарний сновал взад и вперед по двору темпла, размышляя, что делать. И ему было так совестно, что хотелось скрыть свое лицо от прохожих. Он отлично понимал, что действовал не совсем правильно. Когда в ужасе от того кровавого дела, которое завершило злодеяние, и жестокую репутацию его старинного фамильного гнезда, он бежал оттуда, питая ужасные подозрения против своего дяди, и с отвращением взирая на всю шаткую систему управления, которую он, по своему общественному положению, должен был поддерживать. Он знал, что из любви к Люси слишком поспешно и небрежно бросил на родине все дела, и отказался от своих наследственных прав. Он знал, что все это надо было привести в некоторую систему, лично присмотреть за выполнением своего плана, помнил, что именно так и намерен был поступить, но на деле поступил иначе. Он сознавал, что, устроив свое семейное счастье в мирном уголке Англии, он принужден был постоянно и усиленно работать для поддержания семьи. Между тем времена настали смутные, и быстрые перемены вещей на его родине совершались так часто, что события одной недели перевертывали все планы предыдущей недели, а еще через неделю все опять перестраивалось на новый лад. Он знал, что в своей бездеятельности уступал именно силе этих внешних обстоятельств, и хотя совесть слегка упрекала его за это, но не постоянно, и он не делал никаких усилий противостоять этим обстоятельствам, он ждал удобного момента для начала своих действий, а время шло, события быстро сменялись, и, наконец, стало уже поздно. Дворянство бросилось из Франции в рассыпную, бежало всякими путями, их поместья подвергались разграблению или конфискации. Сами имена и титулы стирались с лица земли. Все это было ему известно не хуже, чем тем лицам, которые представляли теперь правительственную власть во Франции и могли призвать его к ответу. Но он лично никого не притеснял, никого не сажал в тюрьму, не только насильственно не выжимал податей и оброков, но добровольно отказался от них, ушел в чужую страну. Без претензий пробил себе дорогу и с собственным трудом добывал себе хлеб. Управляющий, месье Габель, действовал по его письменным указаниям, кое-как поддерживая истощенное и опутанное долговыми обязательствами имение и раздавая крестьянам то немногое, чем еще можно было распорядиться. Например, зимой он отдавал им все топливо, какое дозволяли брать суровые кредиторы, а летом весь хлеб, остававшийся от уплаты по тем же обязательствам. Нет сомнения, что все эти факты были налицо. И Габель ради собственной безопасности имел на то надлежащие доказательства и документы, так что можно было все это предъявить в его оправдании. Эти соображения окончательно повлияли на отчаянную решимость Чарльза Дарния съездить лично в Париж. Подобно тому мореплавателю, о котором говорится в старинном предании, он отдался ветрам и течению. Они направили его к подводным скалам, и вот они притягивают его к себе. Он чувствует это притяжение и поневоле плывет туда. Все, что представлялось его уму, содействовало этой иллюзии, и все быстрее, все напряженнее влекло его в ту сторону. Тревожное состояние, мучившее его в последнее время, основывалось на том, что в его несчастном отечестве нечистыми руками преследовались нечистые цели. Он не мог не сознавать себя выше и лучше тамошних деятелей, а между тем оставался на месте и не шел туда, не пытался остановить кровопролитие, не пробовал пробудить в своих соотечественниках инстинктов милосердия и человеколюбия. И вот в то самое время, как он подавлял в себе эти мысли и стремления и сам себя упрекал в этом, пришлось ему сравнить свое душевное состояние с совестью честного старика, ставившего долг выше всего на свете. Такое сравнение само по себе было ему в душе очень обидно, а тут еще посыпались презрительные отзывы французского дворянства и пуще всего насмешки Стравера, особенно оскорбительные и грубые, потому что они издавна друг друга недолюбливали. Вдобавок ко всему он прочел письмо Габеля, невинного человека, в смертельной опасности, взывавшего к его справедливости, дворянской чести и благородному имени. Результат был неизбежен. Надо ехать в Париж. Да, подводные скалы притягивали его, и он должен был плыть, пока не ударится о камни. Но он не знал, что это опасно, и не подозревал о существовании подводных камней. Как неповерхностно исполнена была его задача на родине, но то намерение, которое его одушевляло при этом, было так хорошо, что ему казалось, будто стоит лишь явиться на место и заявить о том, как все было, и его сограждане ему же еще будут благодарны за это. И тут представилась ему чудная перспектива пользы и добра, так часто составляющая любимую мечту многих здравомыслящих людей, и воображение начало рисовать ему возможность оказать благотворное влияние на эту страшную революцию и произвести там спасительный переворот. Приняв такое решение, он продолжал еще некоторое время шагать взад и вперед по темплу, размышляя, что ни Люси, ни ее отец не должны ничего знать об этом, пока он не уедет. Пускай Люси не ведает горечи прощания перед разлукой, а отец ее, всегда неохотно направляющий свои мысли на эту издавна для него опасную почву, пускай узнает об его отъезде как о свершившемся факте, а не как о сомнительном проекте, насчет которого еще возможны какие-либо колебания. Он не останавливался на соображениях о том, насколько неопределенность и незаконченность его положения зависели от ее отца, в том смысле, что Дарни всегда стеснялся чем-либо напомнить доктору о его прежних злоключениях во Франции. Но справедливость требует напомнить, что и это обстоятельство играло немаловажную роль в том, как сложилась его судьба. Погруженный в такие размышления, он до тех пор шагал по улицам, покуда не настало время вернуться в контору Тельсона и проводить мистера Лори. Приехав в Париж, он, конечно, первым долгом объявится к своему старому другу, но сегодня ни слова ему не скажет о своих намерениях. У дверей конторы уже стояла почтовая карета, и Джерри в высоких сапогах и дорожном платье был готов к отъезду. — Я передал письмо, — сказал Чарльз Дарни и мистер Лори. Я не согласился обременять вас письменным ответом, но, может быть, вы не откажетесь передать устный? — Охотно передам, — сказал мистер Лори, лишь бы это не было что-нибудь опасное. — О, нисколько! Хотя, впрочем, ответ нужно доставить одному из заключенных в тюрьме при аббатстве. — Как его зовут? — спросил мистер Лори, раскрывая свою записную книжку. — Габель. — Габель, а что же нужно сказать злополучному Габелю, сидящему в тюрьме? — Только что письмо получено, и он приедет. — Без обозначения времени. Можете сказать, что он выйдет в путь завтра вечером. — Не упоминать ничего имени? — Нет. Дарни и помог мистеру Лори закутаться в несколько теплых одежд и плащей, и вместе с ним вышел из нагретой атмосферы старой банкирской конторы в сырой туман Флит-стрит. — Мой нежный привет Люси и малютки Люси так же, — сказал мистер Лори на прощание. — И смотрите за ними хорошенько до моего возвращения. Чарльз Дарни покачал головой, загадочно улыбнулся, и карета укатила. В этот вечер, 14 августа, он засиделся у своего письменного стола и написал два горячих письма. Одно к жене с объяснением настоятельной причины, вызывающей его в Париж, и с изложением всех доводов, что для него лично эта поездка не представляла никакой опасности. Другое письмо было к доктору, которому он поручал заботу о Люси и об их дочке, и с уверенностью распространялся на тему о своей безопасности. В обоих письмах он обещал писать им тотчас по приезде на родину, в доказательство того, что путешествие совершилось благополучно. Тяжело ему было проводить с ними последний день, имея на душе такую тайну, первую с тех пор, как он женился. Трудно было поддерживать невинный обман, которого они до такой степени не подозревали. Но стоило ему взглянуть с любовью на жену, глубоко спокойную и счастливую среди своих домашних хлопот, и он снова укреплялся в своем решении держать дело в секрете. Между тем, ему было так странно обходиться без ее тихого содействия и сочувствия, что он несколько раз чуть не сообщил ей того, что собирался сделать. День прошел скоро. Под вечер он нежно обнял ее, потом не менее любимую свою дочку сказал, что скоро вернется. Предварительно он притворился, что куда-то отозван на весь вечер, и заранее уложил и втайне приготовил свой чемодан. С тяжелым сердцем вышел на сумрачную улицу и погрузился в тяжелый туман. Невидимая сила мощно притягивала его к себе, и морской прилив и попутный ветер стойко влекли его все в ту же сторону. Он отдал оба письма благонадежному рассыльному, распорядившись, чтобы тот доставил их по назначению никак не раньше, как за полчаса до полуночи. Нанял лошадь в дувр и отправился в путь. — Ради Бога, ради справедливости, ради великодушия и чести вашего благородного имени! — заклинал его бедный пленник. И эти слова укрепляли его ослабевшее сердце в ту минуту, как он покидал все, что было ему дорого на этом свете, и уплывал вдаль, прямо к подводным скалам. Часть третья По следам бури Глава первая В секретном отделении Медленно подвигались вперед путешественники, которым пришлось ехать из Англии в Париж осенью 1792 года. Достаточно бывало для задержек дурных дорог, плохих экипажей и дрянных лошадей еще и в то время, как восседал на французском престоле несчастный, ныне упраздненный король. Но с тех пор произошло много перемен, чреватых еще более серьезными препятствиями. Каждая городская застава, каждая деревенская контора для сбора податей были в руках шайки граждан-патриотов, вооруженных ружьями из разграбленных арсеналов и готовых пристрелить всякого встречного. Они задерживали на пути всех прохожих и проезжих, допрашивали их, осматривали их бумаги, сличали их имена с имевшимися у них списками, сворачивали их с дороги обратно или пропускали дальше, или задерживали и окончательно брали в плен. Судя по тому, как их капризный нрав или минутная фантазия признавала за лучшее для благонародившейся республики, единый и нераздельный, имевший девизом «Свобода», «Равенство», «Братство» или «Смерть». Проехав очень немного миль по французской территории, Чарльз Дарней увидел, что никакой нет надежды вернуться обратно по той же дороге, пока в Париже его не признают добрым гражданином и патриотом. Что бы ни случилось, теперь уж он должен ехать туда. С каждой деревушкой, которую он проезжал, с каждой дрянной загородкой, запиравшейся за его спиной, он чувствовал, как еще одна железная преграда отделяет его от Англии. Всеобщая бдительность так плотно окружала его, что если бы он попал в сеть или был посажен в клетку, он бы чувствовал себя не более стесненным. Повсеместная бдительность не только задерживала его на большой дороге по двадцать раз на каждой станции, но по двадцать раз в день совсем прекращала его движение вперед, потому что, нагнав его по дороге, верховые перехватывали его и возвращали назад, или, поджидая на пути, останавливали и везли куда-то в сторону. Таким образом, он уже несколько дней ехал по французской земле. И, наконец, в каком-то провинциальном городишке, еще очень далеко от Парижа, измученный лег спать в гостинице. До сих пор единственным паспортом служило ему письмо злополучного Габеля из тюрьмы. Если бы он его не предъявлял всюду, он, вероятно, не добрался бы и до этого места. Но здесь, на сторожевом посту, возникли насчет его какие-то особые затруднения, и он чувствовал, что его путешествие находится теперь на самой критической точке. Поэтому он не особенно удивился, когда посреди ночи пришли и разбудили его в том трактирчике, где оставили ночевать до утра. Его разбудил робкий человечек из числа местных властей в сопровождении трех вооруженных патриотов в красных колпаках и с трубками во рту, которые как вошли, так и сели к нему на постель. — Эмигрант, — сказал местный чиновник, — я отошлю вас в Париж под конвоем. — Гражданин, я и сам ничего так не желаю, как скорее попасть в Париж, но охотно обошелся бы без конвоя. — Молчать! — закричал один из красных колпаков, стукнув прикладом своего ружья по одеялу. — Молчи, аристократ! — Именно этот добрый патриот совершенно прав, — заметил робкий чиновник. — Вы — аристократ, должны ехать под конвоем и обязаны заплатить за это. — Стало быть, для меня не остается выбора, — сказал Чарльз Дарней. — Выбора! Слышите? Выбора! — воскликнул тот же хмурый патриот в красном колпаке. — Как будто мало ему, что его поберегут от повешения вместо фонаря. — Именно! Добрый патриот вполне прав, — заметил чиновник. — Вставайте и одевайтесь, эмигрант! — Дарней повиновался, и его повели опять на караульню, где другие патриоты в красных колпаках также курили трубки, пили или спали у сторожевого огня. Тут с него взяли крупную сумму в уплату за конвой, и в три часа утра он тронулся в путь по мокрейшим и грязнейшим дорогам. Конвой состоял из двух верховых патриотов в красных колпаках с трехцветными кокардами, вооруженных мушкетами и ехавших по обеим его сторонам. Дарнию дозволено было самому править своей лошадью, но под ее уздечкой подвязаны были длинные поводья, один конец которых каждый из патриотов намотал себе на руку. В таком порядке они выехали со двора. Дождь хлестал им в лицо, и они крупной кавалерийской рысью поехали сначала по неровной мостовой города, а потом по дороге, покрытой лужами и рытвенными. И таким же порядком, меняя только лошадей, да переходя от крупной рыси в более умеренный шаг, они проскакали все пространство грязного пути вплоть до столицы Франции. Они ехали всю ночь, остановились только часа через два после восхода солнца и отдыхали до наступления сумерек. Конвойные были так нищенски одеты, что для защиты от холода обертывали свои босые ноги соломенными жгутами, и поверх изодранного платья окутывали также соломой свои плечи и спины, чтобы не слишком промокнуть от дождя. Он рассуждал, что задержание под стражей еще ничего. Он ничего не доказывает, потому что он никому пока не излагал причин своего прибытия во Францию, а в подтверждение своих слов может привести свидетеля, который покуда еще содержится в тюрьме при аббатстве. Но когда они достигли города Бове, что случилось под вечер, когда улицы были полны народу, он не мог доля скрывать от себя, что дело принимало тревожный оборот. Зловещая толпа собралась у ворот почтового двора в ту минуту, как он слезал с лошади, и множество голосов закричало очень громко «Долой эмигранта!» Он только что собрался спрыгнуть с седла, но в ту же секунду снова утвердился на лошади, находя, что тут безопаснее, и, обращаясь к толпе, сказал «Какой же я эмигрант, друзья мои! Разве вы не видите, что я по своей доброй воле приехал во Францию?» «Ты проклятый эмигрант!» — крикнул кузнец, яростно пробираясь сквозь толпу с молотом в руке. «Проклятый эмигрант! Вот кто ты!» Смотритель почтовой конторы выступил вперед и, став между всадником и кузнецом, подбиравшимся к уздечке его лошади, сказал примирительным тоном. «Оставь, оставь! Его будут судить в Париже!» «Судить будут!» — повторил кузнец, взмахнув молотом. «Значит, и осудят, как изменника!» Толпа одобрительно заревела. Остановив смотрителя, который, взяв его лошадь под узцы, хотел скорее ввести ее во двор, а пьяный патриот, приспокойно сидя в седле, смотрел на эту сцену. Дарний выждал, пока стало немножко потише, и сказал. «Друзья, вы ошибаетесь или вас обманули!» «Я никогда не был изменником!» «Он врет!» — крикнул кузнец. «С тех пор, как издан декрет, он объявлен предателем! Его жизнь принадлежит народу! Он не имеет права распоряжаться своей проклятой жизнью!» Дарний, заметив, как поблескивают глаза собравшихся, думал, что вот сейчас все бросятся на него. Но в ту же секунду смотритель повернул его лошадь во двор, конвойные последовали за ней по пятам, и смотритель быстро захлопнул ветхие ворота и задвинул их изнутри засовами. Кузнец стукнул по ним молотом, но других демонстраций не произошло. Дарний поблагодарил смотрителя и, уже стоя возле него на почтовом дворе, спросил. «Что это за декрет, о котором упомянул кузнец?» «Это издан такой указ, чтобы распродавать имущество эмигрантов». «Когда он издан?» «Четырнадцатого числа». «Я в этот день выехал из Англии». «Все говорят, что это будет не единственный указ. Уверяют, что вскоре издадут и другие, а, может быть, уже и сделали это. Хотят объявить всех эмигрантов изгнанными из Отечества, а тех, которые возвратятся, казнить смертью». «Вот это и хотел сказать кузнец, говоря, что вы не имеете права распоряжаться своей жизнью». «Но эти декреты еще не объявлены». «А я почем знаю», — молвил смотритель, пожав плечами, — «может, и объявлены, или, по крайней мере, скоро будут. Не все ли равно?» «Ничего не поделаешь». Они улеглись на соломе под навесом и отдыхали до полуночи, после чего снова тронулись в путь из уснувшего города. В числе многих странных изменений в привычном строе жизни, Дарния поражало кажущееся отсутствие сна среди населения. Когда после длинного переезда по пустынным дорогам они подъезжали к какой-нибудь бедной деревушке, оказывалось, что жалкие лачуги были ярко освещены. А обыватели среди темной ночи водят хороводы вокруг тощего деревца, именуемого Древом Свободы, или, собравшись гурьбой, распевают хором песни о вольности. К счастью, однако же, в эту ночь город Бове спал, что вывело их из великого затруднения, и они без всяких задержек выехали в чистое поле и отправились дальше, по безвременно холодной и мокрой погоде, через истощенные нивы, совсем не обработанные в этот год. Зрелище было унылое и разнообразилось лишь тем, что местами чернели остатки сгоревших зданий, или вдруг из засада выскакивала на дорогу кучка патриотов, стороживших все малейшие тропинки и перекрестки. К утру, наконец, они добрались до стен Парижа. Когда они подъехали к заставе, ворота были заперты, и в караульне оказался сильный отряд стражей. — Где бумаги арестанта? — спросил человек властного и решительного вида, вызванный одним из сторожей. Чарльз Дарней, неприятно пораженный таким словом, попросил говорившего принять во внимание, что он свободный путешественник и французский гражданин, что конвой дан ему ввиду неспокойного состояния страны, и что за этот конвой он сам заплатил наличными деньгами. Тот же человек, не обративший ни малейшего внимания на его слова, повторил тем же тоном «Где бумаги этого арестанта?» оказалось, что они запрятаны в колпаке пьяного патриота, который их и представил. Взглянув на письмо Габеля, человек властного вида, видимо, удивился, даже как будто смутился и очень пристально и внимательно посмотрел на Дарния. Не вымолвив ни слова, он оставил арестанта и конвойных на улице, а сам пошел в караульню. Они так и остались верхом на своих конях перед запертыми воротами. Пока длилось это неопределенное положение, Чарльз Дарней глядел по сторонам и заметил, что на Гауптвахте была смешанная стража из солдат и патриотов, и что последних было гораздо больше, чем первых. Он заметил также, что крестьян на телегах с разной провизией пропускали в город довольно легко и скоро. Но зато выезд из города был сильно затруднен даже для самого бедного люда. На улице стояла длинная вереница мужчин и женщин всякого звания, не считая животных и экипажей всевозможных сортов. И все это ожидало пропуска. Но предварительный досмотр производился с такой строгостью, что они проникали через ворота за город крайне медленно. Некоторые из них, очевидно, знали, что их очередь придет еще очень нескоро, а потому расположились на земле табором. Одни спали, другие курили, третьи разговаривали или просто слонялись вокруг. Красные колпаки и трехцветные кокарды были решительно у всех мужчин и женщин. Около получаса Дарния сидел на лошади и наблюдал то, что было кругом, как вдруг перед ним снова появился тот же властный человек и приказал караульному открыть заставу. После этого он вручил конвойным, как пьяному, так и трезвому, расписку в том, что принял от них арестанта с рук на руки, а Дарнию сказал, чтобы он слез с лошади. Дарния и повиновался. А конвойные, не въезжая в город, отправились во своясе, уводя за собой его усталого коня. Вслед за своим путеводителем он вошел в караульню, где сильно пахло простым вином и табачным дымом, и где некоторое количество солдат и патриотов стояло и лежало кругом, кто пьяный, кто трезвый, в различных степенях опьянения и полусонного бодрствования. Комната освещалась отчасти масляными фонарями, догоравшими с вечера, отчасти тусклым светом туманного и облачного утра, что придавало ей тот же характер неопределенности. На конторке разложены были какие-то списки, а перед конторкой заседал чиновник грубого и мрачного вида. — Гражданин де Фарш, — сказал он, обращаясь к спутнику Дарния и выкладывая листок чистой бумаги, на котором собирался писать. — Это эмигрант Эвремонт? — Это он. — Сколько вам лет, Эвремонт? — Тридцать семь. — Вы женаты, Эвремонт? — Да. — Где женились? — В Англии. — Без сомнения. — Где ваша жена, Эвремонт? — В Англии. — Без сомнения. — Эвремонт, вы отправитесь в крепость, в тюрьму. — Боже правый! — воскликнул Дарний. — По каким законам и за какую провинность? — Чиновник на минуту отвел глаза от бумаги и посмотрел на него. — У нас заведены новые законы Эвремонт и новые провинности с той поры, как вы отлучились из Франции. — Сказав это, он сурово усмехнулся и продолжал писать. — Прошу вас заметить, что я добровольно приехал, вняв письменные просьбы французского гражданина, изложенные в документе, лежащем перед вами. — Я с тем и явился, чтобы оправдать его и самого себя. — Я только и прошу, чтобы мне как можно скорее доставили к тому случай. Разве я не в своем праве? — У эмигрантов нет прав, Эвремонт, — тупо отвечал чиновник. Он дописал, что было нужно, перечел написанное, засыпал песком и передал листок гражданину де Фаржу, прибавив. — В секретное! Гражданин де Фарж махнул бумагой в сторону арестанта, давая понять, что он должен следовать за ним. Арестант пошел, и два вооруженных патриота немедленно поднялись и образовали пеший конвой. — Это вы, — сказал де Фарж в полголоса, пока они сходили с крыльца гауптвахты и направлялись в город. — Это вы женились на дочери доктора Маната, бывшего когда-то пленником в Бастилии, которая больше не существует? — Да, я, — отвечал Дарний, взглянув на него с удивлением. — Мое имя де Фарж, и я держу винную лавку в предместе Сент-Антуан. Вы, может быть, слыхали обо мне? — Моя жена к вам приезжала за своим отцом? — Да. Слово «жена» как будто напомнило гражданину де Фаржу нечто очень мрачное, и он с внезапным раздражением сказал. — Во имя той зубастой бабы, что недавно народилась и зовется гильотиной, на какого черта вы приехали во Францию? — Я только сейчас при вас объяснял причину моего приезда. — Разве вы не верите, что это чистая правда? — Плохая правда для вас, — молвил де Фарж, нахмурив брови и глядя прямо перед собой. — Право, я совсем как потерянный. — Ничего не понимаю. — Все здесь до того изменилось, так неожиданно, так внезапно и произвольно, что я не знаю, что предпринять. — Согласны вы оказать мне небольшую помощь? — Нет, — отрезал гражданин де Фарж, продолжая глядеть прямо перед собой. — Ответите вы мне на один вопрос. — Может быть, судя по свойству вопроса. — Во всяком случае, можете задавать его. — В этой тюрьме, куда меня так несправедливо отправляют, буду ли я иметь возможность свободного общения с остальным миром? — А вот увидите. — Ведь не буду же я там погребен заживо, без суда и без способов представить объяснение своих поступков. — Вот увидите. А что ж такое? Бывало, что людей погребали заживо еще и в худших тюрьмах. Но я к таким делам никогда не был причастен, гражданин де Фарж. Гражданин де Фарж вместо ответа бросил ему суровый взгляд и молча повел его дальше. Чем дольше длилось это молчание, тем меньше было надежды смягчить его. Так, по крайней мере, казалось Дарнию. Поэтому он поспешил сказать. — Для меня в высшей степени важно. Вам, гражданин, еще лучше моего известно, насколько это важно. Чтобы о моем аресте было сообщено мистеру Лоре в Тельсонов банк. Мистер Лоре англичанин в настоящее время должен быть в Париже. И я бы желал, чтобы это сведение было ему доставлено без всяких комментариев. Просто сказать ему, что меня заключили в тюрьму в крепости. — Согласны вы сделать это для меня? Де Фарж ответил упрямо. — Я для вас ничего не сделаю. Мой долг — служить Отечеству и народу. Я поклялся быть им верным слугой против вас. Я для вас ничего делать не буду. Чарльз Дарнию понял, что умолять бесполезно, притом гордость его была возмущена. Они шли безмолвно, и он невольно замечал, до какой степени публика привыкла к зрелищу проводимых по улицам арестантов. Даже ребятишки почти не замечали их. Немногие из прохожих оборачивались. Некоторые грозили ему пальцем, как аристократу. А, впрочем, видеть, как хорошо одетого человека ведут в тюрьму, было для них не более странно, чем видеть, как батрак в рабочем платье идет пахать. В одном из узких и грязных переулков, по которым они проходили, какой-то пламенный оратор, стоя на табуретке, держал речь к возбужденной толпе, перечисляя ей преступления, совершенные против народа королем и особыми королевской фамилии. Из нескольких слов этого краснобая, случайно долетевших до его слуха, Чарльз Дарний впервые узнал, что король сидит в тюрьме и что все иностранные послы выехали из Парижа. По дороге, исключая город Бове, он ровно никаких вестей не слышал, так успешно и основательно был он отделен от всего мира своими провожатами и той бдительной охраной, которую встречал повсюду. Он, конечно, успел уже постигнуть, что ему угрожают гораздо больше опасности, чем те, о которых он подозревал при отплытии из Англии. Он понимал, что попал в очень неблагоприятные обстоятельства, что с каждой минутой дела запутываются и могут запутать его самого. Он должен был сознаться самому себе, что если бы мог предвидеть положение страны в том виде, как оно образовалось на этих днях, он не предпринимал бы этой поездки. И все-таки предчувствия не подсказывали ему ничего такого ужасного, как могли бы вообразить мы в позднейшее время и при сходных условиях. Как несмутно представлялось ему будущее, оно было ему до такой степени неизвестно, что он продолжал надеяться на благополучный исход. Ему и в голову не приходилось, чтобы так близка была пора страшнейшей резни, длившиеся дни и ночи напролет в течение немногих дней, но наложившее громадное кровавое пятно на это время, совпадавшее с обычным временем благословенной осенней жатвой. Он сегодня в первый раз услышал о существовании той зубастой бабы, что недавно народилась и зовется Гильотиной. Да и большинство народа едва ли знало ее хотя бы по имени. Очень возможно, что те ужасные злодеяния, которые вскоре должны были совершиться, в эту пору еще не нарождались даже в воображении тех, кто их осуществил. Что же удивительного, что в мягкой душе Дарния не было ни тени подобных опасений. Ему казалось очень вероятным, что придется пострадать от людской несправедливости, посидеть в тюрьме, подвергнуться жестокой разлуке с женой и ребенком, но дольше этого он ничего не опасался. С такими мыслями и так довольно тяжелыми вступил он во двор крепостной тюрьмы. Человек с опухшим лицом отпер крепкую калитку, и де Фарш представил ему арестанта, сказав «Эмигранты в ремонт! Кой черт! Сколько же их еще будет?» воскликнул человек с опухшим лицом. Де Фарш взял с него расписку в получении, не отвечая на его восклицание, и ушел с обоими патриотами. «Я говорю, кой черт!» воскликнул опять тюремщик, обращаясь к своей жене. «Сколько же их еще будет?» Жена, как видно, не умела с точностью ответить на этот вопрос и заметила только «Что же делать, мой друг? Надо запастись терпением!» Трое тюремных сторожей, вошедшие по данному ею звонку, подтвердили ее замечание, и один из них прибавил, что это делается из любви к свободе, что было довольно неожиданно при такой обстановке. Крепостная тюрьма отличалась самым унылым видом. Темная, грязная, пропитанная застоявшимся спальным воздухом. Удивительно, как скоро образуется этот отвратительный воздух всюду, где спят и недостаточно проветривают спальные помещения. «Еще и в секретное!» ворчал тюремщик, просматривая врученную ему бумагу. «Там и без того битком набито. Того и гляди! Лопнет с натулги!» Он с большим неудовольствием сунул бумагу в реестровую книгу, после чего Чарльз Дарней еще с полчаса ждал дальнейших распоряжений, то шагая из угла в угол, по длинной комнате со сводами, то сидя на каменной скамье. Его задержали единственно за тем, чтобы главный тюремщик и младшие сторожа хорошенько запомнили его лицо и фигуру. «Ну!» — сказал, наконец, тюремщик, взявшись за ключи. «Идите за мной, эмигрант!» В унылом сумраке тюремного освещения они пошли по коридорам и лестницам, и много тяжелых дверей с грохотом захлопнулось за ними, прежде чем они достигли просторного, низкого, сводчатого зала, где было множество заключенных обоего пола. Женщины сидели вокруг длинного стола, читали, писали, вязали, шили, вышивали. Мужчины большей частью стояли за их стульями или прохаживались по комнате. Инстинктивная привычка соединять понятие об арестантах с преступлением и позором заставила Дарния отшатнуться от этой компании. Но в довершении всех странностей его странного путешествия было то, что все они разом поднялись ему навстречу и приняли его с той утонченной вежливостью и изысканной грацией, которые были присущи светскому обществу того времени. Эти деликатные формы общежития были подернуты таким мрачным колоритом в этой грубой и грязной тюремной обстановке, так странно было видеть их среди стольких бедствий и треволнений, что Дарнию показалось, будто его окружили выходцы с того света. Все до одного призраки. Вот призраки красоты, величия, изящества. Все призраки гордости, легкомыслия, остроумия. Тут призрак юности, там призрак старости. И все ждут его переселения с этих пустынных берегов. Все взирают на него глазами, измененными тем смертельным недугом, от которого они здесь умерли. Дарнии стоял, как вкопанный. Тюремщик остановился рядом с ним, остальные сторожа ходили по комнате и были бы очень натуральны при исполнении своих обязанностей и при других условиях. Но они казались вдвое более грубы и неуклюжи по сравнению с этими печальными матерями, цветущими девицами, хорошенькими кокетками, молодыми красавицами, благовоспитанными дамами почтенных лет. И этот разительный контраст еще более напоминал о царстве теней. Да, все они призраки. Что же это? Неболезненный ли бред произвел в нем сначала впечатление длинного, странного путешествия, а потом навел его на картину этих бледных теней. Во имя всех собравшихся здесь сотоварищей по несчастью, сказал один из джентльменов благородной наружности, выступая вперед, имею честь приветствовать вас в крепости и выразить вам общее соболезнование по поводу того злоключения, которое привело вас в нашу среду. Желаем вам скорого и благополучного освобождения. При других обстоятельствах было бы невежливо, но здесь позвольте спросить, как ваше имя и звание? Чарльз Дарней очнулся и ответил в самых приличных выражениях, какие мог придумать. — Надеюсь, однако же, — продолжал тот же джентльмен, следя глазами за тюремщиком, отошедшим в другой угол. — Надеюсь, что вы не в секретном? — Я не понимаю, что означает это выражение, но слышал, что меня назначили именно туда. — Ах, какая жалость! Весьма сожалеем об этом. Но не унывайте. Многие из членов нашего общества сначала побывали в секретном, но ненадолго. Затем, обращаясь к остальным и возвысив голос, он сказал, — С прискорбием сообщаю вам! В секретном! Поднялся тихий ропот сочувствия. Чарльз Дарней направился через зал к двери за железной решеткой, где стоял поджидавший его тюремщик, и услышал несколько голосов, в числе которых особенно выдавались мягкие и ласковые голоса женщин, провожавших его добрыми пожеланиями и ободрениями. Дойдя до двери, он обернулся, чтобы еще раз поблагодарить их от всего сердца. Тюремщик запер дверь, и эти призрачные лица навеки исчезли из его глаз. Калитка в стене вела на лестницу верхние этажи. Поднявшись на сорок ступеней, только полчаса прошло с той минуты, как его объявили арестантом, а он уж сосчитал ступени. Тюремщик отпер низкую черную дверь, и они вошли в одиночную келью. Там было холодно и сыро, но не темно. — Ваша камера, — сказал тюремщик. — Почему же меня посадили в одиночку? — А я почем знаю. Можно мне купить перо, чернил, бумаги? — Мне про это ничего не сказано. Когда к вам придут проверять, тогда и спросите. — А теперь вы только и можете покупать себе еду, больше ничего. В келье были стул, стол и соломенная постель. Перед уходом тюремщик осмотрел эти предметы и все четыре стены, а заключенный, стоя против него и прислонившись к стене, подумал. — Этот сторож так странно распух с головы до ног. Точно он утонул и весь налился водой. Когда сторож ушел, арестант опять подумал. — Вот я один. Точно и я умер. Потом наклонился освидетельствовать постель. Но с отвращением отвернулся и подумал. — Вот такие же ползучие твари заводятся в трупах после смерти. Пять шагов в одну сторону, четыре с половиной в другую. Пять шагов в одну сторону, четыре с половиной в другую. Арестант шагал по камере вдоль и поперек и все считал шаги. А городской шум достигал до его слуха, в виде глухого барабанного боя и буйного рева человеческих голосов. Он шил башмаки. Шил башмаки. Шил башмаки. Арестант снова начал считать шаги, ускоряя походку, чтобы отвлечь свой ум от шитья башмаков. Призраки исчезли, когда дверь захлопнулась. А среди них было одно виденье — дама в черном платье. Она облокотилась на подоконник, и свет падал на ее золотистые волосы, точно у... Нет, поедем опять. Ради бога! Поедем через освещенные деревушки, туда, где население не спит. Он шил башмаки, шил башмаки, шил башмаки. Пять шагов вдоль и четыре с половиной поперек. С такими обрывками мыслей и образов в своей отуманенной голове арестант все быстрее шагал по келье, упорно пересчитывая шаги. Шум и рев, доносившиеся с улиц, постепенно изменяли свой характер. Ему все еще слышался глухой барабанный бой, покрываемый человеческими голосами. Но в числе их чудились ему стоны и вопли знакомых голосов. Глава вторая Точильное колесо Тельсонов банк в парижском квартале Сен-Жермен помещался во флигеле огромного дома, стоявшего внутри двора, отделенного от улицы, высокой стеной и надежными воротами. Дом принадлежал важному титулованному сановнику, который жил в нем до той минуты, когда наступившие в городе беспорядки вынудили его бежать, переодевшись в платье своего собственного повара и перебраться за границу. Превратившись таким образом в обыкновенного зверя, удирающего от охотников, он, тем не менее, был самым важным барином, который когда-то выпивал чашку шоколада не иначе как с помощью троих здоровенных лакеев, не считая упомянутого повара. Его светлость изволил скрыться, а три здоровенных парня искупили грех получения от него крупного жалования тем, что выразили пламенную готовность перерезать ему горло на алтаре народившейся республики, единой и нераздельной. Свобода, равенство, братство или смерть, после чего дом его был попросту отобран в казну. События совершались так быстро, и декреты так поспешно следовали один за другим, что к вечеру 3 сентября представители народоправства были уже законными обладателями дворца его светлости, водрузили на нем трехцветный флаг и пили водку в парадных залах. Если бы в Лондоне Тельсонов банк поместить в таком же здании, как в Париже, глава фирмы вскоре сошел бы с ума и попал в газеты, ибо возможно ли выобразить себе строгую отчетность и почтенное благоприличие британской банкирской конторы среди двора, украшенного рядами померанцевых деревьев в катках, и в таком доме, где над самой кассой сидел Купидон. Однако же в Париже все это было. Правда, Купидона по распоряжению Тельсона в свое время замазали белилами, но другой точно такой же и по всю пору резвился на потолке очень легко одетый и с утра до ночи прицеливался к деньгам, что и в действительной жизни частенько бывает с Купидонами. Если бы такая обстановка случилась в Лондоне на Ломбард-стрит, Купидон неминуемо привел бы банк в полное разорение, особенно приняв во внимание, что непосредственно за этим юным язычником помещался некий Альков за навесками. А в стене было вделано зеркало, да и клерки были совсем не старые люди, которые не прочь были публично потанцевать при каждом удобном случае. Но во Франции банкирская контора Тельсона и с такой утварью могла действовать как нельзя лучше. Ее репутация оставалась пока не затронутой. Никто не пугался игривой обстановки и никому еще не приходило в голову из-за таких причин требовать свои вклады обратно. Кто отныне будет получать деньги от Тельсона? Сколько их тут останется и сколько пропадет? И будет позабыто вкладчиками? Какая серебряная посуда? Какие бриллиантовые уборы будут тускнеть в потаенных хранилищах Тельсона, пока владельцы их будут томиться в заключении, а потом умрут насильственной смертью? Сколько в счетных книгах будет несведенных итогов? И сколько балансов придется отнести за счет лиц, ушедших в иной мир? Все это было неизвестно в тот вечер никому на свете, в том числе и самому мистеру Джервису Лори, сколько бы он не ломал себе голову над этими вопросами. Он сидел у только что разведенного огня. В этом ненастном и бесплодном году осень была очень холодная, дрова пылали ярко, и на честном и бесстрашном лице старика лежала мрачная тень. И эта тень зависела не от висячей лампы и не от тех предметов, что были в этой комнате, а от того ужаса, которым проникнута была его душа. Он занимал квартиру в этом самом доме, так как из преданности к фирме стал неразрывной ее частью, точно старый плющ, вросший тысячу корешков в старые стены. Случайно оказалось, что банк состоял под некоторой охраной с тех пор, как дом был объявлен собственностью государства, и главная часть здания была занята патриотами, но прямодушный старик вовсе не рассчитывал на это. Всякие соображения такого рода были чужды ему, он только и думал о том, как наилучшим образом исполнить свой долг. На противоположной стороне двора тянулась длинная колоннада, под навесом которой прежде стояли экипажи, да и теперь там еще оставалось несколько карет, принадлежавших светлейшему хозяину. К двум из колонн прикреплены были два огромных пылавших факела, и в том месте двора, которое освещалось ими, по всю сторону колоннады, под открытым небом стояло большое точильное колесо, а может быть просто жернов самой грубой работы, кое-как прилаженный и наскоро привезенный сюда из какой-нибудь кузницы. Мистер Лори встал, подошел к окну, посмотрел на эти невинные предметы, вздрогнул и вернулся на свое место у камина. Прежде у него была растворена не только стеклянная оконница, но и решетчатые ставни стояли настежь, но теперь он запер наглухо и то, и другое и вздрогнул всем телом. С улицы из-за высоких каменных стен за крепкими воротами слышался обычный городской шум, но в этот вечер он был прерываем иногда взрывом каких-то необыкновенных, неописуемых звуков, как будто сверхъестественные голоса вопияли к небесам. Слава Богу, проговорил мистер Лорис, ложив руки, слава Богу, что в этот вечер нет в этом ужасном городе никого из тех, кто мне дорог и близок, и помилуй Боже тех, кому грозит опасность. Вслед за тем колокол у больших ворот зазвонил, и он подумал, стало быть, опять пришли, и стал прислушиваться. Но против ожидания не слыхать было вторжение во двор буйной толпы. Ворота захлопнулись, и все стихло. При том нервном состоянии, в котором он находился, естественно было опасаться за целость банка, вся ответственность, за которой падала на него. Все предосторожности, впрочем, были приняты, и ему захотелось только обойти дозором те места, где были расположены благонадежные сторожа. С этой целью он встал и собрался выйти, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату ринулись две фигуры, при виде которых он в изумлении попятился назад. Люси и ее отец. Люси простирала к нему руки, и на ее лице было то самое сосредоточенное выражение страстной мольбы и недоумения, в котором вся ее душа изливалась в преобладающем и страшном вопросе в этот важнейший момент ее жизни. — Что случилось? — воскликнул мистер Лори, задыхаясь и потерявшись. — Что случилось? Люси, манет, что привело вас сюда? Зачем вы сюда попали? Бледная, обезумевшая Люси бросилась в его объятие, и, глядя на него в упор, едва могла выговорить. — О, дорогой друг, мой муж! — Ваш муж, Люси, Чарльз. — Ну, так что же Чарльз? — Здесь. — Как здесь? В Париже? — Уже несколько дней, три или четыре, не знаю, не помню, не могу сообразить. Он втайне от нас отправился сюда, ради доброго дела. У заставы его арестовали и посадили в тюрьму. Из груди старика вырвался невольный крик. Почти в ту же секунду снова зазвонил колокол у главных ворот. На дворе послышались топот и громкие грубые голоса. — Это что за шум? — сказал доктор, направляясь к окну. — Не смотрите! — воскликнул мистер Лори. — Не выглядывайте, манат, ни под каким видом не открывайте ставни. Не отнимая руки от крюка, запиравшего ставни, доктор обернулся и с хладнокровной, смелой улыбкой сказал. Любезный друг, в этом городе моя жизнь застрахована, ведь я сидел в Бастилии. Во всем Париже, да что в Париже, во всей Франции нет ни одного патриота, который, зная, что я был пленником в Бастилии, тронул бы меня хоть пальцем. Они скорее примутся душить меня в объятиях и понесут на руках, чем дадут в обиду. Мое старое горе дало мне такую силу, что нас и через заставу пропустили и доставили нам справку насчет Чарльза и проводили сюда. Я знал, что это так будет, знал, что выпутаю Чарльза из беды, я так и сказал Люси. Да что же это за шум? И он опять хотел растворить окно. Не смотрите, кричал мистер Лори, окончательно приходя в отчаянии. Нет, Люси, дорогая, и вы тоже не смотрите. Он обхватил ее рукой и держал крепко. Не пугайтесь, душа моя, даю вам честное слово, что не слыхал ни о какой беде, приключившейся с Чарльзом. Я даже не подозревал о его присутствии в этом ужасном месте. В какой тюрьме он содержится? В крепости? В крепости! Ну, Люси, дитя мое, если вы действительно храбрый и полезный человек, а вы всегда были такой, успокойтесь теперь хорошенько и делайте то самое, что я вам велю, потому что от этого зависит так много, как вы не воображаете, да и я не сумею выразить. Сегодня вы все равно никакой пользы принести не можете, вам нельзя выходить отсюда. Я нарочно это говорю, прежде всего, чтобы вы поняли, как необходимо слушаться меня ради Чарльза. Я задаю вам трудную задачу и знаю, что тяжело будет ее выполнить, но так надо. Задача состоит в том, чтобы сию же минуту успокоиться, затихнуть и оставаться на месте. Я отведу вас в отдельную комнату, вот тут, сейчас, за этой. Вы должны на две минуты оставить меня наедине с вашим отцом. Помните, что на свете бывает и жизнь, и смерть, а потому не медлите и слушайтесь тотчас. Я вас послушаюсь. Вижу по вашему лицу, что мне сегодня в самом деле больше нечего делать. Я знаю, что вы не лжете. Старик поцеловал ее, поспешно отвел в свою спальню и запер на ключ, потом побежал обратно к доктору, открыл окно, частью приоткрыл ставни и, опершись на руку доктора, вместе с ним выглянул во двор. На дворе была группа людей обоего пола, но не так много и не так близко, чтобы они наполняли пространство двора. Их было всего человек сорок или пятьдесят. Теперешние владельцы дома впустили их в главные ворота, и вся эта толпа кинулась к точильному колесу. Оно, очевидно, затем и было тут поставлено. Для него нарочно выбрали такое просторное и уединенное место, где рабочие могли даром точить свои инструменты. Но что это были за рабочие? И какую страшную работу они выполняли? У колеса была двойная рукоятка, которую яростно вертили двое мужчин. Когда поворот колеса заставлял их поднимать головы, их длинные спутанные волосы откидывались назад, обнаруживая такие безобразно свирепые лица, какие бывают только у дикарей в минуты самой разнузданной боевой жестокости. У них были фальшивые усы и наклеенные брови. Они были выпачканы кровью в поту, с чертами искаженными от неистового крика, а выпученные глаза горели диким огнем, зверской яростью, и видно было, что они давно лишены сна. Пока эти злодеи вертили рукоятку, и всклокоченные волосы то падали им на глаза, то хлопали их по спине, женщины подносили им ко рту вино, которое они тут же пили и, конечно, проливали. И все это расплесканное вино в связи с искрами, летевшими от камня, составляло вокруг них атмосферу огня и крови. Не было в этой группе людей ни одного человека, не запятнанного кровью. Проталкиваясь вперед, чтобы скорее попасть к колесу, некоторые из мужчин были совершенно обнажены до пояса и по всему телу испачканы кровавыми следами, другие были в лохмотьях, и эти лохмотья пропитаны кровью. Иные разукрасили себя насмех обрывками дамских кружев и лент. И эти легкие предметы были насквозь промочены тем же. Точили топоры, ножи, штыки, рапиры, и все эти орудия были красны от крови. У иных зазубренные ножи были привязаны к рукам кулочками разорванного белья или лоскутками от платья. Но все эти тряпки и перевязи были густо окрашены одним и тем же цветом. И по мере того, как каждый разъяренный владелец такого оружия выхватывал его из потока сыпавшихся искр и кидался бежать назад на улицу, в его обезумевших глазах сверкало то же красное пламя. И всякий здравомыслящий человек, взглянув на эти глаза, охотно отдал бы двадцать лет собственной жизни, чтобы метким выстрелом из ружья окаменить их раз и навсегда. Все это разом бросилось в глаза обоим зрителям, наподобие того, как целая панорама мгновенно проходит в уме утопающего, да и каждого человека в момент великой опасности. Они отпрянули от окна, и доктор, глядя в мертвенно-бледное лицо своего друга, ждал объяснения того, что они видели. Мистер Лори опасливо оглянулся в сторону запертой двери и шепотом проговорил, «Они рыщут по тюрьмам и режут заключенных. Если вы уверены в том, что говорили, если в самом деле обладаете такой силой, как думаете и как я думаю, падите, объявитесь этим дьяволом и потребуйте, чтобы вас проводили в крепость. Может статься уж поздно, я не знаю, но попытайтесь, не медля, ни секунды». Доктор Манна сжал его руку, бросился вон из комнаты без шляпы и был уже на дворе, когда мистер Лори снова подошел к окну. Длинные седые волосы доктора, его замечательная наружность и та пылкая самоуверенность, с какой он отстранил все эти руки с протянутым оружием, сразу покорили ему сердца людей, теснившихся уточильного камня. В течение нескольких минут все приостановились, и слышен был только его невнятный говор да смутный ропот толпы. Потом мистер Лори видел, как эти люди сомкнулись вокруг него, схватившись за руки, плечом к плечу, образовали цепь и стремительно помчались со двора, выкрикивая «Да здравствует узник Бастилии! Помогите родственнику узника заключенному в крепости, айвы! Раздайтесь! Дайте дорогу узнику Бастилии! Добудем арестанта Эвремонда из крепости!» И тысячи голосов вторили этим криком. С бьющимся сердцем мистер Лори запер ставни, опустил занавес, поспешил к Люси и сообщил ей, что народ помогает ее отцу, и они пошли освобождать ее мужа. Он застал у Люси мисс Прос и малютку, но в ту минуту нисколько не удивился этому, и лишь долго спустя раз похватился и спросил, как это случилось, пока они сидели все вместе, проведя ночь в сравнительной тишине. Люси между тем впала в оцепенение, и, сидя на полу, ног его все время держалась за его руку. Мисс Прос уложила девочку на его постель, прилегла головой на подушку рядом со своей хорошенькой питомицей, и уснула. Но как длинна была эта ночь, сопровождаемая тихими стонами бедной жены! Как долго-долго тянулось время, а отец ее все не возвращался, и никаких известий не было! Еще два раза в темноте прозвонил колокол у больших ворот. Два раза на двор врывались люди, и точильное колесо визжало и вертелось, рассыпая искры. — Что это? — с испугом спросила Люси. — Тссс, это солдаты точат сабли, душечка, — отвечал мистер Лори. — Дом составляет теперь собственность государства, и его обратили в некотором роде в национальный арсенал. Только два раза, и то под конец, народу было меньше, и работа шла вяло. Вскоре после того занялась заря. Мистер Лори осторожно высвободил свою руку от державшейся за него руки и заглянул в окно. Рядом с точильным колесом лежал в растяжку человек, до такой степени замазанный кровью, что его можно было принять за тяжелораненого воина на поле битвы. Этот человек приподнялся с мостовой и начал тупо оглядываться по сторонам. В полумраке раннего утра утомленному убийце бросилась в глаза одна из карет его светлости. Он встал, шатаясь, побрел к великолепному экипажу, залез в него, захлопнул за собой дверцу и расположился отдыхать на мягких подушках. Великая точила земля обернулась вокруг своей оси. И когда мистер Лори еще раз выглянула в окно, солнце окрасило двор багряным цветом. Но меньшая точила одиноко стояла на дворе и в тишине свежего утра являла следы такой пурпурной окраски, которая зависела не от солнечных лучей и не могла быть ими уничтожена. Глава третья Тень Одно из первых деловых соображений, возникших в практичном уме мистера Лори, как только настало время заниматься делами, состояло в том, что он не имеет права рисковать интересами банкирской конторы Тельсона, укрывая жену и дочь арестованного эмигранта под кровлей банка. Он, разумеется, без всяких колебаний рискнул бы ради Люси и ее дочки своим собственным состоянием, судьбой, жизнью, но он принял на свою ответственность чужое добро и по отношению к оказанному ему великому доверию оставался все тем же строго деловым человеком. Сначала он подумал о Дефарже, не разыскать ли его винную лавку и не спросить ли у хозяина совета, где найти надежное помещение среди охваченного неурядицей города, но по тем же соображениям он оставил эту мысль. Дефарж живет в самой разнузданной части города, наверное, пользуется там большим влиянием и должно быть замешан во все опасные предприятия своего квартала. Настал полдень, доктора все не было, с каждой минутой риск для банкирской конторы становился серьезнее и мистер Лори стал советоваться с Люси. Она сказала, что отец говорил о найме квартиры на короткий срок в этом же квартале поближе к банку. Так как этот проект был практичен и мистер Лори знал, что даже в том случае, если с Чарльзом все обойдется благополучно и его выпустят, им все-таки нет надежды вскоре выбраться из Парижа, он пошел сам поискать квартиру и нашел вполне приличное помещение в глубине глухого переулка, где наглухо запертые ставни в окнах высоких домов указывали на то, что все остальные обитатели этого квартала покинули свои жилища. В эту квартиру он тотчас переместил Люси, ее ребенка и мисс Прос, снабдив их всем, что только мог уделить от своего хозяйства и устроив гораздо удобнее, чем было у него самого. Он прикомандировал к ним и Джерри, рассудив, что он годится стоять в дверях и может без особого вреда для себя выдержать изрядное количество колотушек. После этого мистер Лори вернулся к своим официальным занятиям. Смутно и тревожно было у него на душе, и день прошел тяжело и медленно. Но кое-как он все-таки прошел, порядком измучив старика, и пришла пора закрыть контору на ночь. Опять он очутился один в своей комнате, как накануне вечером, и сидя размышлял, что дальше делать, как вдруг услышал шаги на лестнице. Через минуту перед ним стоял человек, который пронизывал его острым взглядом проницательных глаз и назвал его по имени. «Мое почтение», сказал мистер Лори, «разве вы меня знаете?» Это был человек крепкого телосложения, с черными курчавыми волосами, возрасте от сорока пяти до пяти десяти лет. Вместо ответа он повторил тот же вопрос, нисколько не повышая голоса. «А вы меня знаете?» «Я вас где-то видел. Может быть, в моей винной лавке?» Сильно заинтересованный мистер Лори спросил волнении, «Вас прислал доктор Маннет?» «Да, я от доктора». «Что же он велел мне сказать? Не имеете ли чего передать?» Дефарш вложил в его дрожащую руку развернутый клочок бумаги. Там было написано рукой доктора, «Чарльз здоров, но мне еще нельзя отсюда уйти. Я выпросил как милость, чтобы податель сего отнес от Чарльза короткую записку к его жене. Допустите подателя к его жене». Это было написано в крепости час тому назад. «Угодно вам за мной следовать?» сказал мистер Лори радостным тоном, прочитав эту записку вслух. «Я провожу вас на квартиру его жены». «Пойдемте», сказал Дефарш. Почти не замечая странной сдержанности и почти машинальных ответов Дефарша, мистер Лори надел шляпу, и они вышли на двор. Там они застали двух женщин, из которых одна занималась «Да это кажется мадам Дефарш», сказал мистер Лори, покинувший ее за этим же самым рукоделием лет семнадцать тому назад. «Это она», сказал ее муж. «Ваша супруга пойдет с нами?» осведомился мистер Лори, видя, что она следует за ними. «Да, чтобы знать их в лицо и при случае удостоверить их личность ради их безопасности». Мистер Лори начинал замечать странность Тона де Фаржа, подозрительно посмотрел на него и пошел вперед, указывая дорогу. Обе женщины последовали за ними. Другая была по прозвищу «Месть». Пройдя со всевозможной поспешностью по снежным улицам, они поднялись на лестницу новой квартиры. Джерри встретил их, впустил, и они застали Люси одну в слезах. Выслушав весть о муже, сообщенную ей мистером Лори, она пришла в восторг и сердечно пожала руку, передавшую ей записку мужа, не подозревая того, чем занималась эта рука в течение предыдущей ночи, и как случайно вышло, что она не поразила именно ее мужа. «Дорогая, не унывай, я здоров, а твой отец пользуется влиянием на тех, кто меня окружает, не отвечай мне, поцелуй за меня нашу девочку». Вот и все, что было в записке. Но это было так много для получившей ее, что она обернулась и к жене де фаржа, и поцеловала одну из рук, занятых вязанием. Это было страстное, любящее, благородное и женственное движение, но оно не нашло ответа. Рука холодно и тяжело опустилась, и тотчас снова принялась за вязание. В этом прикосновении было нечто такое странное, что Люси была поражена. Она только что собиралась сунуть записку себе за пазуху, взялась за ворот своего платья, и, точно окаменев в этом положении, вперила в мадам де фарж свои испуганные глаза. Мадам де фарж бесстрастно и хладнокровно взглянула на ее наморщенный лоб и приподнятые брови. Душа моя, вмешался мистер Лори, нынче на улицах часто случаются беспорядки, и, хотя маловероятно, чтобы вас потревожили, но все-таки мадам де фарж желала видеть тех, кому она может оказать свое покровительство в это смутное время, с тем, чтобы при случае удостоверить личности. Кажется, прибавил мистер Лори, запнувшись в своем успокоительном объяснении и все более начиная тревожиться при виде каменного безучастия троих приведенных им посетителей. Кажется, так я излагаю дело, гражданин де фарж. Де фарж мрачно переглянулся со своей женой и вместо ответа отрывисто произнес только «да». И вот что, Люси, продолжал мистер Лори, стараясь своим тоном и манерой как можно лучше задобрить гостей. Не дурно бы позвать сюда нашу милую деточку и добрейший опрос. Это опрос англичанка, гражданин де фарж и совсем не знает французского языка. Упомянутая особа, непоколебимая в своем убеждении, что она не хуже любой иностранки, немедленно появилась и, чуждая робости или смирения, скрестив руки на груди, обратилась к мести, которая первая попалась ей на глаза с таким приветствием «Здравствуй, воструха! Все ли ты в добром здоровье?» После чего обернулась к мадам де фарж и только крикнула ей вместо привета. Но ни та, ни другая не обратили на нее особого внимания. «Это его дитя», произнесла мадам де фарж, в первый раз отрываясь от вязания и указывая спицей на маленькую Люси, как бы отмечая ее десницей судьбы. «Точно так, сударыня», отвечал мистер Лори. «Это дочка нашего бедного арестанта, его единственное дитя». Тень, сопровождавшая мадам де фарж и ее спутников, таким грозным и мрачным пятном легла на ребенка, что Люси инстинктивно встала на колени возле девочки, прижала ее к себе. Тогда мрачная тень от мадам де фарж и ее спутников не менее грозно опустилась на мать и ребенка вместе. «С меня довольно», сказала мадам де фарж своему мужу. «Я их видела. Можно и уходить». Однако ее сдержанная манера была чревата такими затаенными угрозами, что Люси испугалась и, положив руку на платье мадам де фарж, сказала с мольбой в голосе, «Вы будете добры к моему бедному мужу. Не обидите его. Поможете мне с ним видеться, если можно». «Я не для мужа вашего сюда пришла», отвечала мадам де фарж, приспокойно глядя на нее сверху вниз. «Я здесь единственно ради дочери вашего отца». «Так ради меня будьте же милостивы к моему мужу, ради моей девочки. Вот сейчас она сложит ручки и будет сама просить вас. Будьте милосердны, мы больше боимся вас, чем всех остальных». Мадам де фарж приняла это за комплимент и взглянула на мужа. Де фарж все время смотрел на нее, тревожно кусая себе ногти, и, поймав ее взгляд, опомнился и придал своему лицу более суровое выражение. «Что такое ваш муж написал в этой записке?» спросила мадам де фарж с мрачной улыбкой. «О влиянии, о каком это влиянии он упоминает?» «Это о моем отце», сказала Люси, торопливо вынимая из-за пазухи записку, но, глядя испуганными глазами не на написанные строки, а в глаза мадам де фарж. «Он пишет, влиянием на окружающих». «Ну, значит, он и освободит его», сказала мадам де фарж. «Пускай попробует». «Умоляю вас», воскликнула Люси убедительно, «как жена и мать, прошу вас, сжальтесь надо мной, не употребляйте вашей власти во вред моему ни в чем неповинному мужу, а обратите ее в его пользу, ведь и вы, женщина, как я, поставьте же себя на мое место, обращаюсь к вам как жена и мать». Мадам де фарж холоднокровно взглянула на просительницу и сказала, обращаясь к своей приятельнице мести, «Небось, не очень много церемонились с теми женами и матерями, которых мы с тобой привыкли видеть с тех пор, как были такие же маленькие, как вот эта девочка, или еще поменьше. Мы с тобой знаем, как часто их мужей и отцов сажали в тюрьму и держали там подолгу. Во всю жизнь мы только и видели, как такие же женщины, как мы, страдали и сами по себе, и в своих детях, терпя непокрытую бедность, нищету, голод, жажду, болезни, всевозможные притеснения и обиды. Ничего и не видали, кроме этого, заметила месть. Долго мы все это терпели, сказала мадам де Фарш, снова обращаясь к Люси. Сами посудите. После этого много ли для нас значит теперь горе одной жены и матери? Она принялась за вязание и вышла из комнаты. Месть последовала за ней. Де Фарш ушел последним и затворил за собой дверь. Мужайтесь, дорогая моя Люси, сказал мистер Лори, поднимая ее с полу. Не теряйте бодрости. До сих пор все идет для нас благоприятно, много-много лучше, нежели для многих других бедняков. Ободритесь и поблагодарите Бога. Да я и так благодарю, но эта страшная женщина точно будто окутала черной тенью и меня и все мои надежды. Тише, тише, молвил мистер Лори. Это что за унылые мысли в таком храбром сердечке? Черная тень, скажите, пожалуйста, так ведь это тень, не более того, Люси. Однако странное обращение этих де-фаржей и на него набросило темную тень, и в глубине души мистер Лори был очень встревожен. Глава четвертая Затишье во время бури Доктор Ман отвернулся только на четвертый день утром после того, как ушел из дому. Они так искусно скрывали от Люси все, что можно было скрыть из происшествий того ужасного времени, что она лишь гораздо позже узнала, да и то, когда давно уже покинула Францию, что чернь умертвила тысячу сто человек беззащитных арестантов обоего пола и разного возраста, что эта страшная резня продолжалась четверо суток и сам воздух вокруг нее был заражен запахом валявшихся трупов. Ей сказали только, что народ пытался ворваться в тюрьмы, что всем политическим арестантам угрожала опасность и что некоторых действительно вытащили в толпу и умертвили. Мистеру Лори доктор сообщил под секретом, которого старик конечно не нарушал, что толпа проводила его в крепость среди картин невообразимой резни, что в крепости он застал заседание самозванного судилища, перед которым арестантов приводили поодиночке и с необычайной быстротой приговаривали, кого выдать убийцам, кого выпустить, а кого обратно отвезти в тюремную камеру, но это лишь в самых редких случаях, что сам он был представлен суду своими путеводителями, объявил свое имя и звание и рассказал, как его без всякого суда продержали восемнадцать лет в секретном отделении Бастилии, что один из членов этого судилища поднялся с места и удостоверил его личность, и что это был именно Дефарш. Далее доктор рассказал, что по спискам, разложенным на столе судилища, он убедился, что зять его еще находится в числе живых, и стал горячо просить о том, чтобы ему сохранили жизнь и возвратили свободу, обращаясь для этого к членам суда, из которых одни спали, другие бодрствовали, иные были выпачканы кровью, другие опрятны, некоторые были пьяны, а другие трезвы. Сначала его самого приняли громом рукоплесканий и горячими выражениями симпатии в качестве мученика, пострадавшего от ненавистного и свергнутого правительства. В пылу этих восторгов ему даровали согласие сейчас же привезти Чарльза Дарния в зал беззаконного суда и учинить ему немедленный допрос. Все это было исполнено, и была минута, когда доктор был уверен, что Чарльза сейчас отпустят на свободу. Но тут случилась какая-то необъяснимая заминка, и произошло краткое, но секретное совещание. Доктору Манату было объявлено, что арестант останется в тюрьме, но из уважения к нему, доктору, они ручаются, что пленнику не будет ученено никакой обиды. По знаку данному председателем судилища, арестанта тотчас увели назад в тюрьму, и тогда доктор стал убедительно просить, чтобы ему дозволили остаться в крепости и лично удостовериться в том, что по какой-нибудь случайности или недосмотру его зять не будет выдан разъяренной толпе, которая так страшно выла и рычала у ворот, что минутами заглушала то, что говорилось в зале. Это дозволение было дано доктору, и он оставался среди кровавых зрелищ до тех пор, пока не прекратилась опасность с этой стороны. Мы не будем передавать здесь того, чему он был свидетелем в течение этих трех суток, с редкими и короткими перерывами ради сна и еды. Бешеная радость по поводу освобождения некоторых арестантов поражала его не менее, чем бешеная ярость, с какой других буквально изрезывали в куски. Был там и такой случай. Одного из заключенных оправдали и выпустили на волю. Но в ту минуту, как он выходил на улицу, какой-то свирепый дикарь по ошибке проколол его пикой. Доктора попросили пойти сделать перевязку раненому. Он пошел в те же самые ворота и застал его в объятиях целой толпы добрых самаритян, сидевших на трупах своих жертв. С той непоследовательностью, которая отличала вообще все, что творилось в этом мире дикого насилия, они оказали врачу всякое содействие, обращались с раненым в высшей степени внимательно и осторожно, устроили ему носилки и сами бережно отнесли и проводили его домой, после чего снова схватились за свое оружие и затеяли такую резню, что доктор сначала руками закрывал глаза от таких ужасов, а потом просто упал в обморок. Выслушивая эти секретные сообщения от своего друга, ныне достигшего шестидесяти двухлетнего возраста и вглядываясь в его лицо, мистер Лори побоялся, как бы не возвратился его старый недуг под влиянием таких страшных впечатлений. Но он еще не видывал его в его настоящем свете и вовсе не знал его в теперешней роли. В первый раз доктор сознавал теперь, что его страдания дают ему силу и могущество. В первый раз он чувствовал, что на этом лютом огне медленно ковалось то мощное железное орудие, которым он разобьет дверь тюрьмы, где томится муж его дочери, и освободит его. Все было к лучшему, друг мой. Я страдал не напрасно, и вижу, что моя мука не пропадет даром. Как моя бесценная дочь помогла мне вновь обрести самого себя, так и я теперь помогу ей обрести драгоценную часть ее самой, и с Божьей помощью я сделаю это. Так говорил доктор Маннет, и, глядя на его оживленные глаза, решительное лицо, сильную фигуру и спокойные движения, Джервис Лори поверил его словам. Ему всегда казалось, что жизнь этого человека была когда-то остановлена, как останавливается часовой механизм, и эти часы не шли много лет, в течение которых бездействующие силы копились и росли так правильно, что когда их снова завели и пустили в ход, они пошли с удвоенной энергией. Перед той настойчивостью, какую проявлял доктор, не устояли бы и более великие задачи. Постоянно держась своей роли практикующего врача, безразлично пользующего всяких пациентов, не разбирая, кто богат или беден, в тюрьме или на свободе, прав или виноват, он вел себя с таким тактом и так разумно пользовался своим личным влиянием, что вскоре его назначили врачебным инспектором трех мест заключения, в том числе и крепостной тюрьмы. Теперь он мог, наверное, сообщить Люси, что ее муж сидит не в одиночной камере, а в общей со многими другими. Он виделся с ним еженедельно и приносил ей нежные приветы, непосредственно исходившие из его уст. Иногда она получала даже письма от мужа, но не через доктора. И сама никогда не посылала мужу писем, так как в числе многих нелепых подозрений, выставляемых против эмигрантов, было то, будто бы они имеют постоянное сношение со своими друзьями и доброжелателями, живущими за границей. При такой усиленной деятельности нет сомнения, что доктор вел совершенно новый и очень тревожный образ жизни, однако смышленый мистер Лори видел, как в нем развивалось при этом чувство новой гордости, значительно поднимавшей его дух и служившей для поддержки его бодрости. В такой гордости не было ничего дурного, она была вполне естественна и законна, но старик подмечал ее как любопытную черту. Доктор знал, что в прежнее время его заключение в тюрьме связано было в уме его дочери и друга с мыслью о его печали, лишениях и слабости. Теперь все это изменилось. Он сознавал, что эти прежние испытания облекли его такой силой, на которую они возлагали всю свою надежду, и это сознание так возвеличило его в собственных глазах, что он властно распоряжался всем, в том числе и ими, обращаясь к ним как к слабейшим и убеждая вполне положиться на него сильнейшего, словом, он поменялся своей прежней ролью с Люси, но руководствовался при этом чувствами живейшей признательности и любви к ней, гордясь именно тем, что мог оказать услугу ей, столько ему послужившей. — Прелюбопытное явление, думал про себя благодушный и догадливый мистер Лори, но все это очень естественно и хорошо, а потому, любезный друг, бери на себя бразды правления и распоряжайся, как знаешь, тебе и книги в руки. Но как ни бился доктор, сколько ни хлопотал, сначала об освобождении Чарльза, а потом уже о том, чтобы его наконец судили, он ничего не мог поделать против преобладающего течения. Началась новая эра. Король был подвергнут суду, осужден и обезглавлен. Республика свободы, равенства, братства или смерти восстановила против себя весь мир и решила с оружием в руках победить врага или умереть. На высоких башнях собора Парижской Богоматери день и ночь развивалось черное знамя. Против всесветных тиранов вызвано было войско в триста тысяч человек. И собрались они со всех концов французской земли, как будто драконовы зубы рассеяны были по всему ее пространству и выросли и принесли плоды на всякой почве, на холмах и на равнинах, на каменистых горах, на щебне и в наносной грязи, под ясным небом юга и под пасмурным небом севера, по лесам и порослям, по виноградникам и среди олив, и там, где едва отрастала тощая трава, и скудно родился хилый хлеб, и на плодородных берегах широких рек, и в песках пустынного поморья. Какие же частные интересы могли устоять против стремительного потока первого года республики, единый и нераздельный, особенно если принять во внимание, что это был потоп, поднявшийся снизу, а не посланный с небес, и что в ту пору небеса были закрыты, а не отверсты. В ту пору не было ни отдыха, ни жалости, ни примирения, ни пощады, ни меры, ни времени. Дни и ночи по-прежнему совершали свое круговращение, как и в те дни, когда мир был молод, и было утро, и был вечер, как в первый день мироздания, но иного исчисления времени не было. Все смешалось и спуталось в этом горячечном бреду целого народа, как все путается и ускользает от сознания в горячечном бреду больного человека. Среди неестественного затишья целого города палач вдруг показал народу отрубленную голову короля. Казалось, что непосредственно вслед за тем он покажет голову хорошенькой блондинке королевы. А между тем она целых восемь месяцев вдовела в тюрьме и успела посидеть в это время. Но по странному закону противоречий, обычных в подобных случаях, время тянулось ужасно долго, хотя события мелькали с поразительной быстротой. В столице был учрежден революционный суд, и еще сорок или пятьдесят революционных комитетов было рассеяно по всей стране. Издали закон о подозрительных личностях, в силу которого жизнь и свобода каждого висела на волоске, и всякую минуту невинный и хороший человек мог попасть в копии преступного злодея. Тюрьмы были переполнены людьми, которые ничем не провинились и не могли добиться суда. Все это прочно установилось и получило характер обычного права, едва пережив несколько недель. Но превыше всего было одно безобразное явление, до того примелькавшееся всем, что казалось, будто оно тут было сотворение мира. То была фигура зубастой бабы, называемой гильотиной. Она служила любимой темой популярных шуток. Ее называли лучшим лекарством от головной боли, верным средством против седых волос. Говорили, что ничто не придает лицу более нежной окраски, называли ее бритвой, которая очень чисто бреет. Кто поцелует гильотину, тот заглянет в окошечко и чихнет в мешок и так далее. Гильотина была символом возрождения человеческого рода. Она заменила крест. Маленькие модели этой машины носили на груди, как прежде носили кресты, и поклонялись ей, и верили в нее, тогда как крест совсем оставили и сдали в архив. Она отрезала столько голов, что и сама она, и то место, где она обыкновенно действовала, окрасились густым багровым цветом. Она разбиралась на части, как головоломная игрушка какого-нибудь дьявольского подростка, и снова складывалась и устанавливалась, где была в ней надобность. Она унимала красноречивых, повергала в прах могущественных, упраздняла красоту и добро. Двадцать два друга, замечательных общественных деятеля, из них двадцать один живой и один мертвый, были обезглавлены ею в одно утро, не более как в двадцать две минуты времени. Главный палач, приводивший ее в движение, получил имя библейского силача. Главного палача звали Сансон, но служитель гильотины был сильнее своего тезки и еще более слеп, а врата храма божьего он выламывал каждый божий день. И среди всех этих ужасов доктор Ман отходил твердой поступью с поднятой головой. Веря в свою силу, осторожно подвигаясь к своей цели, он не сомневался, что в конце концов спасет мужа своей Люси. Но поток времени был так глубок и стремителен, время мчалось так быстро, что Чарльз уже целый год и три месяца томился в заключении, в ту пору, как доктор все еще не сомневался в успехе. В декабре этого года революция достигла такого бешеного озлобления, что на юге Франции реки были запружены трупами людей, насильственно утопленных по ночам. Арестантов выводили на площадки, выстраивали квадратами или рядами и расстреливали при свете зимнего солнца. А доктор все расхаживал среди этих ужасов с высоко поднятой головой. Во всем Париже не было человека более известного и никто не занимал такого странного положения, как он. Молчаливый, сострадательный. Он был необходим как в госпиталях, так и в тюрьмах, одинаково прилагая свое искусство и к убийцам, и к жертвам, и всюду стоял особняком. Даже в те минуты, когда он применял свое познание к живым людям, его оригинальная внешность и всем известная история его заключения в Бастилии делали его непохожим на других людей. Его ни в чем не подозревали. Никогда не сомневались в нем, как будто он в самом деле воскрес лет за восемнадцать перед тем, или был бесплотным духом среди смертных. Глава пятая Пильщик Год и три месяца И во все это время Люси ни на один час не могла знать, наверное, что на завтра гильотина не отрубит голову ее мужу. Каждый день по улицам ездили тяжелые телеги и грохоча по мостовой возили осужденных на казнь. Красивые девушки, блестящие женщины, каштановые волосы, черные волосы, седые, юноши, мужчины в цвете лет и дряхлые старики, дворяне и простолюдины все служили красным вином для гильотины и за дня в день вытаскивались из темных погребов отвратительных тюрем и отправлялись по улицам утолять ее ненасытную жажду. Свобода, равенство, братство или смерть, да, но последний из этих даров достигался всего легче. Бедствие обрушилось так внезапно, и колесо времени закрутило ее так стремительно, что если бы Люси Дарней, ошеломленная такими впечатлениями, пассивно отдалась бы им, и в праздном отчаянии ожидало бы конца своего искуса, это было бы неудивительно, и очень многие поступали именно таким образом. Но с того часа, как она прижала седую голову отца к своей свежей девической груди на чердаке Сент-Антуанского предместия, она приняла на себя известные обязанности и никогда не изменяла им. В годину испытаний она еще усерднее выполняла их, как бывает со всеми искренне честными и хорошими людьми. Как только они переселились на новую квартиру, и доктор приступил к правильному исправлению своей должности, Люси привела свое маленькое хозяйство в такой порядок, как будто и муж ее жил с ними. Всему нашлось определенное место и определенное время. Маленькую Люси она учила так же аккуратно, как если бы они все вместе жили под кровом своего английского дома. Тяжело было у нее на душе, и только тем она отчасти облегчала свое горе, что сама себя обманывала надеждой на скорое возвращение мужа, и делала приготовление к его приему, вроде того, что убирала отдельно его кресла, его книги, а по вечерам утешалась тем, что в общей молитве обо всех несчастных пленниках, томившихся в неволе под страхом насильственной смерти, особенно молилась за одного, бесконечно дорогого для нее узника. По наружности она мало изменилась. Ее простые и темные платья, напоминавшие траурные одежды, были все так же хорошо сшиты и опрятны, как и прежние яркие наряды более счастливых дней. Она потеряла румянец. Прежнее сосредоточенное выражение, минутами появлявшееся на ее лице, теперь стало постоянным. Но вообще она оставалась очень красива и приятна на вид. Иногда по вечерам целуя отца, она вдруг разражалась слезами, которые во весь день сдерживала и говорила, что помимо Бога только на Него полагает всю свою надежду. На это он отвечал решительным тоном. Ничего с ним не может случиться без моего ведома Люси, и я знаю, что могу его спасти. Когда они окончательно устроились на своей квартире и потекла однообразная трудовая жизнь, через несколько недель отец сказал ей, вернувшись вечером домой, милая моя, там в тюрьме есть такое окно, которому Чарльз может иногда иметь доступ, не иначе, как в три часа пополудни. Когда он будет стоять у этого окна, что зависит от многих случайных и непредвиденных обстоятельств, он мог бы тебя видеть, если бы ты очутилась на некотором месте улицы, которое я могу тебе указать. Но ты его не увидишь, бедняжка моя, да если бы и увидела, было бы слишком опасно подать ему малейший знак. О, покажите мне это место, папа, и я каждый день буду туда ходить. С тех пор во всякую погоду она дежурила там по два часа, ровно в два приходила, а в четыре безропотно уходила назад. Когда погода была не слишком сырая или холодная, она приводила с собой и ребенка, в остальное время являлась одна и не пропустила ни единого дня. Это был темный и грязный закоулок одной пустынной и очень извилистой улицы. По обеим сторонам ее тянулись высокие стены, и только в одном конце стояла лачуга пильщика, занимавшегося пилкой дров на поленье для топлива. На третий день ее прихода он заметил ее. — Здравствуй, гражданка! — Здравствуй, гражданин! Такая форма приветствия была предписана особым декретом. Некоторые особенно усердные патриоты установили ее между собой довольно давно, но теперь она стала обязательна для всех. — Опять пришла погулять, гражданка! — Как видишь, гражданин! пильщик, маленький человечек, отличавшийся юркостью и обилием телодвижений, в прежнее время он занимался починкой дорог, взглянул на тюрьму, указал на нее пальцем, потом растопырил все десять пальцев перед глазами, изображая тюремные решетки в окнах, и стал шутливо выглядывать из-за них. — Не мое дело! — молвил он вдруг, и принялся опять пилить дрова. Но другой день он уже поджидал ее, и как только она показалась, воскликнул. — Как? Опять тут гуляешь, гражданка? — Да, гражданин. — А еще и с ребенком, ведь это твоя мама, гражданочка. — Надо сказать, да, мама, прошептала маленькая Люси, прижимаясь к матери. — Да, милочка. — Да, гражданин. — Ага, да, это не мое дело. Мое дело вот какое. Видишь, какая у меня пила? Я ее зову маленькой гильотиной. И пилю вот так, ля-ля, ля-ля, бух, и отрубил ему голову. Полено отвалилось, и он бросил его в корзину. — Я говорю, что я самсон дровяной гильотины. Посмотри, как она хорошо действует, ля-ля, 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 бух, и ее голова прочь. Теперь примемся за детскую. Тик-тик, пик-пик, бац, и эта головка прочь. Вся семейка значит. Люси невольно вздрогнула, когда он бросил еще два полена в корзинку. Но не было возможности быть тут и не попадаться на глаза пильщику, пока он был за работой. Поэтому она, чтобы задобрить его, сама первая здоровалась с ним и часто давала ему денег на выпивку, которые он принимал очень охотно. Он был довольно любопытный парень, и подчас, когда она совершенно позабывала о его существовании, вперев глаза в тюремные крыши и решетки и вознося сердцем к своему мужу, она вдруг, очнувшись от своего забытья, замечала, что он бросил работу, уперся коленом в свою скамью, отложил пилу и пристально смотрит на нее. «Мое дело сторона», говорил он обыкновенно в такие минуты, и снова усердно принимался за пилку. Во всякую погоду, в зимний снег и мороз, на весеннем резком ветру, в жаркие летние дни, в осенний дождь и опять в зимнюю стужу, Люси каждый день проводила два часа на этом месте и каждый день, уходя, целовала стену тюрьмы. Отец сообщил ей, что муж видит ее примерно один раз из пяти или шести. Иногда случалось, что он видел ее два или три дня подряд, иногда не видел целую неделю и даже две недели. С нее довольно было знать, что при благоприятных обстоятельствах он может ее увидеть, и ради этой возможности она готова была стоять тут целые дни семь раз в неделю. В таких занятиях дожила она до декабря месяца следующего года, когда отец ее все еще ходил среди всяких ужасов с высоко поднятой головой. День был пасмурный и шел небольшой снег, когда она по обыкновению пришла на тот же угол. Был какой-то праздник, и по улицам происходило бурное ликование. Мимоходом она видела, что дома утыканы шестами, на которых надеты красные колпачки, развивались трехцветные ленты и красовались патриотические надписи, выведенные также в три цвета. Республика единая и нераздельная свобода, равенство, братство или смерть. Жалкая ловчонка пильщика была так мала, что на ней с большим трудом умещалась такая надпись. Нашелся какой-то приятель, начертавший ему эти слова, но для слова смерть почти не нашлось места, и оно было скомкано до неприличия. На крыше лачуги он выставил шест с красным колпаком, как и подобало доброму гражданину, а в окне была выставлена пила, и на ней надпись «Маленькая святая гильотина», так как великую зубастую бабу народ успел тем временем сопричислить к лику святых. Лавочка была заперта, пильщика не было дома, что было великим облегчением для Люси и давало ей возможность побыть тут совсем одной. Но, увы, пильщик был недалеко. Вскоре Люси услышала смутные крики и топот, наполнившие ее душу ужасом. Через минуту из-за угла тюрьмы показалась толпа народу, и среди них она увидела пильщика об руку с местью. Их было по крайней мере пятьсот человек, и все они плясали точно пять тысяч демонов. Музыку заменяло их собственное припевание. Они плясали под звуки любимой революционной песни, резко отчеканивая такт, что было похоже на дружный скрежет зубов. Плясали мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, как попало. Вначале это была просто буря из красных колпаков и грубых шерстяных лохмотьев. Но по мере того, как они заполняли площадку и выстраивались перед Люси, они начинали выделывать правильные фигуры какого-то бешеного танца, двигались вперед, пятились назад, ударяли друг другу в ладони, хватали друг друга за головы, вертелись поодиночке, потом, сплетаясь руками, вертелись попарно, причем иные падали от головокружения. Вокруг упавших тотчас образовался хоровод, и все, держась за руки, вертелись кругом. Потом общий круг разрывался на отдельные кружки, и они вертелись то вдвоем, то вчетвером. Все разом останавливались, начинали фигуру сызного, опять хлопали в ладони, схватывались и принимались кружиться в противоположную сторону. Вдруг они снова остановились, выждали минутку, опять затянули ту же песню, развернулись рядами поперек улицы, низко наклонили головы, высоко подняли руки и с диким воплем понеслись вперед. Никакая битва не могла быть ужаснее этой пляски. Так ясно было видно в ней извращение первоначального смысла. Когда-то это было невинное развлечение, в которое замешался дьявол, здоровое препровождение времени, обращенное в способ горячить кровь, отуманивать рассудок и ожесточать сердца. То, что оставалось миловидного в этой пляске, придавало ей тем более отвратительный характер, показывая, как можно извращать и обезображивать. То была карманьола. Когда она промчалась мимо, оставив испуганную и ошеломленную Люси одну на пороге лачуги пильщика, перистые хлопья снега продолжали тихо сыпаться с неба, устилая почву мягким белым слоем, как будто ничего другого и не было на этой площадке. Люси на несколько мгновений закрыла лицо руками. Когда она снова отвела их, перед ней стоял ее отец. — О, папа! промолвила она. — Какой ужас! Какая гадость! — Знаю, знаю, душа моя, я много раз видел это зрелище. Не пугайся, никто из них тебя пальцем не тронет. Я не за себя боюсь, папа, но когда подумаю, что мой муж зависит от их произвола, скоро мы его избавим от их произвола. Когда я уходил сейчас, он полез к окошку, а я пошел предупредить тебя об этом. Здесь теперь никого нет, никто не увидит. Можешь послать ему рукой воздушный поцелуй, вон туда, где самый высокий выступ крыши. Я так и делаю, папа, и всю душу посылаю туда, к нему. Ты его не видишь, бедняжечка моя? Нет, папа, говорила Люси, подняв голову, плача, и посылая воздушные поцелуи. Нет, не вижу. По снегу заскрипели шаги. Мадам де Фарш. Здравствуйте, гражданка, сказал доктор. Здравствуйте, гражданин, ответила она мимоходом. И больше ничего. Как тень прошла мадам де Фарш по белой дороге. Дай мне руку, душа моя. Уходя отсюда, сделай вид, что ты бодра и весела ради него. Ну, вот отлично. Они в это время уходили домой. Ты не напрасно это сделала. Чарльза на завтра вызывают в суд. На завтра. Нельзя терять время. Я то вполне приготовился. Но нужно принять еще некоторые предосторожности, которых нельзя было принимать, не зная, наверное, когда его вызовут. Он еще не получал повестку, но я знаю, что его сегодня вызовут и переведут в консьержери. Меня своевременно извещают обо всем. Ты не боишься? Она едва могла выговорить. Полагаюсь на вас. И отлично. Так и надо. Твое ожидание приходит к концу мое сокровище. Через несколько часов ты снова соединишься с ним. Я обеспечил ему протекцию со всех сторон. Надо бы мне повидаться с Лори. Он остановился. Послышалось тяжелое грохотание колес по мостовой. Оба знали, что это значит. Одна, две, три. Три телеги со своим страшным грузом проезжают по улицам, и треск их заглушается слоем пухлого снега. Мне необходимо видеть Лори, повторил доктор, и повел ее другой дорогой. Стойкий старый джентльмен все еще управлял конторой, ни на один час не пренебрегая своими обязанностями. Как его самого, так и его счетные книги постоянно требовали по делам имуществ, конфискованных и объявляемых собственностью народа. Все, что возможно было спасти и приберечь для законных владельцев, он спасал и приберегал. Он цепко держался за все, что отдавалось Тельсону на хранение и умел как никто хранить добро и молчать об этом. Небо подернулось мутно красным и желтым оттенками. Сен и поднимался сизый туман, знак, что начинало смеркаться. Было почти темно, когда они дошли до банка. Величавые палаты светлейшего герцога стояли мрачной и пустынной. Во дворе над кучами мусора и пепла тянулась вывеска с надписью «Собственность народа! Республика единая и нераздельная! Свобода, равенство, братство или смерть!» Кто бы мог быть в гостях у мистера Лори? Чье это верхнее платье сброшено на стул и почему владелец этого платья не показывается из соседней комнаты? Почему сам мистер Лори вышел оттуда такой взволнованный, удивленный и так странно встретил свою любимицу, заключив ее в свои объятия? А когда она сказала ему несколько слов, отчего он так возвысил голос? И, обернувшись в сторону той двери, из которой пришел, громко произнес «Переведен в консьержери и вызван в суд на завтра». Кому он это сказал? Глава шестая Победа Грозный трибунал, состоявший из пяти судей, одного обвинителя и определенного числа присяжных, заседал каждый день. Составленные ими списки всякий вечер вручались тюремщикам, которые прочитывали эти списки заключенным во всех тюрьмах. В этих случаях тюремные сторожа любили пускать в ход все одну и ту же шутку. Эй, вы, выходите послушать вечернюю газету. Шарль Эвремонт, именующий себя Дарней. Так начиналась на этот раз вечерняя газета в крепостной тюрьме. Каждый раз, как выкрикивали имя, тот, кому оно принадлежало, выступал из рядов и становился отдельно в определенном месте, имевшем роковое значение. Шарль Эвремонт, именовавший себя Дарней, имел причины знать, что это значило. На его глазах сотни людей проходили таким образом, бесследно исчезая. Тюремщик с опухшим лицом надел очки для чтения списка и, приостановившись, посмотрел поверх очков, занял ли он свое место. Потом прочел весь список с такими же остановками после каждого имени. имен было двадцать три, но на лицо оказалось только двадцать человек, потому что один из вызываемых умер в тюрьме и был позабыт. Двое уже были обезглавлены и тоже позабыты. Чтение списка происходило в том самом зале со сводами, где Дарней видел сборище арестантов в тот день, когда его привели сюда. С тех пор все они погибли во время поголовного избиения, а те, с которыми он после того познакомился и сошелся, умерли на эшафоте. Они сказали друг другу несколько торопливых слов привета, простились и только. Расставание было недолгое. Это случалось изо дня в день, и общество собиралось в тот же вечер поиграть в фанты, а потом задать маленький концерт. Они столпились у решеток и пролили несколько слез. Но надо было тотчас же придумать, кем заменить выбывающих двадцать человек, чтобы не задержать игру, а времени оставалось немного до запирания на ночь. Тогда в общие залы и коридоры спустят больших собак, которые по ночам сторожат пленников. Арестанты были далеко не бездушные и не бесчувственные люди. Их теперешние нравы и обычаи сложились под влиянием времени. Известно, что в ту пору существовало нечто вроде болезненного поветрия или увлечения, заставлявшего многих без всякой надобности доносить на себя и добровольно предаваться на жертву гильотини. И это делалось не из хвоставства, не считалось молодецким подвигом. Люди просто подчинялись какой-то заразе среди расшатанного общественного строя. То же было и тут, только с легким изменением. Во время чумы бывают же люди, которых тянет к ней, хочется заразиться и умереть от нее. У всех нас в сокровенных тайниках души случаются такие странности. Но они не всегда проявляются. Чтобы вызвать их наружу, нужно стечение особенных обстоятельств. Переселение в консьержери совершалось быстро, в темноте. Ночь, проведенная в холодных камерах этой тюрьмы, кишевших паразитами, тянулась долго. На другой день пятнадцать арестантов прошли перед судилищем, прежде чем Чарльз Дарней был вызван по имени. Все пятнадцать были приговорены к смерти, причем суд над ними продолжался всего полтора часа. Шарль Эвремонт, называемый Дарней, раздалась наконец по очереди. Его судьи сидели на своих местах в шляпах с перьями. На остальных членах судилища преобладали красные колпаки с трехцветными кокардами. Взглянув на присяжных и на буйную публику, можно было подумать, что здесь все вывернулось наизнанку. Злодеи судили честных граждан. Городская чернь самого низкого, подлого и жестокого разбора, а где же не бывает некоторой доли подобного люда, заправляла этим заседанием. Они громогласно обсуждали вопросы, одобряли, осуждали, забегали вперед, заранее подсказывали приговоры, и никто их не останавливал. Мужчины были большей частью вооружены, чем попало. Из женщин у многих были ножи, кинжалы, одни пили и ели во время заседания, многие вязали на спицах. В числе последних была одна, державшая подмышкой сверток готового вязания, но продолжавшая трудиться над таким же рукоделием. Она сидела в переднем ряду рядом с мужчиной, которого Дарния видел только однажды, в день своего прибытия на парижскую заставу, но он тотчас признал в нем де фаржа. Он заметил, что она раза два что-то шептала ему на ухо и подумал, что это, вероятно, его жена. Но всего более бросилось ему в глаза то обстоятельство, что, хотя эта чета сидела от него так близко, как только было возможно, ни тот, ни другая ни разу не взглянули на него. Они как будто упорно чего-то ждали и смотрели исключительно на присяжных. Пониже председателя сидел доктор Маннет в обычном своем темном платье. Насколько мог судить арестант, доктор и мистер Лори были единственными лицами, непричастными к составу суда в этом зале. Одни они были одеты, как обычно, а не переряжены в пестрые тряпки грубой карманьолы. Публичный обвинитель обвинял Шарля Эвремонда именуемого Дарней в том, что он аристократ и эмигрант, жизнь которого принадлежала республике в силу декрета, воспрещавшего эмигрантам возвращаться на родину под страхом смертной казни. То, что декрет был издан после его приезда во Францию, не имело значения. Вот он, этот эмигрант, а вот и декрет. Подсудимый арестован во Франции, стало быть, надо отрубить ему голову. Рубить ему голову, закричала публика, он враг республики. Председатель зазвонил в колокольчик, чтобы унять крик, и спросил подсудимого, правда ли, что он несколько лет прожил в Англии. Совершенная правда. Следовательно, вы эмигрант? Как же иначе можете вы назвать себя? Нет, не эмигрант. И надеюсь, что по точному смыслу закона никто не признает меня эмигрантом. Это почему, осведомился председатель, а потому, что я добровольно отказался от постылого титула и от опротивившего положения и только затем покинул свое отечество. Притом покинул гораздо раньше, чем возможно было существование эмигрантов в теперешнем значении этого слова. Покинул отечество, дабы в Англии жить своим трудом, а не пользоваться трудами французского народа, и без того подавленного бременем всяких трудов и налогов. А можете ли вы доказать справедливость своих слов? Подсудимый просил вызвать двух свидетелей, Теофиля Габеля и Александра Маната. «Однако вы женились в Англии?» заметил ему председатель. «Это правда, но жена моя не англичанка». «Разве она гражданка Франции?» «По происхождению да». «Как ее имя и фамилия?» «Люси Манат. Она единственная дочь доктора Маната, доброго врача, находящегося в этом же зале». Этот ответ произвел на собрание благоприятное впечатление. Со всех сторон поднялись восторженные крики, прославлявшие всем известного доброго врача. Публика была так капризно настроена, что в ту же минуту полились слезы по щекам нескольких свирепых лиц, только что сейчас взиравших на подсудимого с такой яростью, как будто они с нетерпением ждали момента, когда можно будет вытащить его на улицу и там растерзать. Недаром доктор Маннет столько времени учил Чарльза Дарния, куда поставить ногу на каждом шагу предстоящего ему опасного пути. На основании тех же мудрых советов пошел он и дальше поторной дорожке, каждый вершок который был заранее для него подготовлен доктором. Председатель спросил, зачем же он только теперь вернулся во Францию, а не раньше. Он потому не приезжал раньше, был ответ, что во Франции не имел иных средств к жизни, помимо тех, от которых добровольно отказался. А в Англии жил тем, что преподавал французский язык и литературу. Возвратился же во Францию по настоятельной письменной просьбе одного французского гражданина, который писал, что жизнь его находится в опасности по причине его отсутствия. И вот он приехал, дабы спасти жизнь этого гражданина и с опасностью для собственной жизни оправдать его. Неужели это преступление в глазах республики? Толпа восторженно закричала «Нет! Нет!» И председатель опять зазвонил в колокольчик. Но это нисколько не помогало, и они продолжали кричать «Нет!» пока сами не унились. Председатель спросил «Как зовут этого гражданина?» Подсудимый объяснил, что это первый из названных им свидетелей. Упомянул также о письме этого гражданина, которое у него отобрали при въезде в Париж и, вероятно, приобщили к делу. Оно, несомненно, должно находиться в числе документов, лежащих ныне перед председателем. Доктор заранее принял меры, чтобы оно было тут. Уверил своего зятя, что это письмо непременно тут будет, и точно. Его нашли и тут же прочли вслух. Вызвали гражданина Габеля подтвердить, точно ли он писал это письмо. И он подтвердил. Гражданин Габель намекнул со всевозможной деликатностью и оговорками, что по множеству дел, которыми суд постоянно завален по поводу громадного количества врагов республики, его, Габеля, немножко позабыли в тюрьме при аббатстве, что, вероятно, его скромная особа совсем вылетела из патриотической памяти почтенного трибунала, и что вспомнили о нем всего три дня тому назад. Тогда же его вызвали в суд, рассмотрели его дело и выпустили на свободу, так как присяжные признали его достаточно оправданным тем фактом, что гражданин Эвремонт добровольно отдался в руки правосудия. Затем вызвали второго свидетеля, доктора Манетта. Его личная популярность, высокая репутация и ясность его ответов произвели большое впечатление. Он рассказал, что после своего освобождения от долговременного заключения в тюрьме он тотчас познакомился с обвиняемым, который стал первейшим его другом и, оставаясь в Англии, всегда поддерживал добрые сношения с ним и его дочерью и оставался им верен в изгнании. Что не только обвиняемый не был в дружбе с аристократами Англии, но само правительство смотрело на него косо, и даже однажды он был судим там уголовным судом в качестве врага Англии и сторонника североамериканских Соединенных Штатов. По мере того, как доктор излагал все эти обстоятельства, осторожно, но с жаром и прямодушием свойственными истине, присяжные и публика слились воедино. И когда наконец он вызвал по имени некоего господина Лори английского джентльмена, ныне здесь присутствующего, а в то время бывшего вместе с ним в числе свидетелей по уголовному делу, слушанному в Англии, и прибавил, что он и Лори может подтвердить истину его показаний, присяжные объявили, что с них довольна, и они готовы дать заключение, если председатель согласен их выслушать. При каждом отдельном голосовании присяжные давали свои ответы поодиночке и вслух. Присутствовавшая чернь разражалась криками одобрения. Все высказались в пользу подсудимого, и председатель объявил его свободным. Тут началась одна из тех сцен, которыми толпа иногда потворствует своему легкомыслию, иногда уступает внутренней потребности к великодушию и милосердию, а иногда просто желает доказать, что она способна не на одни только жестокости. Трудно проследить теперь, чему приписать такие удивительные проявления. Вероятно, что до некоторой степени тут одновременно действовали все три причины, причем вторая преобладала. Как только оправдательный приговор был произнесен, слезы полились так же обильно, как в другое время проливалась кровь, и на дарния посыпалось столько братских объятий, сколько успело до него дорваться особ обоего пола, так что он, ослабев после своего долговременного заключения в гнилой тюрьме, едва не лишился чувств, зная при том, что если бы та же самая толпа находилась под влиянием иного настроения, она бы точно с таким же усердием накинулась на него, чтобы разорвать в клочки и разбросать их по улицам. От избытка этих лаской объятий избавило его лишь то обстоятельство, что после него предстояло судить еще пятерых. Их судили за раз по обвинению в том, что они ни словом, ни делом не способствовали установлению республики и, следовательно, были ее врагами. Судоговорение произошло с такой быстротой, и трибунал так поспешил вознаградить себя и государство за оправдание одного Эвремонда, что всех пятерых приговорил к смертной казни через двадцать четыре часа. И Эвремонд не успел еще выйти из этих стен, как осужденные уже сошли вниз в общие сини. И первый из них сам сообщил ему об этом, подняв указательный палец кверху, что на тюремном условном языке означало смерть, после чего все пятеро воскликнули «Да здравствует республика!» Впрочем, когда судили этих пятерых, в зале не оставалось уже публики, затягивавшие судоговорение. Выйдя из ворот, доктор Маннет и Дарний застали на улице большую толпу, в которой они узнавали почти всех, кто был на суде, за исключением только двух, которых тут не было. Как только Чарльз показался, снова полились слезы, снова на него набросились с объятиями, криками, то поодиночке, то все за раз, так что голова у него закружилась, и ему показалось, что и река, протекающая мимо, и сами берега, на которых происходило это бешеное торжество, завертились у него перед глазами наподобие обезумевшей толпы. Эти люди усадили его в большое кресло, вытащенное из зала суда или из каких-то синей, покрыли кресло красным флагом, а к спинке привязали шест, увенчанный красным колпаком. Как не уговаривал их доктор оставить эту затею, они посадили Чарльза на эту триумфальную колесницу и на плечах понесли к его квартире. У ног его колыхалось целое море красных шапок, и из-под них иногда выглядывали на него такие ужасные лица, что он начинал сомневаться в действительности, подозревал, что сам помешался, и что его просто везут в телеги на пути к гильотине. Буйная процессия была похожа на какой-то страшный сон. Его несли, обнимались со встречными и всем его показывали. Окрашивая убеленной снегом улицы красным цветом республики, они топтались и скакали по мостовой с таким же оживлением, как в ту пору, когда окрашивали ее еще более густым багровым цветом и таким манером внесли Чарльза во двор дома, где жило его семейство. Доктор пошел вперед предупредить дочь о случившемся, и когда ее муж предстал перед ней, она без чувств упала к нему на руки. Прижав ее груди, он так повернул ее прелестную голову, чтобы заслониться ею от буй навеселившейся толпы, и чтобы никто не видел его слез и уст, припавших к ее устам. Видя это, несколько человек начали танцевать. Тогда и вся толпа в одну минуту предалась пляске, и по всему двору затянули карманьолу. Потом схватили одну молодую женщину, посадили на опустевшее кресло, провозгласили ее богиней свободы и понесли вон со двора, запрудив все соседние улицы на набережную сену и дальше через мост, продолжая отплясывать карманьолу, которая и увлекла их в другую часть города. Дарни горячо сжал руку доктора, стоявшего перед ним в гордом сознании своей победы. Потом схватил руку мистера Лори, который прибежал, запыхавшись, и на силу мог пробраться сквозь толкотню карманьолы, расцеловал маленькую Люси, обвившую ручками его шею, расцеловался с верной и усердной мисс Прос, которая подала ему малютку дочь, и, наконец, схватил на руки жену и отнес ее наверх в их квартиру. Люси, радость моя, я спасен! О, бесценный мой Чарльз, дай же мне на коленях возблагодарить за это Бога! Все благоговейно преклонили головы. Снова приняв ее в свои объятия, он сказал ей, «А теперь, дорогая, поблагодари отца! Ни один человек во Франции не мог бы сделать для меня того, что он сделал!» Она положила голову на грудь отца, как сам он давно-давно клал свою бедную голову на ее грудь. Он был счастлив тем, что мог отплатить ей, чувствовал, что вознагражден за прежние страдания и гордился своим могуществом. «Не будь же так малодушно мое сокровище!» уговаривал он ее. «Не дрожи так, ведь я его спас!» Глава седьмая Стук в дверь «Я его спас!» И это не был сон часто им снившийся. Нет, он в самом деле возвратился в свою семью, а жена его все-таки трепетала и мучилась смутным, но тяжким предчувствием. Они жили в такой сгущенной и темной атмосфере. Народ был так изменчив и мстителен в своих настроениях, так часто ни в чем не повинных людей убивали по неопределенному подозрению, или просто из злобы, что не приходилось этого забывать. Она отлично знала, что многие такие же безупречные люди, как и ее муж, и не менее его драгоценные для своих близких, каждый день подвергались той судьбе, от которой ее отец только что избавил его, а потому у нее на сердце было далеко не так легко, как по ее мнению следовало. Наступали сумерки зимнего короткого дня, и в эту самую минуту тяжелые телеги грохотали по улицам. Ее воображение невольно следовало за ними, ища в числе осужденных его, и тогда она еще крепче льнула к нему, бывшему тут, с нею, и трепетала еще больше. Отец ободрял ее, относясь со снисходительной жалостью к такой женской слабости, так что даже удивительно было на него смотреть. Куда девались чердак и башмачное ремесло, и номер 105-й, и северная башня? Ничего подобного и следов не было. Он достиг поставленной себе цели, выполнил свое обещание, спас Чарльза, стало быть, пускай все полагаются на него. Хозяйство их велось очень скромно, и не только потому, что так было безопаснее, не возбуждало зависти соседей и не обидно было для народа, а также и потому, что у них очень мало было денег. Между тем, Чарльзу во все время, что он сидел в тюрьме, приходилось платить очень дорого за свою скверную пищу, за сторожей и за содержание некоторых из беднейших арестантов. По этой причине, отчасти, во избежание домашнего шпионства, они не держали прислуги. Иногда оказывали им кое-какие услуги тот гражданин и гражданка, что жили у ворот дома в качестве привратников. Кроме того, мистер Лори почти совершенно предоставил в их распоряжение Джерри Кренчера, который даже ночевал в их квартире. По распоряжению республики единый и нераздельный во имя свободы, равенства, братства или смерти приказано было, чтобы на каждой двери или на дверном косяке каждого дома крупными и четкими буквами были написаны на известном расстоянии от земли имя и фамилия каждого жильца. Поэтому и имя мистера Джерри Кренчера своевременно украсило собой входную дверь нижнего этажа. А когда сгустились вечерние сумерки, сам владелец этого имени появился на пороге, только что отпустив маляра, который по приказанию доктора Маната вывел на двери имя Шарля Эвремонда по прозвищу Дарней. Среди всеобщего недоверия и страха, омрачавшая в этот период времени, все нравы и обычаи ежедневного обихода переменились. В маленьком хозяйственном мерке доктора, как и во многих других, все предметы ежедневного потребления покупались с вечера в небольшом количестве и в различных мелочных лавочках. Люди только о том и думали, как бы поменьше обращать на себя внимание и не подавать повода к сплетням и пересудам. С некоторого времени мисс Прос и мистер Кренчер исполняли должность поставщиков провианта. Она заведовала деньгами, а он нес корзину. Всякий день под вечер, около того времени, когда по городу начинали зажигать фонари, они отправлялись за покупками и приносили домой все, что на ту пору было нужно. Мисс Прос столько лет прожила во французском семействе, что могла бы так же хорошо научиться французскому языку, как и своему собственному, была бы охота. Но именно охоты у нее и не было. А потому этот вздор, как ей угодно было обзывать французскую речь, был ей не более понятен, чем самому мистеру Кренчеру. Что касается ее способов приобретения тех или других товаров, она обыкновенно поступала так. Войдя в лавку, она без всяких околичностей твердо произносила какое-нибудь имя существительное, и если оказывалось, что оно относится не к тому предмету, который ей желательно было получить, она искала его глазами, а отыскав, налагала на него руку и держала до тех пор, пока не заключала торга. Оторговалась она упорно, и какую бы цену купец не назначил, изображая цифру пальцами, она непременно давала на один палец меньше, чем он просил. — Ну, мистер Кренчер, сказала мисс Прос, появившись с опухшими и красными от счастья глазами, коли вы готовы, пойдемте. Джерри сипло заявил, что он к ее услугам. Ржавчина с него давно сошла, но вихры на голове все так же торчали наподобие гвоздей, и ничто не могло их притупить. — Нам нужно всякой всячины, сказала мисс Прос, и придется изрядно побегать по разным местам, между прочим, надо купить вина. Воображаю, какие заздравные тосты провозглашают эти красноголовые в винных погребках. — Да не все ли вам равно, мисс, заметил Джерри, за ваше ли здоровье они будут пить, или за здоровье старого Ника? — Это кто же такой? — осведомилась мисс Прос. Мистер Кренчер немного замялся, однако же ответил. — Да все равно, что дьявол. — Ну вот еще, — воскликнула мисс Прос. — Я и без переводчика знаю, что на уме у этого Люда. Они только и думают об убийствах да о злодействах. — Тише, тише, милая, пожалуйста, будьте осторожнее, — воскликнула Люси. — Да да, я буду сказала мисс Прос. — Ну а между нами все-таки позволительно пожелать, чтобы на улице не было обнимания и чтобы не душили прохожих луком и табачищем. Ну, птичка, смотри же, до моего возвращения не трогайся с места. Любуйся на своего милого мужа. И покуда не приду, так и сиди с ним у огня, положив головку ему на плечо. Вот как теперь сидите? — Доктор Маннет, можно у вас спросить одну вещь? — Я думаю, что вы можете позволить себе такую вольность, отвечал доктор, улыбаясь. — Ох, ради бога, не толкуйте про вольность. Этого добра и так слишком много, сказала мисс Прос. — Тише, милая, милая, опять, напомнила Люси. — Хорошо, моя косаточка, сказала мисс Прос, энергично кивая. — Только ведь я, слава богу, подданная его пресветлого величества короля Георга Третьего. Произнося это имя, мисс Прос сделала книгсон. И стало быть, у меня такое правило. Я политики не знаю, прах бы взял все козни их. Все надежды, полагаю, на правителей своих. Ими держится земля. Храни Боже короля. Мистер Кренчер в приливе верноподданнических чувств хрипло повторил эти слова за мисс Прос, как делается в церкви. И отлично, что вы остались таким истинным англичанином. Жаль только, что простуда испортила вам голос, сказала мисс Прос одобрительным тоном. А еще все-таки у вас спрошу, доктор Маннет, скажите, пожалуйста. Надо заметить, что эта добрая душа имела обыкновение притворяться, будто ей кажется совсем неважным то, что всего больше их тревожило, и затрагивать эти вопросы как бы случайно и мимоходом. Скажите, пожалуйста, скоро ли мы отсюда уедем? Боюсь, что еще не скоро. Это было бы небезопасно ради Чарльза. Ну, ничего, молвила мисс Прос, подавляя вздох и весело глядя на золотистые волосы своей милочки, озаряемые пламенем камина. Значит, надо стиснуть зубы и еще подождать только и всего. Держи голову выше и сожми кулаки, как говаривал мой брат Соломон. Идем, что ли, мистер Кренчер? А ты, птичка, смотри у меня, сиди смирно. Они ушли, оставив Люси, ее мужа, отца и ребенка, у ярко плавшего камина. Мистера Лори ожидали с минуты на минуту, тотчас после закрытия банкирской конторы. Мисс Прос перед уходом и лампу зажгла, но отставила ее в сторонку в угол, чтобы им приятнее было у огня. Маленькая Люси сидела возле дедушки, обняв обеими руками его руку, а он начал в пол голоса рассказывать ей волшебную сказку о том, как одномогущественная фея разрушила тюремные стены и освободила узника, который когда-то оказал ей услугу. Все было тихо и спокойно, и Люси начинала чувствовать себя гораздо лучше. «Это что такое?» вскрикнула она вдруг ни с того ни с сего. «Душа моя!» сказал ее отец, прерывая свой рассказ и положив руку на ее руку. «Успокойся! Ты совсем не владеешь собой! Можно ли так распускать себя? Всякий пустяк! Малейшая безделица тебя пугает! Ты или это дочь своего отца?» «Мне показалось, папа!» сказала Люси побледнев и дрожащим голосом, как бы извиняясь. «Мне показалось, что на лестнице кто-то чужой!» «Душенька, на лестнице ровно никого нет!» Едва он произнес эти слова, как в дверь постучались. «Папа, папа, что это? Спрячьте Чарльза! Спасите его!» «Дитя мое!» сказал доктор, вставая и положив руку на ее плечо. «Я и так спас его!» «Что за малодушие, моя милая? Пусти, я пойду отварю!» Он взял лампу, прошел две комнаты, отделявшие гостиную от передней, и отпер дверь. Последовал грубый топот ног по паркету, и в комнату ввалились четверо мужчин в красных колпаках, вооруженные саблями и пистолетами. «Дома ли гражданин Эвремонт по прозвищу Дарней?» спросил первый из вошедших. «Кому его нужно?» сказал Дарней. «Мне нужно!» «Нам всем нужно!» «Я вас узнал, Эвремонт!» «Я вас видел сегодня в суде!» «Арестую вас снова именем республики!» Все четверо окружили его. Он стоял среди комнаты, и жена, и дочь повисли у него на шее. «Скажите, за что меня опять арестуют?» «Довольно с вас того, что велено сейчас же отвезти вас прямо в консьержери! Завтра узнаете остальное! Завтра поутру вас вызывают к суду!» Доктор Манат так и окаменел на месте при этом вторжении и стоял с лампой в руке, изображая из себя канделябр. Но, услышав эти слова, он очнулся, поставил лампу на стол, подошел к говорившему и, взяв его за переднюю полу красной шерстяной рубашки, сказал, «Вы сказали, что узнали его, а меня вы знаете?» «Как же вас не знать, гражданин доктор?» «Мы все знаем вас, гражданин доктор», отозвались трое остальных. Он рассеянно посмотрел на каждого из них и, понизив голос, сказал, после краткого молчания, «Так не ответите ли вы мне на его вопрос, как это случилось?» «Гражданин доктор», сказал первый с видимой неохотой. На него донесли комитету Сент-Антуанского квартала, «Вот этот гражданин тамошний», добавил он, указав на второго из вошедших. Указанный гражданин кивнул и сказал, «Да, обвинение идет от квартала Сент-Антуан». «В чем же его обвиняют?» спросил доктор. «Гражданин доктор», сказал первый все так же неохотно, «Не спрашивайте больше». «Если республика потребует от вас жертвы, вы, как добрый патриот, почтете за счастье принести ей жертву. Республика прежде всего, народ важнее всего. Эвремонт, нам некогда ждать». «Еще одно слово», сказал доктор умоляющим тоном. «Скажите, кто на него донес?» «Это против правил», отвечал первый. «Но вы можете об этом спросить у гражданина из Сент-Антуанского квартала». Доктор перевел глаза на того. Тот начал переминаться с ноги на ногу, подергал себя за бороду и, наконец, сказал, «Да, это совсем против правил, но уж так и быть, обвиняют его, и, притом, в очень важном деле, гражданин и гражданка де Фарш, ну и еще одно лицо». «Кто же именно?» «И это вы спрашиваете, гражданин доктор?» «Да». «Ну так завтра узнаете, а теперь я буду нем как рыба», сказал гражданин Сент-Антуанского квартала и посмотрел на него очень странно. Глава восьмая полны руки козырей В счастливом неведении о новых бедствиях, обрушившихся на семью, мисс Прос бодро шагала по узким улицам и перешла через реку по новому мосту, все время пересчитывая в уме все, что нужно было купить. Мистер Кренчер, неся корзину, шел рядом с ней. Оба заглядывали направо и налево в большую часть лавок, попадавшихся по дороге, издали и замечали, не было ли где лишнего скопления народа и делали большие крюки, лишь бы избежать встречи с особенно возбужденными группами беседующих на улице людей. Вечер был сырой и холодный. Над рекой стоял туман, сквозь который прорывались яркие огни и резкие звуки, указывавшие, где стояли баржи и работали кузнецы, ковавшие оружие для республиканской армии. И горе тому, кто вздумал бы плутовать с этой армией или получил в ней повышение незаслуженно, лучше бы у него никогда не вырастала борода, потому что таких выскочек национальная бритва брила особенно чисто. Накупив кое-какой мелочи по части колониальных товаров и запасшись небольшим количеством лампового масла, мисс Прос вспомнила, что нужна вина. Заглянув одним глазом в несколько винных лавок, она остановила свой выбор на погребке под вывеской «Добрый брут республиканец древности, неподалеку от национального дворца, бывшего Тьюэльри, где общий характер заведения подействовал на нее благоприятно». Тут казалось потише, нежели во всех других учреждениях этого сорта и не так уже красно от множества патриотических шапок. Посоветовавшись с мистером Кренчером и узнав, что он того же мнения, мисс Прос вошла в сопровождении своего кавалера к доброму бруту республиканцу древности. Мельком оглянувшись вокруг, они увидели закопченные лампы. В одном углу несколько человек с трубками в зубах играли в засаленные карты и пожелтевшее домино. В другом рабочий с обнаженной грудью и голыми руками, густо замазанный сажей, читал вслух газету, а кучка народа вокруг него слушала. Одни в полном вооружении, другие сложили оружие в сторону. Двое или трое посетителей, припав грудью на стол, спали. Их мохнатые черные куртки, высоко приподнятые на плечах, в этом положении, делали их чрезвычайно похожими на спящих медведей или собак. В такую обстановку вошли наши двое иностранцев, и, подойдя к прилавку, указали, что им нужно. Покуда им отмеривали вино, один из людей, сидевших в углу со своим собеседником, встал и собрался уходить. Проходя, он очутился лицом к лицу СМИ-спрос. Как только она его увидела, из груди ее вырвался крик, и она всплеснула руками. Вмиг вся компания вскочила на ноги. Если бы кто-нибудь кого-нибудь убил из-за несходства во мнениях, это никому здесь не показалось бы странным. Поэтому все смотрели, где же тот, кого укокошили, но вместо этого увидели мужчину и женщину, таращивших глаза друг на друга. Мужчина был, по всем внешним признакам, француз и чистейший республиканец, а женщина, несомненно, англичанка. Что именно было сказано в этот торжественный момент посетителями доброго брута республиканца древности, того ни мисс спрос, ни ее спутник, конечно, не поняли бы, даже если бы прислушивались самым внимательным образом. По-халдейски ли тут говорят, или по-еврейски, им это было все равно, они знали только, что говор был громкий и очень быстрый. Впрочем, они были в таком изумлении, что даже и не слушали ничего. И ни одна мисс спрос пришла в такое волнение, но и мистер Кренчер со своей стороны также остолбенел от удивления. «Что это значит?» проговорил наконец человек, по поводу которого мисс спрос подняла крик. Он произнес эти слова отрывистым, недовольным тоном, но в полголоса и по-английски. «О, Соломон, милый Соломон!» воскликнула мисс спрос, опять всплеснув руками. «Сколько лет я тебя не видала, не слыхала, и тебя ли я вижу? Не зови меня Соломоном! Разве ты желаешь моей погибели?» прошептал он украдкой, озираясь вокруг с испуганным видом. «Братец, братец!» сказала мисс спрос, ударяясь в слезы. «Когда же я была так черства к тебе, чтобы ты мог задавать мне такой жестокий вопрос!» «Так придержи свой несносный язык, и выйдем отсюда, коли желаешь со мной говорить!» сказал Соломон. «Отдавай деньги за вино и уходи! Это кто же с тобой?» Мисс спрос, печально качая головой и любящим оком взирая на далеко нелюбезного братца, проговорила сквозь слезы. «Это мистер Кренчер!» «Так пускай он уходит!» сказал Соломон. «Чего он уставился на меня, словно я привидение с того света?» «Должно быть, именно такое впечатление производил он на мистера Кренчера, впрочем, он не сказал ни слова». Мисс спрос засунула руку на дно своего ридикюля, сквозь слезы, с большим трудом вытащила оттуда деньги и заплатила за вино. Пока она расплачивалась, Соломон обратился к последователям доброго брута республиканца древности и на французском языке дал какие-то объяснения, вследствие которых все успокоились и, снова сев по местам, принялись за прежние занятия. «Ну, сказал Соломон, остановившись на улице у темного угла, чего тебе нужно? Уж я ли не любила моего брата, я ли ему не прощала всего на свете, причитала мисс спрос, и после, хоть бы он со мной поздоровался-то как путный. Вот что! Ну, на тебе, эх, черт, на тебе, сказал Соломон, кнув ее губами в щеку. Теперь довольно, что ли? Мисс спрос качала головой и молча плакала. «Ты, может быть, ожидала, что я очень удивлюсь при встрече с тобой?» сказал братец Соломон. «Так с чего же мне удивляться? Я давно знаю, что ты здесь живешь, я почти всех знаю, кто здесь живет. Коли не хочешь подвести меня под смертельную беду, а ты, может быть, того и хочешь, ступай своей дорогой как можно скорее, а я пойду по своим делам, я ужасно занят, я здесь на службе». «Англичанин, да еще мой брат родной», сокрушалась мисс спрос, подняв к небесам свои заплаканные глаза, «и такой способный малый, что мог бы стать каким угодно великим и знаменитым человеком у себя на родине и вдруг пошел на службу к иностранцам и еще каким иностранцам, уж лучше бы, кажется, я тебя своими руками уложила». «Ну, так и есть», прервал ее брат, «я знал, что этим кончится, ты норовишь меня погубить во что бы то ни стало, родная сестра хлопочет о том, чтобы навлечь на меня подозрения, а я было только что пошел в гору». «Боже, сохрани и помилуй», воскликнула мисс Прос, «лучше бы я никогда больше не встречалась с тобой, милый Соломон, даром, что всегда любила тебя нежно, и вперед буду все так же любить. Скажи ты мне хоть одно ласковое слово, скажи, что между нами нет вражды, ни отчуждения, и я тебя не стану задерживать». «Добрая душа», как будто она была виновата в этом отчуждении, как будто мистеру Лоре не было известно давным-давно, что милый братец растратил все ее деньги и, разорив в конец, бросил на произвол судьбы. Однако же братец на этот раз соблаговолил сказать ласковое слово, но так неохотно и таким натянуто с нисходительным тоном, как будто их относительные роли и достоинства стояли как раз наоборот, как оно всегда бывает на свете. Вдруг мистер Крэнчер тронул его за плечо и совершенно неожиданно и смело задал ему следующий странный вопрос. «Слушайте-ка, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Джон Соломон или Соломон Джон?» До этой минуты мистер Крэнчер не проронил ни одного слова, и братец быстро обернулся к нему, окидывая его подозрительным взглядом. «Ну-ка, объяснитесь на чистоту», сказал мистер Крэнчер сам, с трудом выговаривая слова. «Джон Соломон или Соломон Джон? Вот она зовет вас Соломоном, и ей лучше знать, так как она вам родная сестра. А я знаю тоже, что вы Джон». «Так которое же ваше имя, а которая фамилия? Так же насчет прозвища Прос, там у нас за морем вы носили не эту фамилию». «Это что же значит?» «Да вот этого я и не знаю, что это значит, потому что никак не могу припомнить того прозвища, которым вы себя величали у нас за морем». «Вот как!» усмехнулся Соломон. «Да, только я готов присягнуть, что прозвище было двусложное». «Да неужели?» «Именно. Имя того другого было односложное. Я вас узнал. Вы были шпионом и играли роль свидетеля в суде при Олдбейле. Клянусь отцом всякой лжи, которой и вам должен быть сродни. Не могу припомнить, как вас звали в то время». «Барсет», подсказал третий голос, вмешавшийся в разговор. «Вот-вот, это самое имя, держу пари на тысячу фунтов», воскликнул Джерри. Вмешавшийся в разговор был Сидни Картон. Заложив руки назад, под полы своего дорожного платья, он стоял рядом с мистером Кренчером и держал себя так же непринужденно, как бы все это происходило в судебном зале Олдбейли. «Не пугайтесь, милая мисс Прос. Вчера вечером я приехал к мистеру Лори и немало его разудивил своим появлением. Мы с ним уговорились, что я никому не покажусь, пока все не кончится благополучно или пока во мне не встретятся надобности. А сюда я пришел с целью поговорить с вашим братом. Жаль, что брат ваш не нашел себе лучшего занятия, как разыгрывать роль мистера Барседа. Ради вас я бы желал, чтобы мистер Барсед не был тюремной овцой». Овцой в ту пору звали шпионов, служивших подручными орудиями тюремных сторожей. Шпион сильно побледнел и, обратясь к Картону, спросил, как он смеет. «А вот сейчас я вам скажу», сказал Сидни Картон. «Я встретил вас, мистер Барсед, с час тому назад, когда стоял перед тюрьмой консьержери и любовался на ее стены. А вы в эту пору как раз выходили оттуда. У вас такое лицо, что его не забудешь. Я же вообще памятлив на лица. Мне любопытно было проследить, что вы тут делаете. Притом вам не безозвестно, что я имею причины считать вас весьма причастным к злоключениям одного моего приятеля, опять впавшего в большие несчастья. По этим причинам я пошел за вами следом, пришел в ту же винную лавку и сел возле вас. Там вы изъяснились так откровенно, да и почитатели ваши на этот счет не стеснялись, что мне нетрудно было догадаться, чем вы занимаетесь. И таким образом, то, что я сделал сначала наугад и совершенно случайно, мало по малу приняло определенный оборот. И теперь уж я буду преследовать некоторую цель, мистер Барсет. Какую же это цель? спросил шпион. Было бы неудобно и даже небезопасно излагать это среди улицы. Не согласитесь ли вы иметь со мной маленький секретный разговор всего на несколько минут и пойти для этого, например, в контору Тельсонова банка? Под угрозой? О, разве я вам угрожал? В таком случае зачем же я туда пойду? Уж право не знаю, мистер Барсет, но, может быть, вы знаете? То есть вы не хотите сказать? Молвил шпион нерешительным тоном. Вы угадали, как нельзя лучше, мистер Барсет. Не хочу, отвечал Картон. Беспечная небрежность его манеры оказала сильнейшее содействие его опытности и сметливости в делах такого рода. Он тотчас понял, с кем имеет дело, увидел, что произвел желаемое впечатление и не замедлил воспользоваться этим. Вот видишь, я тебе говорил, сказал шпион укоризненно, взглянув на сестру. Помни же, если со мной что-нибудь случится, это будет делом твоих рук. Эх, мистер Барсет, воскликнул Сидни, какой же вы неблагодарный. Если бы я не питал столь великого уважения к вашей сестре, я бы не стал прибегать к таким околичностям, чтобы предложить вам небольшую сделку, могущую повести к обоюдному нашему удовольствию. Угодно вам пойти со мной в банкирскую контору? Я хочу узнать, что вы имеете сказать мне, да, я пойду с вами. Прежде всего предлагаю довести вашу сестрицу до угла той улицы, где она живет. Позвольте взять вас под руку, мисс Прос. Нынче в здешних местах творятся такие дела, что вам не годится выходить на улицу без провожатых, а так как ваш спутник знает мистера Барседа, я приглашаю его отправиться с нами к мистеру Лори. Готовы? Идемте. Вскоре после того мисс Прос вспомнила и до конца жизни не забывала, что когда она ухватилась обеими руками за руку Сидни и, подняв на него глаза, стала его умолять не губить Соломона, она ощутила в его руке такую бодрость и решимость, а в его глазах увидела такое вдохновенное оживление, что все это плохо вязалось с его небрежной речью и положительно придавала ему какое-то величие. Но в ту минуту она была так поглощена опасениями за брата, так мало стоившего ее любви, и так внимательно прислушивалась к дружелюбным успокоениям Картона, что почти не замечала всего остального. Доведя ее до угла, они вернулись, и Картон повел обоих мужчин к мистеру Лори, который жил в нескольких минутах ходьбы оттуда. Джон Барсет или Соломон Прос шел рядом с Картоном. Мистер Лори только что пообедал и сидел перед камином, где весело разгорелись два-три полена. Быть может, глядя на огонь, он вспоминал того еще не очень старого джентльмена из Тельсонова банка, который много лет назад также сидел у камина и смотрел в горящие угли в гостинице Король Георг в Дувре. При входе гостей он обернулся и с удивлением посмотрел на совершенно чужого человека. — Это брат мисс Проссер, сказал Сидни, мистер Барсет. Барсет, повторил старик, Барсет, это имя что-то напоминает мне, да и лицо знакомое. Я вам говорил, что ваше лицо легко запоминается, мистер Барсет, заметил Картон хладнокровно. Садитесь, пожалуйста. Он взял стул и для себя, и мимоходом помог мистеру Лори вспомнить, в чем дело, сказав с нахмуренным лицом. Свидетель в уголовном деле. Мистер Лори тотчас вспомнил и посмотрел на нового гостя с нескрываемым отвращением. — Мисс Просс признала в мистере Барсет того милого братца, о котором вы слыхали, сказал Сидни, и он не отрицает своего родства с ней. А у меня есть вести еще похуже. Дарней опять арестован. Пораженный ужасом старик воскликнул. — Что вы говорите? Часа два тому назад я его оставил свободным и благополучным, и сейчас собирался идти к нему. А все-таки его арестовали. — Когда это случилось, мистер Барсет? — Коли случилось, то вот сейчас. — Мистеру Барсету это должно быть доподлинно известно, сэр, сказал Сидни. Я потому и узнал об этом, что слышал, как мистер Барсет сообщал этот факт приятелю и сотоварищу по ремеслу за бутылочкой вина. Он сам проводил доворот тех, кому поручено было арестовать Дарния, и видел, как привратник впустил их в дом. Нет ни малейшего сомнения в том, что арест совершился. Практический глаз мистера Лори прочел на лице говорившего, что нечего терять время насетования. Сильно смущенный, но сознавая, что многое может зависеть от его присутствия духа, он взял себя в руки, сдержался и безмолвно стал слушать. Я все-таки имею надежду, сказал ему Сидни, что имя и влияние доктора Манетта могут оказать ему такую же поддержку на завтра. Вы и говорили, что его завтра же потребуют в суд, мистер Барсетт. Да, кажется, так. Такую же поддержку на завтра, какую оказали сегодня, но может случиться, что не окажут. Признаюсь, мистер Лори, я совсем сбит с толку тем обстоятельством, что доктор Манетт не имел силы предупредить этот арест. Может быть, он ничего не знал о нем заранее, сказал мистер Лори. А это уже само по себе крайне тревожное обстоятельство, принимая во внимание, что его интересы тождественны с интересами его зятя. Это правда, сказал мистер Лори, поглаживая себя дрожащей рукой по подбородку и вперев смущенный взор в картона. Словом, сказал Сидни, время теперь такое отчаянное, что приходится играть в азартные игры и ставить отчаянные ставки. Пускай доктор играет наверняка, а я буду играть на проигрыш. Ничью жизнь покупать здесь не стоит. Сегодня человека триумфально принесут домой на руках, а завтра его же могут осудить на казнь. И вот я решился в крайнем случае сыграть в азартную и поставить себе такую ставку завести приятеля в консьержери. И приятелем этим я намерен взять себе мистера Барсада. Вы должны наперед заручиться хорошими картами, сэр, сказал шпион. А вот посмотрим, какие у меня карты. Мистер Лори, вы знаете, какая я негодная скотина. Дайте мне немножко водки. Водку принесли. Он выпил рюмку, потом выпил другую, задумался и отодвинул от себя графин. Мистер Барсет, продолжал он вдумчивым тоном человека, действительно разбирающего в руке сданные ему карты. Тюремная овца, лазутчик при республиканских комитетах играет роль то тюремного сторожа, то арестанта, но всегда шпион и тайный доносчик, тем более ценный для своих доверителей, что он англичанин и как таковой считается менее доступным подкупу, нежели француз. При всем том, мистер Барсет известен своим здешним хозяевам под фальшивым именем. Это очень хорошая карта. Мистер Барсет, ныне состоящий на службе при республиканском правительстве Франции, прежде служил аристократическому правительству Англии, то есть врагам Франции и свободы. Это отличная карта. Подозрительность здесь в большой моде, а я могу доказать ясно как день, что мистер Барсет и поныне состоит на жаловании у аристократического правительства Англии, что он шпион Питта. Уильям Питт, 1759-1806 годы жизни, английский государственный деятель, премьер-министр при Георге Третьем, либерал по убеждениям. Питт сначала одобрительно относился к французской революции, но возмущенный ее крайности, стал громить в своих речах ее главарей. Предательский враг республики, пригревающий его на своей груди, английский изменник и причина всяких бед, о котором так много толкуют и никак не могут отыскать. Это уж такая карта, которую не побьешь, прямо козырная. Вы вникли в то, какие у меня карты, мистер Барсет? Я еще не понял вашей игры, отвечал шпион с некоторым беспокойством. Я хожу с Туза, доношу на мистера Барсета ближайшему участковому комитету, а у вас какие карты, мистер Барсет? посмотрите хорошенько, не торопитесь. Он подвинул к себе графин, налил рюмку водки и выпил. Он видел, что шпион боится, как бы он не напился пьян до отчаянности и не пошел сию минуту доносить на него. Заметив это, он налил себе еще рюмку и тотчас же выпил ее. Рассмотрите ваши карты как можно внимательнее, мистер Барсет, не спешите. У мистера Барсета на руках были такие плохие карты, о которых Сидни Картон даже и не знал. Лишившись в Англии своего честного заработка по той причине, что уж слишком часто лжесвидетельствовал понапрасну, а вовсе не потому, чтобы не находил на родине применение своим талантам. Мы в Англии ведь с очень недавнего времени начали хвастаться тем, что не нуждаемся в шпионах. Барсет знал, что оттого он и отправился в чужие края и поступил на службу во Франции. Сначала он действовал в качестве подстрекателя и шпиона среди соотечественников, потом постепенно стал подстрекателем и шпионом среди местного населения. Он знал, что при прошлом, ныне упраздненном правительстве его приставили лазутчиком к предместью Сент-Антуан и в особенности к винной лавке де Фаржа. Тогдашняя бдительная полиция снабдила его даже такими важными сведениями касательно тюремного заключения доктора Маната, его освобождения и истории его жизни, чтобы с помощью этих сведений он был в состоянии вступить в интимную беседу с де Фаржами. Он помнил, как пробовал завязать знакомство с мадам де Фарж и как потерпел поражение в этом деле. Он всегда с ужасом вспоминал, что эта страшная женщина не покидала своего вязания во все время, пока он с ней разговаривал и при этом поглядывала на него самыми зловещими глазами. С тех пор он десятки раз видел, как она, являясь в комитет Сент-Антуанского квартала, предъявляла там свои вязаные списки и обличала различных лиц, которых гильотина каждый раз после этого стирала с лица земли. Он отлично знал, что и ему угрожает такая же опасность, что бежать не удастся, что он под тенью этой секиры как бы связан по рукам и ногам, и, невзирая ни на какие его старания и подыгрывания воцарившемуся террору, одного слова было достаточно, чтобы его раздавить. Если на него донесут, да еще на таких серьезных основаниях, какие сейчас были перед ним изложены, он предчувствовал, что ужасная женщина, беспощадный характер, который был ему довольно известен, предъявит против него свой вязанный список и сразу лишит его всякой надежды на спасение своей жизни. Секретные агенты вообще бывают пугливы, а тут у него на руках было такое собрание карт пиковой масти, что было, отчего смертельно побледнеть игроку, разбиравшему эти карты. Как видно, карточки ваши не нравятся вам, сказал Сидни с полнейшим хладнокровием. Будете играть? Полагаю, сэр, сказал шпион с самым униженным тоном, обращаясь к мистеру Лори. Полагаю, что мне позволительно обратиться к джентльмену ваших лет и вашей благодушной наружности с просьбой поставить на вид этому другому джентльмену, который гораздо моложе вас, что ему ни под каким видом неприлично пускать в ход того козырного туза, о котором он сейчас говорил. Я сознаюсь, что я шпион, и знаю, что это ремесло считается постыдным, хотя надо же кому-нибудь исполнять его, но ведь этот джентльмен не шпион. Так зачем же он намерен так себя унизить, чтобы сыграть роль шпиона? — Смотрите, мистер Барсет, сказал Картон, принимая на себя обязанность отвечать ему и взглянув на часы. Через несколько минут ведь я пойду с козырного туза и даже без зазрения совести. Я бы мог надеяться, господа, сказал шпион, все-таки желая втянуть в разговор мистера Лори, что из уважения к моей сестре... Я не мог бы искренне выразить мое уважение к вашей сестре, как избавив ее окончательно от такого брата, сказал Сидни Картон. Вы так думаете, сэр? Думаю положительнейшим образом. Вкратчивые манеры шпиона, составлявшие странный контраст с его преднамеренно грубой одеждой и, вероятно, с обычным его способом обращения, решительно разбивались о неприступную загадочность Картона, которого не могли раскусить даже люди гораздо более умные и благородные. Шпион растерялся и не находил слов, а Картон, между тем, снова принял вид игрока, рассматривающего свои карты, и сказал «Сейчас только я сообразил, что у меня имеется еще одна очень хорошая карта, помимо тех. Кто этот ваш друг и приятель и также тюремная овца, который сам рассказывал, как он пасется в провинциальных тюрьмах?» «Француз, вы его совсем не знаете», отвечал шпион проворно. «Француз, ээээ», повторил Картон задумчиво и притворяясь, что не обращает на него внимания, хоть и вторит его словам. «Француз, что ж, может быть, уверяю вас, что он француз», подхватил шпион с прежней поспешностью, «хоть это и не важно». «Хоть это и не важно», повторил опять Картон, как бы машинально, «хоть это и не важно, ну да, конечно, не важно, однако же его лицо мне знакомо». «Не думаю, и даже уверен, что нет, этого быть не может», сказал шпион. «Быть не может», пробормотал Сидни Картон, опять наливая себе рюмку, по счастью, она была маленькая. «Быть не может? Он хорошо говорит по-французски, однако же мне показалось, будто он не здешний, а?» «Провинциал», сказал шпион. «Нет, иностранец», крикнул вдруг Картон, хлопнув ладонью по столу, и в ту же секунду его озарило воспоминание. «Это Клай, переодетый, но я его узнал. Он тоже был на суде во время уголовного процесса Волтбейли». «Позвольте вам сказать, сэр, вы слишком увлекаетесь», сказал Барсет с улыбкой, от которой его орлиный нос еще резче склонился на сторону. «На этот раз я могу положительно опровергнуть вас. Теперь дело прошлое, и я не стану скрывать, что Клай действительно был в то время моим сотоварищем по службе, но он умер несколько лет тому назад. Я за ним ухаживал во время его последней болезни, а похоронили его в Лондоне в приходе святого Панкратия. Он был так непопулярен в народе, что подлая чернь в ту пору помешала мне участвовать в его похоронах. Но я своими руками клал его в гроб. Тут мистер Лори заметил на стене очень странную тень. Оглянувшись, чтобы узнать, откуда она взялась, он увидел, что щетинистые волосы на голове мистера Кренчера вдруг поднялись и стали дыбом. Надо же быть благоразумным и сдаться на очевидность, продолжал шпион. «Чтобы доказать, насколько вы ошибаетесь в вашем неосновательном предположении, я сейчас выложу перед вами свидетельство о погребении Клая, которое я с тех пор случайно ношу в своем бумажнике». С этими словами он поспешно вынул и открыл свой бумажник. «Вот оно! Посмотрите, посмотрите сами! Можете и в руки взять и убедиться, что оно не подложное». Мистер Лори увидел в эту минуту, как странная тень удлинилась, выросла, и сам мистер Кренчер поднялся с места и выступил вперед. Прическа его приняла такой диковинный вид, как будто криворогая корова чесала его рогами, как говорится в сказке про домик, выстроенный Джеком. Незаметно для шпиона мистер Кренчер приблизился к нему и тронул его за плечо, точно призрак судебного пристава. «Касательно этого самого Роджера Клая», сказал мистер Кренчер с мрачным выражением своего окаменелого лица. «Это вы его в гроб-то клали?» «Я». «А кто ж его вынул оттуда?» Барсет откинулся на спинку своего стула и, запинаясь, проговорил. «То есть что вы хотите этим сказать? То и хочу сказать, что он там никогда и не бывал», сказал мистер Кренчер. «Вот что! Я готов голову отдать на отсечение, что он в этом гробу никогда не бывал». Шпион посмотрел поочередно на обоих джентльменов, они же в несказанном изумлении смотрели на Джерри. «Я вам говорю», продолжал Джерри, «что в этот гроб вы наложили булыжника и земли. И не думайте меня уверять, будто вы схоронили Клая, это была ловушка и больше ничего. Про то я знаю, да еще двое других». «Как же вы это узнали?» «А вам что за дело?» «Ну да ладно», проговорил мистер Кренчер. «Значит вам же я обязан этой штукой, так и буду знать. И не совестно таким манером обманывать честных промышленников, так бы вот взял вас за горло, да и придушил за пол гении». Сидни Картон, не менее мистера Лори, удивленный таким оборотом дела, попросил мистера Кренчера умерить свои чувства и объясниться точнее. «В другой раз, сэр», отвечал Джерри уклончиво. «В настоящее время объяснения этого рода неудобны, а я все-таки стою на своем и утверждаю, что никогда этот клай не бывал в том гробу, и этот господин про то очень хорошо знает. И если он еще хоть одним единым словечком будет уверять, что был, я или возьму его за горло и задушу за пол гении». Мистер Кренчер особенно напирал думая, что запросил недорого. «Или пойду, да и донесу». «М-м-м», промолвил Картон, «я из этого заключаю, что у меня в игре оказалась еще одногодная карта, мистер Барсот. В этом бесноватом Париже сам воздух так пропитан подозрительностью, что вам не сносить своей головы, если станет известно, что вы находитесь в постоянных сношениях с другим саглядатаем аристократического государства, вашим прежним сотоварищем и, притом, имеющим в своем прошлом такой таинственный факт, как мнимая смерть, а потом воскресение из мертвых? Тюремный заговор иностранцев против республики. Согласитесь, это крайне важная карта. Неминуемая гильотина. Что ж, будете играть? «Нет», отвечал шпион. «Я бросаю карты. Признаюсь, в Англии подлая чернь до такой степени не взлюбила нас, что я едва мог выбраться из Англии и каждую минуту рисковал, что меня до смерти закупают в воде, а Клай только тем и спасся, что притворился мертвым. Но я все-таки не могу понять, каким чудом этот человек мог дознаться, что то был обман. Этого человека вы оставьте в покое, возразил обидчивый мистер Кренчер. Лучше послушайте хорошенько, что вам скажет вот этот джентльмен, а что до меня вы так и знаете, что я бы охотно схватил вас за горло и придушил за пол гении. Тюремная овца резко повернулся к Сидни Картону и сказал ему довольно решительным тоном «Надо же покончить чем-нибудь. Мне нельзя пропускать своей очереди, я обязан через несколько минут уходить на службу. Вы говорите, что намерены что-то предложить мне. В чем же дело? Говорите. Предупреждаю, что особенно многого от меня требовать нельзя. Если вы захотите, чтобы я сделал в пределах моей службы что-нибудь такое, отчего мне будет явная опасность, я не согласен. Лучше уж рисковать жизнью на прежних основаниях, не имея дела с вами. Словом, я выберу такой исход. Вы упоминали об отчаянной игре. Мы здесь все отчаянные. Помните, что ведь и я могу на вас донести, если найду удобным, и не хуже других могу присягать и вредить вам из-за каменных стен. Ну, что же вам нужно от меня? Да не очень много. Вы ведь и тюремный сторож консьержери. Говорю вам раз навсегда, что бежать оттуда нет никакой возможности, твердо сказал шпион. Зачем же вы говорите то, о чем я у вас не спрашивал? Поручают вам ключи от тюремных камер в консьержери, да или нет? Иногда поручают. Значит, вы можете их иметь каждый раз, как пожелаете. Да, могу входить и выходить, когда хочу. Сидни картон налил еще одну рюмку водки, медленно вылил ее в камин и смотрел, как вытекли из рюмки последние капли. Когда водка вся вытекла, он встал и сказал, до сих пор мы вели переговоры при свидетелях, потому что я хотел, чтобы не одни мы с вами видели мои карты. А теперь пойдемте в ту комнату, там потемнее, а мне нужно вам сказать еще несколько по секрету. Глава девятая Игра сыграна Пока Сидни Картон с тюремным саглядатаем находились в соседней темной комнате и беседовали так тихо, что не слышно было ни звука, мистер Лори смотрел на Джерри с изрядной долей сомнения и недоверия. И надо сознаться, что почтенный промышленник так себя держал под влиянием этого взгляда, что мог внушить подозрения. Он переминался с ноги на ногу так часто, как будто у него их было штук пятьдесят, и он намерен был все перепробовать. Рассматривал свои ногти с весьма сомнительным вниманием, и всякий раз, как встречался глазами с мистером Лори, на него нападал тот особый, сухой и короткий кашель, который обыкновенно требует прикрытия рта ладонью, и, как известно, служит признаком нечистой совести. «Джерри», сказал мистер Лори, «пойдите сюда». Мистер Кренчер подошел бочком, выставляя одно плечо вперед. «Чем вы еще занимались, пока были рассыльным?» После некоторого колебания мистер Кренчер пристально взглянул на хозяина, и вдруг в уме его мелькнула блистательная мысль. «Земледелием занимался», отвечал он. «Сдается мне», сказал мистер Лори, гневно грозя ему пальцем, «что вы злоупотребляли почтенной и великой фирмой Тельсона для прикрытия беззаконного ремесла самого гнусного свойства. Если это справедливо, не думайте, что я буду оказывать вам покровительство, по возвращении нашим в Англию. «Коли так не найдитесь, что я сохраню это дело втайне, я не допущу вас обманывать Тельсона». «Я уповаю, сэр», сказал сконфуженный мистер Кренчер. «Что такое джентльмен, как вы, у которого я имею честь состоять, так сказать, на побегушках до тех пор, что состарился в этом деле, не захочет меня погубить сразу, а наперед выслушает хотя бы и было справедливо то, о чем вы изволите говорить. И хотя бы оно и было, опять же, надо принять во внимание, что в этом деле две стороны. С одной стороны, например, эти самые доктора и лекари, ведь они червонцы наживают там, где честный промышленник и копейки не поживиться. Да что я говорю копейками? Хоть бы пол копейки или хоть четверть копейки нажить, и то хорошо. А он тем временем сыплет свои червонцы к Тельсону в банк, сыплет, а сам одним глазком посматривает на рабочего человека и этак подмигивает ему, пока садится в свою карету либо вылезает из нее. А это разве не обман? Потому что, как говорится, гусь да гусыня в одном решете. С другой стороны, опять-таки миссис Кренчер там у нас в старой Англии. Она того и гляди, хоть сейчас готова опять бухаться на колени и так отмаливать всякую удачу, что просто разорение, чистое разорение. А лекарские жены, небось, не бухаются, как бы не так. Нет, они себе на уме колейбухаются, так молят Бога, чтобы у мужей побольше было пациентов. Да иначе нельзя, иначе как же идти ихнему делу? Одно без другого не пойдет, а там еще гробовщики, да приходские писаря, да пономари, да сторожа. Все народ корыстный и жадный, так после них много ли очистится рабочему человеку, ка бы и так? Да что и нажевал человек, никогда ему впрок не шло, мистер Лори. То есть никакого себе удовольствия от этого не видишь, и все время только и думаешь, как бы с этим делом развязаться совсем, да никак невозможно, куда дождеваться то, ка бы и так? Фу, крякнул мистер Лори, однако же значительно смягченный. Мне и глядеть то на вас противно. Позвольте, сэр, высказать вам мою покорную просьбу, продолжал мистер Кренчер, на случай, если бы действительно было что-нибудь такое, хотя я не говорю, что оно было. Перестаньте врать, сказал мистер Лори. Нет, сэр, я не буду, отвечал мистер Кренчер, как будто ни в помыслах, ни в деяниях его не было ни тени фальши. Я только хотел высказать, сэр, мою вам покорнейшую просьбу, а просьба вот какая. На этой самой табуретке у этих самых ворот сидит ныне сын мой, теперь уже взрослый парень. Я его с тем растил и к тому приучал, чтобы он готов был во всякое время и со всяким усердием ходить на посылках, бегать по вашим поручениям, исполнять ваши приказания, словом, колесом вертеться, коли такое будет ваше желание. Если бы это было, чего я опять-таки не говорю, потому что не могу же я перед вами врать, сэр, тогда пускай этот парень займет отцовское место и покоит свою мать, а вы, сэр, не извольте фыркать на его отца, сделайте такую милость и позвольте уж его отцу попросту идти в могильщики, чтобы, то есть, рыть могилы как следует и тем загладить свои прошлые прегрешения касательно разрывания, если бы я точно занимался этим, чего я не говорю, чтобы, например, копать землю с усердием, имея в предмете одну прочность и хранить их неприкосновенно. Вот, мистер Лори, прибавил мистер Кренчер, утирая лоб рукавом знак того, что заканчивает свою речь. Вот, что я хотел почтительнейше предложить вам, сэр, как насмотришься на те ужасы, что творятся тут кругом, увидишь, сколько народу остается без голов, господи, помилуй, сообразишь, какая пропасть этого добра, так что цена ему должна быть вовсе упала, стоит только взять да и унести куда хочешь, да и то, пожалуй, не стоит. Так, поневоле человеку приходят в голову серьезные мысли, и так как я сейчас высказал вашей милости свои мысли, то прошу вас, сэр, в случае чего не забывать, что я откровенно изложил перед вами все на чистоту, хотя мог и ничего не говорить. Но вот это, по крайней мере, правда, сказал мистер Лори. И не говорите больше ничего, может быть, я еще для вас что-нибудь устрою, если вы заслужите и раскаетесь не на словах только, а на деле. Слов и так было довольно. Мистер Кренчер отвесил поклон. Сидни Картон и шпион между тем возвратились из темной комнаты. Прощайте, мистер Барсет, сказал Сидни. Значит, мы с вами окончательно сговорились, и вам меня бояться нечего. С этими словами он сел в кресло у камина напротив мистера Лори. Как только они остались одни, мистер Лори осведомился, что именно он сделал. Хорошего немного. Если дело примет плохой оборот, я обеспечил себе возможность видеться с арестантом в тюрьме, но один только раз. Лицо старика вытянулось. Это все, что я мог сделать, сказал Картон. Если бы я добивался чего-нибудь большего, этому человеку пришлось бы рисковать своей головой, и он справедливо находит, что тогда уж лучше рисковать доносом. В этом и состояла слабая сторона нашей позиции. Больше нечего делать. Но если бы дело приняло на суде дурной оборот, сказал мистер Лори, какую же пользу принесет ему свидание с вами, ведь этим вы его не спасете. Я и не говорил, что спасу. Глаза мистера Лори постепенно обратились на огонь. Глубокое сострадание к его любимице Люси и тяжкое огорчение от вторичного ареста подорвали его старческие силы. Он начинал дряхлеть, тревоги последнего времени измучили его, и он тихо расплакался. — Хороший вы человек и верный друг, сказал Картон изменившимся голосом. — Простите, если я замечаю, что вы так растроганы. Если бы я видел, как плачет мой отец, я бы не мог отнестись к этому равнодушно, а ваше горе для меня не менее священно, как если бы вы приходились мне родным отцом. Только от этого несчастья вас избавила судьба. Произнося эти последние слова, он отчасти впал в свою прежнюю манеру, но все предыдущее было сказано так почтительно и было проникнуто таким искренним чувством, что мистер Лори, никогда не знавший его лучших сторон, был удивлен. Он протянул ему руку и Картон мягко пожал ее. — Возвращаясь к вопросу о бедном дарнии, продолжал Картон. — Вы лучше не говорите ей об этом свидании и о моем уговоре со шпионом. Ее туда все равно не пустят. Она может подумать, что это нарочно подстроено, чтобы в худшем случае дать ему средство опередить казнь. Мистеру Лори это не приходило в голову, и он быстро взглянул на Картона, чтобы узнать, то ли у него в мыслях. По-видимому, было то же самое. Он очевидно понял подозрение старика и не опровергал его. — Мало лишь что может прийти ей в голову, продолжал он, и всякая такая мысль будет только усиливать ее тревоги. Вы совсем не говорите ей обо мне. Я уж вам говорил по приезде сюда, что лучше мне с ней не видеться. Я и без того готов показать ей всякую услугу, все, что в моих силах, все, что придется. Вы теперь пойдете к ней, надеюсь? Ей должно быть особенно скверно сегодня. Я сейчас туда отправлюсь. И отлично. Она к вам сильно привязана и крепко полагается на вас. Какова она теперь? Очень изменилась. Озабочена, несчастна, но все так же хороша. А, произнес Картон, то был продолжительный скорбный звук, не то вздох, не то рыдание. Мистер Лори с удивлением взглянул на лицо Картона, обращенное к огню. По нему не то пробежала тень, не то скользнул луч света. Старик не сумел бы определить, что именно, но это нечто мелькнуло так быстро, как пробегает ветер в яркий солнечный день по склону холма. Картон поднял ногу и носком сапога всунул обратно в очаг одной из пылающих поленьев, чуть не упавшая из решетки. На нем были высокие сапоги и белое дорожное платье по тогдашней моде. Огонь ярко освещал эту светлую одежду, отчего сам он казался особенно бледен, и его длинные черные волосы в беспорядке обрамляли его задумчивое лицо. Его полная нечувствительность к огню поразила мистера Лори, так что старик предупредил его об опасности. Нога в длинном сапоге так и осталась на горящем полине, которая наконец рассыпалась раскаленными угольями под ее тяжестью. «Я забыл», сказал Картон. Мистер Лори снова стал внимательно всматриваться в его лицо. Заметив, как исхудали и обострились красивые черты этого лица, мистер Лори подумал, что его выражение сильно напоминает ему лица арестантов, которые он так недавно наблюдал. «Итак, сэр, ваши обязанности здесь выполнены», сказал вдруг Картон, повернувшись к нему. «Да, вчера вечером, когда Люси так неожиданно ворвалась сюда, я вам говорил, что покончил наконец со всем, что было возможно здесь устроить. Я надеялся, что оставлю их здесь в полной безопасности, а сам уеду из Парижа. Мне уже выдали пропускной лист, я совсем изготовился к отъезду». Оба помолчали. «Вы прожили много лет, сэр, и вам есть на что оглянуться в прошлом», сказал Картон задумчиво. «Мне уже семьдесят восьмой год». «И всю жизнь провели с пользой, постоянно были заняты, пользовались уважением, доверием, влиянием. Я был практическим деятелем с тех пор, как возмужал, и даже могу сказать, что еще мальчиком был всегда занят делом. Какое же важное место вы занимаете на семьдесят восьмом году жизни? Какое множество людей будут тужить, когда вас не станет?» «Я одинокий старый холостяк», отвечал мистер Лори, качая головой, «по мне и плакать-то некому». «Как можно это говорить?» «А она разве не будет вас оплакивать? И ее девочка тоже?» «Да, да, благодаря Бога, я не совсем то хотел сказать». «А ведь вам есть за что благодарить Бога? Скажите-ка». «Конечно, конечно». «Если бы вы имели причины сказать сегодня своему одинокому сердцу, «Я не нажил себе ни любви, ни привязанности, ни благодарности, ни уважения ни одного человеческого существа, ни приобрел места ни в чьем нежном сердце, ни совершил ни одного хорошего или полезного поступка, за который стоило бы помнить меня и помянуть добром? ведь ваши семьдесят восемь лет большой тяжестью навалились бы вам на плечи, признайтесь». «Да правда, мистер Картон, я думаю, что так». Сидни снова вперил глаза в огонь и, помолчав, несколько минут сказал, «Мне хочется вас спросить, ваше детство кажется вам ужасно далеким или нет? те дни, когда вы сидели на коленях у своей матери, они вам представляются неизмеримо далекими». Мягкий тон его речи подействовал на мистера Лори, и он отвечал с большой искренностью. «Лет двадцать тому назад, да, это было так, но в мои теперешние годы нет. По мере того, как близится конец, я как будто приближаюсь к самому началу, это должно быть один из способов, которым божественное милосердие сглаживает наш путь к смерти. Нынче во мне часто возникают умилительные воспоминания, давно позабытые о моей миловидной и молоденькой матери, а я-то уж какой хилый старик, и многие другие воспоминания о тех днях, когда мои недостатки еще не вкоренились в мою душу. — Это я понимаю, — воскликнул Картон, вспыхнув. — Не правда ли, вы становитесь лучше от таких воспоминаний? — Надеюсь, что лучше. Тут Картон прекратил разговор, встал и помог старику одеться в теплое платье. — А вы-то еще совсем молодой человек, — сказал мистер Лори, возвращаясь к прежней теме. — Да, — отвечал Картон, — я не стар, но вел не такую жизнь, которая доводит до старости, и будет с меня. — Ох, и с меня уж довольно, — сказал мистер Лори, — что ж, пойдем, что ли? — Я провожу вас до ее ворот, вам известны мои бродячие привычки. Если я сегодня долго прошатаюсь по улицам, не пугайтесь. Поутру я непременно приду, вы отправитесь в суд завтра утром. — Да, к несчастью, и я там буду, но только в толпе. Мой шпион отыщет для меня местечко. Позвольте взять вас под руку, сэр. Мистер Лори оперся на его руку, они вместе спустились с лестницы и вышли на улицу. В несколько минут они достигли того дома, куда шел мистер Лори. Тут Картон отстал от него, но остановился неподалеку, и как только калитка заперлась, вернулся назад и потрогал ее руками. Он слышал о том, что она ежедневно ходила к тюрьме и говорил себе, оглядываясь кругом. Вот тут она выходила, поворачивала в ту сторону, должно быть, часто ступала по этим камням. Пойду и я по ее стопам. Было десять часов вечера, когда он очутился под стенами крепостной тюрьмы, где она столько раз стояла. Маленький человек, промышлявший пилкой дров, только что запер на ночь свою лавочку и, стоя у двери, курил трубку. — Добрый вечер, гражданин, сказал Сидни Картон, заметив, что пильщик смотрит на него вопросительно. — Добрый вечер, гражданин. Как поживает республика? — То есть гильотина? — Да не дурно. Шестьдесят три головы сегодня. Скоро до сотни дойдем. Самсон и его прислужники жалуются, что даже устают. Ха-ха, уморительный парень этот Самсон, ловко бреет. — А вы часто ходите смотреть, как он бреет-то? Всякий день, непременно. Молодец у нас стирюльник. Видали вы, как он работает? — Никогда не видал. — Сходите посмотрите, особенно, когда у него большая партия. Вы только представьте себе, гражданин, сегодня он отправил шестьдесят три штуки, прежде чем я успел выкурить две трубки, так и не докурил второй, честное слово. Маленький человек ухмылялся во весь рот и протягивал ему свою трубку в доказательство того, чем он измеряет ловкость палача. Картону до такой степени захотелось свернуть ему шею, что он повернулся и пошел прочь. — Ведь вы не англичанин, закричал ему вслед пильщик. — Зачем же вы ходите в английском платье? — Я англичанин, сказал Картон, оглянувшись на него через плечо. — Говорите, как настоящий француз. Я здесь учился, студентом был. — А-а-а, совсем как француз. Доброй ночи, англичанин. — Доброй ночи, гражданин. — А вы все-таки сходите посмотреть нашего Самсона, настойчиво кричал ему вслед пильщик. — Да не забудьте с собой трубку захватить. Отойдя недалеко оттуда, Сидни остановился посреди улицы под мерцавшим фонарем и на клочке бумаги написал что-то карандашом. Потом твердым и решительным шагом человека, хорошо помнившего дорогу, он прошел несколько темных и грязных улиц, гораздо грязнее, чем обыкновенно, так как в эти дни террора совсем перестали их чистить и остановился перед аптекарским магазином, который сам хозяин только что собирался запирать собственноручно. Помещение было честное, темное, в узком извилистом переулке, и хозяин тщедушный, тусклый и уродливый. Подойдя к прилавку, Картон и этому гражданину пожелал доброго вечера и положил перед ним бумажку. Аптекарь взглянул на нее, тихо свистнул и засмеялся. Сидни Картон не отозвался на этот смех, и аптекарь сказал, «Это для вас, гражданин?» «Для меня». «Вы будьте осторожны, не держите их вместе, вам известно, какие бывают последствия от смешения этих веществ?» «Известно». Аптекарь приготовил и вручил ему несколько маленьких пакетиков. Картон засунул их поодиночке во внутренние карманы своего камзола, отсчитал деньги, заплатил и, не спеша, вышел из лавки. «Да завтра больше нечего делать», подумал он вслух, взглянув вверх на луну. «А спать нельзя». Непрежним беспечным тоном произнес он эти слова, глядя на быстро несущиеся облака. В них не было ни легкомыслия, ни небрежности. То была установившаяся решимость усталого человека, который странствовал, боролся, терял дорогу, но вот, наконец, попал на истинный путь и завидел впереди свою цель. Давно-давно, когда в среде товарищей своей первой молодости он считался юношей, подающим самые блестящие надежды, он хоронил своего отца. Мать его умерла задолго прежде. И вдруг, пока он шел по темным улицам в тени тяжелых зданий, а месяц и облака высоко плыли по небу, ему припомнились торжественные слова, произнесенные у могилы его отца. «Я есмь воскресенье и жизнь», сказал Господь, «верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». В городе, над которым царила секира палача, в одиночестве темной ночи, с единственной печалью на сердце тех шестидесяти трех, которые пали сегодня, и о тех, кого та же участь ожидает на завтра, и обо всех ожидающих своей очереди, сидя в тюрьмах, легко было проследить, каким путем напал он на эти слова, и какая сила вызвала их со дна души, как старый заржавевший якорь, который вытаскивают из глубины моря. Но он в это не вникал, а просто повторял их на ходу. Серьезным интересом присматривался он к освещенным окнам домов, где люди ложились спать, чтобы на несколько часов позабыть об окружающих ужасах. Смотрел на башни церквей, где никто больше не молился. Так сильно было отвращение народа от представителей религий, в которых в течение долгого времени он видел только грабителей, обманщиков и развратников. Смотрел на решетки отдаленных кладбищ, где над воротами было написано, что там вечный покой. Смотрел на стены тюрем, наполненных арестантами, и на сами улицы, по которым ежедневно провозили десятки осужденных на смерть, и сделали из этого зрелища до такой степени обыденное и простое, что в уме народа не сложилось даже никакой легенды о печальной душе, навещающей местность под тенью гильотины. Серьезным интересом ко всем явлениям жизни и смерти в этом городе, отходящем на покой, на краткий промежуток отдыха среди своего беснования, Сидни Картон перешел через сену и вступил в освещенные кварталы. Экипажей на улице было немного, так как люди, ездившие в каретах, навлекали на себя подозрения. Поэтому и чистая публика натягивала себе на голову красные колпаки и, обувшись в толстые башмаки, ходила пешком. Однако же все театры были полны, и когда он проходил мимо, народ весело выходил оттуда и, оживленно болтая, расходился по домам. У двери одного из театров стояла девочка с матерью. Они выбирали дорогу, где бы лучше пройти поперек улицы через грязь. Картон взял девочку на руки, перенес, и, прежде чем ее робкая ручка соскользнула с его шеи, попросил позволения поцеловать ее. «Я есмь воскресенье и жизнь», сказал Господь, «верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Когда на улицах все смолкло и настала ночная тишина, эти слова стояли в воздухе, отдавались в отголоски его шагов. Он шел твердой и спокойной поступью и по временам повторял их про себя, но они слышались ему беспрерывно. Ночь проходила. Он стоял на мосту, прислушиваясь к воде, плескавшей о берега, в том месте Парижского острова, где дома так живописно группируются вокруг собора, обдаваемые лунным сиянием. Под утро луна побледнела и глянула на него с небес помертвевшим лицом. И ночь и звезды побледнели, все замерло, как будто все мироздание было отдано во власть смерти. Но взошло солнце, и его длинные яркие лучи засверкали все теми же словами, что слышались ему всю ночь, и пронизали его сердце теплом и светом. Благоговейно прикрыв глаза, он сквозь пальцы взглянул на солнце, и ему показалось, что от него пролегает к нему сияющий мост, а река внизу радостно засверкала. В тишине раннего утра сильный прилив так мощно, так глубоко и неудержимо поднимавший уровень воды подействовал на него благотворно, как нечто дружеское, однородное с ним. Он пошел берегом все дальше за город и, отдыхая на пригретом солнцем берегу, уснул. Проснувшись и снова очутившись на ногах, он еще некоторое время постоял тут, пристально глядя на одно место реки, где вода долго и бесцельно кружилась, пока течение не поглотило ее и не унесло дальше, к морю. Точно меня, молвил он. Потом показалась вдали купеческая баржа. Ее парус, подернутый мягким цветом блеклого листа, быстро подвигал ее против течения, она прошла мимо и скрылась вдали. Когда ее беззвучный след исчез на воде, из его сердца вылилась молитва о милосердном снисхождении ко всем его жалким ошибкам и заблуждениям, и в конце этой молитвы он опять услышал слова «Я есмь воскресенье и жизнь!» Когда он пришел к мистеру Лори, старика уже не было дома, и легко было догадаться, куда он ушел. Сидни Картен выпил чашку кофе, поел немного хлеба, умылся, переменил белье и отправился в суд. Зал суда был весь на ногах, и в воздухе стоял смутный говор в ту минуту, как шпион, от которого многие шарахнулись в испуге, провел его в темный закоулок, откуда все было видно. Мистер Лори был тут, и доктор Маннет, и она была тут, сидела рядом с отцом. Когда ее мужа ввели в зал, она обратила на него взор, до того ясный, ободрительный, до того преисполненной благоговейной любви и сострадательной нежности, что здоровая кровь бросилась ему в лицо, глаза его вспыхнули оживлением, и сердце ожило. Если бы было кому наблюдать, какое впечатление этот взгляд ее произвел на Сидне Картона, то увидел бы, что впечатление было вполне тождественное. Перед этим беззаконным трибуналом не соблюдалось почти никаких правил судопроизводства, и обвиняемым не давали шансов в виде объяснений и оправданий своих поступков. Если бы в прежнее время не было такого чудовищного злоупотребления всеми законами, формами и околичностями, не было бы и такой революции, которая в порыве самоубийственного мщения уничтожила всякие законы и развеяла их по ветру. Все глаза были устремлены на присяжных. Эта корпорация состояла все из тех же добрых патриотов и отъявленных республиканцев, которые сидели тут вчера и третьего дня и будут сидеть завтра и многие последующие дни. Среди них особенно выдавался своим ревностным усердием человек с алчным лицом, имевший привычку беспрестанно подносить пальцы к губам. Вид его, очевидно, доставлял особенное удовольствие зрителям. Этот присяжный отличался кровожадными инстинктами и всегда требовал смертной казни как настоящий людоед. То был Жак Тритий из предместья Сент-Антуан. И все собрание присяжных можно было уподобить стае охотничьих собак, которым поручили судить дичину. Потом все глаза обратились на пятерых судей и на публичного обвинителя. На этот раз тут неоткуда было ждать смягчения. Ясно было, что настроение у всех свирепое и беспощадное. В публике одобрительно переглядывались, кивали друг к другу, затем склоняли головы и внимательно прислушивались. Шарль Эвремонт по прозвищу Дарней выпущен на свободу вчера, снова обвинен и снова арестован вчерашнего числа. Обвинительный акт вручен ему вчера вечером, подозреваем и обличен как враг республики. Аристократ, потомок заведомых тиранов, принадлежит к фамилии осужденных на истребление, так как они пользовались ныне уничтоженными правами своими для гнусных притеснений, чинимых народу. Вследствие такового решения Шарль Эвремонт по прозвищу Дарней подлежит смерти по закону, так говорил публичный обвинитель. Председатель спросил, был ли на обвиняемого открытый донос или секретный? Открытый, гражданин председатель. Кто доносил? Три голоса. Эрнест де Фарш, виноторговец из квартала Сент-Антуан. Хорошо. Тереза де Фарш, жена его. Хорошо. Александр Манет, врач. В зале поднялся большой шум, и все увидели, как доктор Манет встал со своего места, бледный и дрожащий. Гражданин председатель, с негодованием объявляю вам, что это обман и подлог. Вам известно, что обвиняемый женат на моей дочери. Моя дочь и все, кто ей дорог, для меня дороже собственной жизни. Кто таков и где тот лживый заговорщик, который мог сказать, что я доношу на мужа родной дочери? Гражданин Манет успокойтесь. Сопротивление властью трибунала есть такое преступление, которое может лишить вас покровительства закона. Что до того, кто вам дороже жизни, то для доброго гражданина. Ничто не должно быть дороже республики. Громкие крики одобрения приветствовали этот выговор. председатель зазвонил в колокольчик и с горячностью продолжал. Если бы республика потребовала от вас пожертвовать вашей родной дочерью, вашей прямой обязанностью было бы отдать ее в жертву республики. Слушайте, что будет дальше, а пока молчите. Со всех сторон опять поднялись бешеные крики. Доктор Ман, отозираясь кругом, сел на свое место. Губы его сильно дрожали. Дочь прильнула ближе к нему. Присяжный с алчным лицом потер себе руки и одну из них по-прежнему поднес ко рту. Когда в зале настолько стихло, что можно было расслышать слова, вызвали Дефаржа, который бегло изложил историю тюремного заключения доктора, сказал, что еще мальчиком был у него в услужении и что потом его, доктора, выпустили из Бастилии, отдали ему на попечение и в каком он был виде в это время. Но суду некогда было останавливаться на подробностях и он перешел к следующему краткому допросу. Гражданин Дефарж, вы достойно послужили республике при взятии Бастилии? Думаю, что послужил. Тут из толпы раздался пронзительный женский голос, кричавший «Вы были одним из величайших патриотов в этом деле! Почему же не сказать этого? В тот день вы были канониром и одним из первых ворвались в проклятую крепость, когда она сдалась. Граждане, я говорю правду!» То был голос мести, и публика горячо приветствовала ее вмешательство в судоговорение. Председатель зазвонил в колокольчик, но месть, еще пуще возбужденная одобрением публики, закричала «А мне что за дело до вашего колокольчика?» За что ее также расхвалили. «Сообщите трибуналу, что вы делали в тот день в стенах Бастилии, гражданин Дефарш». Дефарш с высоты эстрады посмотрел на свою жену, которая стояла у подножия ступеней и не спускала с него глаз. «Я знал», сказал он, «что арестант, о котором сейчас шла речь, содержался в одиночной келье, известной под именем номера 105-го в Северной башне. Этот факт я узнал от него самого. Он и себя иначе не называл как номером 105-м Северной башни во все время, пока находился на моем попечении и шил башмаки». В тот день, когда мы брали бастилию, и я состоял при пушке, я решил, как только возьмем крепость, непременно побывать в этой келье. Крепость пала. Я отправился в келью в сопровождение другого гражданина, находящегося ныне в составе присяжных, и одного из тюремных сторожей, и стал очень внимательно осматривать всю камеру. В отверстие, проделанном в стенке каминной трубы и заложенном камнем, я нашел тетрадь из писанной бумаги. Вот она перед вами. Я озаботился сличить ее с другими рукописями доктора Манута и убедился, что это писано его рукой. Вручаю эту тетрадь, написанную доктором Манутом, председателю. Прочесть ее вслух. Настала мертвая тишина. Арестант смотрел с любовью на свою жену. Она смотрела то на него, то на отца своего. Доктор Манут смотрел только на чтеца. Мадам де Фарш впилась глазами в подсудимого. Сам де Фарш не спускал глаз со своей торжествующей жены. Остальная публика глазела на доктора, который никого и ничего перед собой не видел. При таких обстоятельствах прочтено было следующее. Глава десятая Тень воплощается в плоть и кровь Я, Александр Манут, несчастный врач, родом из города Бове, впоследствии переселившийся в Париж, пишу эти печальные строки в мрачной тюрьме, в стенах Бастилии в декабре 1767 года. Пишу украдкой и урывками при самых затруднительных обстоятельствах. Намереваюсь прятать свое писание в стенку камина, где медленно и прилежно приготовил для него потаенное место. Чья-нибудь сострадательная рука, быть может, найдет его там через много лет, когда я сам и мои печали распадутся прахом. Вывожу эти слова концом ржавого железного гвоздя, обмакивая его в смесь угольной пыли и каминной сажи с кровью, и принимаюсь за писание в последний месяц десятого года моего тюремного заключения. Никакой надежды больше нет в моей душе. По некоторым страшным признакам, которые подмечаю в себе самом, думаю, что вскоре сойду с ума, но торжественно заявляю, что в настоящее время нахожусь в здравом уме и полной памяти. До малейших подробностей помню все то, что хочу рассказать здесь. И попадет ли мое показание в руки людей или нет, все равно в этих моих последних словах будет изложена чистейшая правда, за которую буду отвечать перед вечным судилищем. В одну облачную на лунную ночь во второй половине декабря месяца, кажется, 22-го числа 1757-го года я вышел подышать морозным воздухом из своей квартиры, находившаяся на улице медицинской школы. И за час ходьбы от этого места шел по набережной реки Сены, как услышал за собой стук кареты, мчавшиеся во весь опор. Опасаясь быть задавленным, я опостранился, чтобы пропустить экипаж мимо. Но тут в окне кареты показалась голова, и громкий голос приказал кучеру остановиться. Карета остановилась, как только кучер мог сдержать лошадей. И тот же голос окликнул меня по имени и отозвался. Между тем карета успела промчаться так далеко вперед, что двое сидевших в ней мужчин имели время отворить дверцу и выйти на дорогу, прежде чем я поравнялся с ними. Я заметил, что оба кутались в плащи и как будто не хотели быть узнанными. Пока они стояли рядом у входа в карету, я заметил также, что оба казались одних лет со мной или немного моложе, и были чрезвычайно похожи друг на друга ростом, осанкой, голосом, и насколько я мог судить, лицом так же. Вы, доктор Манат, спросил один из них, точно так. Доктор Манат, родом из Бове, сказал другой. Молодой врач, сначала искусный оператор, а за последние два года прославившийся в Париже как замечательный доктор. Господа, отвечал я, я тот доктор Манат, о котором вы даете столь лестный отзыв. Мы были у вас на квартире, сказал первый, но, не имея счастья застать вас и узнав, что вы пошли гулять, по всей вероятности в эту сторону, поехали сюда в надежде вас догнать. Не угодно ли вам сесть к нам в карету? Оба отличались повелительными манерами, и, говоря это, встали так, что я очутился между ними и дверцей кареты. Они были вооружены, а при мне никакого оружия не было. Господа, сказал я, извините меня, я имею обыкновение сперва справляться, кто делает мне честь пригласить меня, и какого свойства тот недуг, ради которого меня призывают? На это отвечал второй из говоривших. Доктор, сказал он, ваши клиенты принадлежат к дворянскому сословию, что до свойства недуга, мы так доверяем вашему искусству, что, наверное, вы сами можете определить его на месте гораздо лучше, нежели мы в состоянии описать. Потрудитесь войти в карету. Мне оставалось лишь повиноваться, что я и сделал молча. Они оба последовали за мной, причем последний сначала закинул под ножки, а потом впрыгнул в карету. Дверца захлопнулась, карета повернула назад, и также стремительно помчалась в обратном направлении. Привожу разговор в точности. Не сомневаюсь, что запомнил каждое слово и описываю все совершенно так, как оно происходило, заставляя свой ум не уклоняться в сторону. Когда отмечаю в рукописи звездочками, это значит, что я на время прекращаю писание и прячу тетрадку в потаенное место. Карета выехала за город через северную заставу и покатилась по мягкой дороге. Миновав около двух-третьей первой мили от заставы, я сообразил расстояние не в то время, а потом, когда опять проезжал туда, мы свернули из главной аллеи в сторону и остановились перед уединенным домом. Мы все трое вышли из кареты и пошли по влажной мягкой тропинке через сад, где был заброшенный фонтан, к дому. У двери позвонили в колокольчик, но изнутри нам не вдруг отворили, и один из моих путеводителей с размаху ударил тяжелой дорожной перчаткой по лицу того слугу, который отпер нам двери. В этом движении не было ничего чрезвычайного, потому что я не раз видел, как господа колотили простолюдинов более бесцеремонно, чем собак. Но дело в том, что и другой, также осердившись, мимоходом тоже ударил служителя рукой по лицу. И при этом сходство обоих было так поразительно, что я тотчас догадался, что они родные братья и близнецы. С той минуты, как мы остановились у ворот внешней ограды, которая была заперта, один из братьев отпер ее и снова запер, когда мы проникли в сад. Я слышал крики, исходившие из комнаты верхнего этажа. Меня тотчас повели в эту комнату. И по мере того, как мы поднимались по лестнице, крики становились явственнее. Я застал в постели пациентку в жару и в сильнейшем возбуждении мозга. Пациентка была женщиной необыкновенной красоты и молодая, немногим более двадцати лет. Волосы ее были всколокочены, местами вырваны, а руки привязаны к бокам поясами, носовыми платками и обрывками мужской одежды. На одном из таких обрывков, который был первоначально шелковым шарфом с бахромой и составлял часть парадного костюма, я увидел вышитый дворянский герб и букву «Э». Все это я заметил с первых минут осмотра пациентки. Беспрерывно метаясь по постели, она сползла на край и, обернувшись ничком, забрала шарф себе в рот, так что рисковала задохнуться. Первым моим делом было перевернуть ее навзничь и, вытащив шарф, облегчить ее дыхание. Вот тут-то мне и бросилась в глаза вышивка в одном из углов шарфа. Я осторожно повернул ее на спину, положил ей руки на грудь, чтобы успокоить ее и придержать, и посмотрел ей в лицо. Ее глаза были расширены и дико блуждали, и она часто и пронзительно вскрикивала, повторяя все одни и те же слова «Мой муж, мой отец, мой брат». Потом считала вслух до двенадцати, произносила И на несколько секунд замолкала, как бы прислушиваясь, после чего снова испускала пронзительные крики, бармотала «бой муж, мой отец, мой брат», считала до двенадцати и опять произносила «ц». Но ни в порядке этих слов, ни в способе их произнесения не было ни малейшей перемены. Также однообразны были и краткие перерывы криков в известном месте. — Как давно это продолжается? — спросил я. — Для отличия одного от другого я буду называть их старшим и младшим. Старший брат, тот, который на вид пользовался наибольшим авторитетом, ответил мне. Со вчерашнего вечера стало быть около суток. Есть у нее муж, отец и брат. — Есть брат. — Не с ее ли братом имею честь говорить? Он с величайшим пренебрежением ответил — нет. Не было ли в недавнее время случая, сопряженного в ее уме с цифрой двенадцать? Младший брат отвечал с оттенком нетерпения. — Двенадцать часов. — Вот видите ли, господа, — сказал я, продолжая держать руки на ее груди, — как мало я могу вам быть полезен в том состоянии, в каком вы меня привезли. Если бы я наперед знал, что увижу, я бы запасся тем, что нужно. А при настоящих обстоятельствах мы потеряем драгоценное время. В таком уединенном месте не найдешь никаких медикаментов. Старший брат переглянулся с младшим, который сказал надменно. — Здесь есть ящик с лекарствами. Пошел, достал его из шкафа и поставил на стол. Я откупорил несколько пузырьков, понюхал их, прикладывал пробки к губам и убедился, что все это сонное зелье, сами по себе чрезвычайно ядовитые. Если бы не такой случай, ни одно из них не годилось бы в дело. — Вы сомневаетесь в их действенности? — спросил меня младший брат. — Вы видите, сударь, что я намерен ими воспользоваться, — отвечал я и больше ничего не сказал. С большим трудом и после многократных усилий я заставил больную проглотить лекарство. Так как через некоторое время нужно было повторить прием и, кроме того, наблюдать за его действием, я сел у постели. В комнате прислуживала робкая и тихая женщина, жена того слуги, что отворял нам дверь. Она незаметно удалилась и села в угол. Дом был сырой, обветшалый, скудно меблированный. Очевидно, его заняли лишь недавно, и то на короткое время. Поверх окон приколотили гвоздями тяжелые старинные драпировки, чтобы заглушить крики. А они продолжались, все так же правильно чередуясь с возгласами «Мой муж! Мой отец! Мой брат!» И опять счет от одного до двенадцати. «Тсс!» И затишье. Металась она так отчаянно, что я не решился развязать ей руки. Проверил только, так ли они связаны, чтобы не причинять ей лишнего страдания. Единственной искрой ободрения было для меня то обстоятельство, что, когда я держал руку на груди пациентки, она как будто стихала и по нескольку минут иногда лежала спокойно. На ее бред это не имело влияния. Он продолжался все так же неизменно. Видя, что мое прикосновение действует так успокоительно, так, по крайней мере, мне казалось, я уже с полчаса сидел у постели. А оба брата стояли возле и смотрели на меня, как вдруг старший сказал. «Есть и другой пациент», — я встрепенулся и спросил, — «и также требует безотлагательной помощи». «Лучше сами посмотрите», — отвечал он равнодушно и взял в руки свечу. Другой пациент лежал в верхнем этаже отдаленной части дома, по другой лестнице, в просторной комнате вроде чердака под самой крышей. Над некоторой частью этого помещения был низкий оштукатуренный потолок. Остальная часть была открыта вплоть до черепиц, покрывавших крышу, с перекрещенными вверху бревнами. Тут были навалены запасы сена и соломы, связки прутьев для топлива и куча яблок, пересыпанных песком. Мне пришлось пройти мимо всего этого на пути к пациенту, я все помню очень ясно и подробно. Нарочно роюсь в своей памяти, чтобы испытать, насколько она уцелела к концу этого десятого года моего заключения в Бастилии, и как сейчас вижу перед собой все то, что видел тогда. На полу на куче сена, с подвинутой под голову подушкой, лежал красивый крестьянский мальчик, подросток, никак не старше семнадцати лет. Он лежал на спине, стиснув зубы, держа сжатый кулак правой руки на своей груди и устремив горящие глаза вверх над собой. Я не мог рассмотреть, где у него рана, и, припав на одно колено, нагнулся к нему, но тотчас понял, что он умирает от раны, нанесенной ему острым орудием. — Я доктор мой, бедняжка, — сказал я, — дай мне осмотреть твою рану. — Нечего ее осматривать, — отвечал он, — и так ладно. Рана была у него под рукой, и я, понемногу смягчив его, уговорил отнять руку от груди. Он был проколот шпагой часов за двадцать или за сутки назад, но если бы и тотчас была подана ему медицинская помощь, не было возможности его спасти. Он быстро подвигался к смерти. Я обернулся к старшему брату и увидел, что он смотрит на этого прелестного умирающего мальчика, точно это не человек, а какая-нибудь раненая птица, заяц или кролик. — Каким образом это случилось, сударь? — Это просто взбесившийся щенок, крепостной. Вынудил моего брата обнажить шпагу, и пал от его руки точно дворянин. В этом ответе не было ни тени жалости, печали или человечного отношения. Говоривший как будто признавал, что считает неприличным, чтобы это создание чуждой ему породы умирало тут, под его кровом, вместо того, чтобы издыхать на обычный лад своего темного и нечистого племени. Ему и в голову не приходило пожалеть этого мальчика или потужить о его судьбе. Пока он говорил, глаза мальчика медленно обратились на него, потом также медленно он перевел их на меня. — Доктор, они ужасные гордецы, эти дворяне. Но и мы, простые щенки, иногда бываем горды. Они нас грабят, оскорбляют, колотят, убивают, а все-таки и у нас иногда бывает немножко гордости. Она... Вы ее видели, доктор? Ее крики и возгласы даже отсюда были слышны, хотя расстояние смягчало их. Но он говорил о ней, как будто она была тут же. Я отвечал, да, я ее видел. — Это моя сестра, доктор. Многие годы эти дворяне пользовались своим гнусным правом ругаться над скромностью наших сестер. Однако же были между ними хорошие девушки. Я сам про то знаю. Мой отец говорил тоже. Она была хорошая девушка и была помолвлена за хорошего парня из его же крепостных. Мы все были крестьяне одного помещика, вот этого, что стоит здесь. А тот, другой, брат его, худшее отродье проклятого племени. Мальчик говорил с величайшим усилием, собирая для этого свои последние физические силы. Но его дух проявлялся с ужасающей энергией. Этот человек, что стоит здесь, так грабил нас, как вообще такие высокие особы грабят нас, простых собак. Облагал нас пошлинами и оброками. Заставлял даром работать на себя. Приказывал молоть наш хлеб не иначе, как на его мельнице. Велел пасти его домашнюю птицу на наших тощих нивах. А нам под страхом смерти запрещал держать хоть одну такую птицу. И вообще так грабил и обирал нас, что, когда, бывало, случалось в семье добыть кусок мяса на обед, мы съедали его со страхом и трепетом, при запертых дверях, за закрытыми ставнями, чтобы его люди как-нибудь не увидели и не отняли у нас этого куска. Словом, так он нас теснил, так разорял, что наш отец говаривал. Страшное дело произвести на свет ребенка. И когда молишься Богу, пуще всего надо просить его, чтобы наши женщины были бесплодны, и чтобы наше несчастное племя вымерло окончательно. До сих пор я никогда не видел, чтобы сознание переносимых притеснений вырывалось с такой силой. Я думал, что народ сознает это, но как-нибудь тупо, неясно. Этот умирающий мальчик впервые показал мне, что подобное сознание может прорваться как пламя. Однако же, доктор, сестра моя вышла замуж. Он, бедняга, в то время был уже хворый, и она с тем и вышла за него, чтобы ухаживать за милым и поселить его в нашем домишке, который этот человек назвал бы собачьей конурой. Через несколько недель после ее свадьбы брат этого человека увидел ее, и она ему так понравилась, что он стал просить этого человека отдать ее ему, потому что стоило ли обращать внимание на то, что у нее был муж. Тот был не прочь удружить своему брату, но моя сестра хорошая женщина, и возненавидела его брата так же сильно, как и я. И вот эти двое стали выдумывать средства, как повлиять на ее мужа, чтобы тот сам уговорил ее отдаться этому человеку. Глаза мальчика, пристально устремленные на меня, медленно обратились тут на хладнокровного зрителя. И по лицу обоих я увидел, что все сказанное мальчиком было чистой правдой. Как теперь вижу эти два противоположных типа гордости, взиравшие друг на друга. В глазах родовитого барина стояло одно презрительное равнодушие. В глазах плебея целая буря попранных чувств и жажда мести. Вам известно, доктор, что эти дворяне, между прочим, имеют право запрягать нас, простых собак, в телеге и ездить на нас, как на скотах. И они запрягали его и ездили на нем. И еще они имеют право выгонять нас по ночам на поля своей усадьбы, унимать лягушек, нарушающих их благородный сон. Они это и делали. Ночью, когда встают по болотам вредные туманы, они его держали в поле. А на день опять запрягали в тележку. Но он не сдавался. Нет, один раз около полудня его выпрягли и пустили поесть, коли найдет еды. А он всхлипнул двенадцать раз, ровно по одному разочку на каждый час, пока били часы. Да и умер у нее на груди. Только тем и держалась жизнь в этом мальчике, что ему так страстно захотелось высказать все свои обиды. Смерть надвигалась, но он ее отталкивал. И все так же, крепко сжимая свой правый кулак, зажимал им рану. Тогда с дозволения вот этого брата и даже с его помощью, тот увез ее к себе. Да, несмотря на то, что она, наверное, ему сказала, и что вам известно, доктор, или скоро будет известно, тот брат увез ее к себе ради забавы, для развлечения, на короткое время. Я видел, как ее провезли мимо меня по дороге. Когда я пришел домой и рассказал это своим домашним, у моего отца сердце лопнуло. Он не произнес ни одного слова, а их много накопилось у него в сердце. Тогда я взял младшую сестру, у меня есть еще одна, и спрятал ее так, что он ее не достанет, или, по крайности, не будет она его рабой. Потом я выследил его брата до этого дома, и вчера вечером забрался сюда. Да, я простая собака. А все-таки забрался со шпагой в руках. Вот сюда. Где тут окно? Слуховое окно. Оно тут было? У него уже темнело в глазах, и кругозор становился все теснее. Я оглянулся вокруг и тут только заметил, что сено и соломы были разметаны и притоптаны по полу, как будто тут происходила борьба. Она услышала мой голос и прибежала сюда. Я сказал ей, чтобы не подходило близко, пока я его не убью. Он вошел и сначала швырнул мне денег, а потом ударил меня хлыстом. Но я, хоть и простая собака, так напал на него, что заставил обнажить шпагу. Уж насколько бы кусков не переломил он теперь свою шпагу, а обогрил он ее моей недворянской кровью и должен был обнажить ради самозащиты. И дрался со мной, пуская в ход все свое дворянское искусство, и убил меня, спасая свою жизнь. За несколько минут перед тем мне бросились в глаза куски переломленной шпаги, валявшиеся среди сена. Эта шпага была дворянская. В другом углу лежала старая шпага грубой работы, очевидно солдатская. — Теперь поднимите меня, доктор. — Приподнимите. — Где он? — Его здесь нет, — отвечал я, приподнимая мальчика и думая, что он спрашивает о другом брате. — Он горд. Все эти дворяне гордые, однако же он боится меня. Где тот, что был здесь? Поверните меня лицом к нему. Я повернул, прислонив мальчика головой к своему колену. Но он вдруг сделал чрезвычайное усилие и встал во весь рост. Тогда и я встал, опасаясь иначе уронить его. — Маркиз, — сказал мальчик, широко открыв на него глаза и подняв правую руку. — В те дни, когда придется отвечать за все наши деяния, призываю к ответу вас и весь ваш злобный род до последнего потомка. — Отмечаю вас вот этим кровавым крестом в знак того, что и вы за это ответите. В те дни, когда всех призовут к ответу, призываю еще отдельно вашего брата, худшее отродье вашей злой породы. — И его отмечаю вот этим кровавым крестом в знак того, что он обязан будет отвечать. Он дважды брался рукой за свою рану и указательным пальцем проводил по воздуху крестообразно. Постоял еще несколько секунд с поднятой рукой. Потом она повисла, он весь опустился. И когда я положил его на пол, он был мертв. — Возвратясь к постели молодой женщины, я застал ее все в том же положении, и бредила она в том же порядке. Я знал, что это может продлиться еще многие часы, а кончится, вероятно, затишьем смерти. Я дал ей еще прием того же лекарства и сидел у ее постели до поздней ночи. Крики были все так же громкие и пронзительные, а возгласы она произносила с прежней отчетливостью и в той же последовательности. — Мой муж, мой отец, мой брат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тсссс. Это продолжалось в течение 26 часов с той минуты, как я в первый раз ее увидел Я за это время дважды уезжал домой и опять приезжал И вот, сидя у ее постели, я заметил, наконец, что она начинает сбиваться и затихать Я сделал то немногое, что можно было сделать для ее облегчения И мало-помалу она впала в литургическое состояние и лежала как мертвая Впечатление было такое, как будто после долгой и сильнейшей бури ветер упал и дождь прекратился Я развязал ей руки и позвал женщину, служившую в доме, помочь мне уложить больную и переменить на ней разодранную одежду Только тут я увидел, что она находится в первом периоде беременности И тогда же утратил последнюю надежду на спасение ее жизни — Что, умерла? — спросил маркиз, которого буду по-прежнему звать старшим братом Он только что приехал верхом и вошел, как был, в высоких сапогах — Нет еще, но, вероятно, умирает, — отвечал я — Сколько, однако же, силы в телах этих простолюдинов! — молвил он, глядя на нее с некоторым любопытством Горе и отчаяние придают изумительные силы, — заметил я Он сперва рассмеялся моим словам, потом нахмурился Толкнув ногой стул, чтобы придвинуть его ближе к моему, он приказал служанке уйти, подсел ко мне и сказал в полголоса — Доктор, видя моего брата в столь затруднительных обстоятельствах по поводу этих холопов, я ему посоветовал обратиться к вашему искусству Вы пользуетесь прекрасной репутацией, но вы еще молоды, вся ваша карьера впереди, и, по всей вероятности, вы умеете заботиться о своих выгодах Все, что вы здесь видели, можно только видеть, а говорить об этом нельзя Я прислушивался к дыханию больной и не хотел отвечать ему — Вы изволили слышать, что я вам сказал, доктор? — Милостивый государь, — сказал я — В моей профессии принято считать секретом все то, что сообщают нам пациенты Я отвечал ему с осторожностью, потому что был очень смущен тем, что видел и слышал, но еще не решил, как поступить относительно этого Ее дыхание становилось так слабо, что пришлось щупать только пульс и выслушивать сердце Жизнь едва теплилась в ней Возвращаясь на свое место, я оглянулся и увидел, что оба брата пристально смотрят на меня Писать становится так трудно, холод так ужасен, и я так боюсь, чтобы меня не застали за писанием и не перевели в подземелье в полную темноту, что постараюсь сократить свой рассказ До сих пор память не изменяла мне Я не сбиваюсь и подробно помню каждое слово, сказанное между мной и обоими этими братьями Она прожила целую неделю Под конец я мог разобрать несколько слов, которые она мне говорила, но для этого я должен был прикладывать ухо почти к ее губам Она спросила, где она, и я сказал ей Потом спросила, кто я, и на это я ответил ей Но тщетно я просил ее сказать свою фамилию Она слабым отрицательным движением покачала головой по подушке и сохранила свою тайну так же, как и брат ее Я не находил случая ни о чем расспросить ее до того дня, когда сказал братьям, что она быстро слабеет и не доживет до завтра До тех пор, хотя она никого не видела у своей постели, кроме той женщины и меня Который-нибудь из братьев непременно сидел за занавеской у изголовья кровати во все время, пока я был при ней Когда же дошло до этого, им как будто стало все равно, скажет она мне что-нибудь или нет Они как будто считали, и это тогда же пришло мне в голову, что и я умру вместе с ней Я заметил, что для их гордости особенно обидно было сознавать, что меньшой брат был вынужден скрестить шпагу с простолюдином, да еще с подростком Единственным соображением, серьезно тревожившим их по этому поводу, было то, что это обстоятельство унизительно для их фамильной чести И вдобавок может подать повод к насмешкам Каждый раз, как я встречался глазами с младшим братом, выражение его лица напоминало мне, что он меня возненавидел за то, что я знаю о нем от умершего мальчика Он был со мной мягче и любезнее старшего брата, но я все-таки не мог этого не видеть Впрочем, также заметно было, что и старший брат с трудом выносит мое присутствие Моя пациентка скончалась за два часа до полуночи, по моим часам, почти минута в минуту в ту же пору, когда я увидел ее в первый раз Я был один при ней в тот момент, когда ее юная беспомощная головка тихо склонилась к плечу И все земные печали и обиды для нее закончились Братья нетерпеливо ждали этого события в одной из комнат нижнего этажа Я, сидя один у постели, слышал, как они там расхаживали взад и вперед, похлопывая хлыстами по своим высоким сапогам — Наконец умерла? — спросил старший, как только я вошел — Умерла, — отвечал я — Поздравляю тебя, брат, — сказал он, поворачиваясь к младшему Он и прежде предлагал мне денег, но я откладывал принятие платы Теперь он подал мне сверток с золотом Я взял его и тотчас положил на стол Я заранее обдумал этот вопрос и порешил ничего не брать за труды — Прошу извинить меня, — сказал я — При настоящих обстоятельствах я не могу принять платы Они переглянулись между собой и молча наклонили головы в ответ на мой поклон На этом мы расстались Я страшно устал и стомился в конец Не могу даже прочесть того, что написала моя изможденная рука На другой день рано утром сверток золотом был оставлен у моей двери в небольшом ящичке На крышке которого было написано мое имя Я с самого начала обсуждал сам с собой Что делать в этом случае И в этот день окончательно решился частным образом написать министру письмо Вкратце изложив сущность дела То есть, каким двум пациентам меня призывали И куда для этого возили Словом, все обстоятельства Я знал, что значат придворные связи И до чего доходит безнаказанность проступков, совершаемых дворянами Поэтому не думал, чтобы настоящее дело получило огласку Но мне просто хотелось очистить собственную совесть Я держал всю эту историю в глубочайшей тайне Даже жене ничего не говорил И об этом также счел за лучшее упомянуть в своем письме Я совсем не думал, чтобы мне самому угрожала какая-либо опасность Но полагал, что для других могло быть рискованно узнать про то, чему я сам был свидетелем В тот день я был очень занят больными И потому не успел дописать своего письма Но другое утро Я встал гораздо раньше обычного часа Нарочно, чтобы окончить письмо То был канун Нового года Я только что дописал письмо Когда мне доложили, что приехала дама И желает меня видеть Мне становится все труднее выполнить мою задачу Страшный холод, темнота Все мои чувства окоченели и притупились Мрачная обстановка действует на меня подавляющим образом Дама была молодая, красивая и любезная Но видно было, что она проживет недолго Она была в сильном волнении И сказала, что она — жена маркиза Сент-Эвремонда Я вспомнил, что этим титулом умиравший мальчик называл старшего брата Потом вспомнил вензель, вышитый на шарфе И без труда пришел к заключению Что очень недавно виделся с мужем этой дамы Память моя все так же свежа Но я не могу дословно привести здесь наш разговор Подозреваю, что за мной следят внимательнее прежнего Не знаю, в какое время за мной подглядывают И боюсь, как бы не застали врасплох Она частью угадывала Частью узнала главные события всей этой истории И роль, какую играл в этом ее муж А также и то, что обращались к моему содействию Она не знала только, что молодая женщина умерла Сильно огорченная этим обстоятельством Она сказала мне, что надеялась втайне Выказать ей свое женское сочувствие Надеялась отвратить гнев Господень от дома Давно заслужившего ненависть многих пострадавших от него Она имела причины предполагать, что в этом семействе Была младшая сестра, оставшаяся в живых И величайшим ее желанием было оказать помощь этой сестре Я ничего не мог ей сообщить на этот счет Кроме того, что такая сестра существует Дальше этого мне ничего не было известно Эта дама знала, что я что-то знаю И приехала ко мне именно в надежде Что я могу ей назвать имя и место пребывания Тогда как я и до сего злополучного часа Ничего о том не ведаю У меня недостает бумаги Вчера отобрали у меня один листок и пригрозили Сегодня необходимо окончить этот рассказ Эта дама была добра, сострадательна и несчастлива в супружестве И как могло быть иначе? Деверь относился к ней враждебно, недоверчиво И во всем противоречил ее влиянию Она боялась его так же, как боялась и своего мужа Когда я провожал ее, я увидел в ее карете дитя Хорошенького мальчика лет двух или трех отроду Ради него, доктор Сказала она, со слезами указывая на ребенка Ради него я готова сделать все на свете Чтобы хоть сколько-нибудь искупить прошлое Иначе наследие предков не принесет ему счастье У меня есть предчувствие Что если теперь не загладить хоть как-нибудь этого дела Со временем вся ответственность за это падет на него Все, что я вправе на этом свете считать своим личным имуществом А это не более как несколько драгоценных безделушек Я оставлю ему с непременным условием Чтобы он разыскал эту пропавшую сестру И отдал ей все, что я ему оставила И вместе с тем передал бы ей сожаление И сочувствие своей умершей матери Она поцеловала мальчика и, лаская его, сказала Все ради тебя, мое сокровище Ведь ты все верно исполнишь, мой маленький Шарль И ребенок бодро ответил Да Я поцеловал ее руку Она взяла на руки мальчика и, лаская его, уехала Я никогда больше не видел ее Так как она не назвала мне имя своего мужа Очевидно, думая, что оно и без того мне известно Я не упоминал этого имени в своем письме Закончив, я запечатал его в конверт И, не доверяя ни почте, ни посыльным В тот же день отнес его и отдал собственноручно В этот вечер, накануне Нового года, около девяти часов У ворот моего жилища позвонил человек в черном плаще Сказал, что ему нужно меня видеть И тихонько последовал наверх за моим слугой Молодым парнем, которого звали Эрнест де Фарш Когда слуга вошел в комнату, где я сидел с женой О, моя жена, моя возлюбленная Молоденькая, прелестная англичанка, на которой я женился Мы увидели этого человека Безмолвно стоявшего в глубине Тогда, как предполагалось, что он дожидается у ворот Он сказал, что меня просят по безотлагательному случаю На улицу Сент-Оноре И не задержат, потому что внизу меня дожидается карета И привезли меня сюда Привезли в эту могилу Как только мы выехали из дому Кто-то схватил меня сзади Крепко завязал мне рот черным платком И скрутил мне руки назад Оба брата вышли из-за угла И одним движением дали понять, что я и есть тот, кто нужен Потом маркиз вынул из кармана письмо, написанное мною к министру Показал мне его Жег на свечке поданного ему фонаря И затоптал пепел в землю Никто не произнес ни одного слова Меня увезли и доставили сюда, в эту живую могилу Если бы в течение этих ужасных десяти лет Богу угодно было вложить в жестокое сердце одного из братьев Благую мысль подать мне весть о возлюбленной жене моей Хотя бы уведомить меня о том, жива ли она или умерла Я бы мог подумать, что Господь еще не совсем отвернулся от них Но теперь я думаю, что они действительно отмечены кровавым крестом И нетом доли в милосердии Божьем И я, Александр Манет, злополучный узник, в этот последний вечер накануне 1767 года В невыносимой муке моей обличаю их и потомков их до последнего колена И отдаю их на суд тех времен, когда за все дела спросится ответ «Придаю их суду неба и земли» По окончании чтения в зале поднялся страшный рев Это был алчный вопль, в котором слышались не слова, а только жажда крови Чтение этого документа пробудило все мстительные страсти того времени И перед таким обвинением никому бы не сносить головы среди французского населения Всего хуже для обреченного на погибель было то, что обвинителем оказался всеми уважаемый гражданин Его личный друг и отец его жены В ту пору одним из фанатических стремлений народной толпы Было слепое подражание сомнительным гражданским доблестям древности И все более или менее благоговели перед жертвами и самозакланиями на алтаре Отечества Поэтому, когда председатель, натурально озабоченный ограждением собственной головы Объявил, что добрый врач республики станет еще угоднее для нее Содействуя окончательному искоренению ненавистной фамилии аристократов И без сомнения ощутит священную радость от того, что сделает дочь свою вдовой, а ее дитя сиротой В зале последовал взрыв патриотического восторга Без малейшей примеси человеческого сострадания «Ну-ка, посмотрим, велико ли будет влияние доктора на окружающих?» Прошептала мадам де Фарш с улыбкой, обратясь к мести «Спасай же его теперь, доктор, спасай!» По мере того, как присяжные подавали голоса, публика отзывалась на каждый из них неистовым ревом «Решили единогласно, в душе и по происхождению чистейший аристократ, враг республики и заведомый угнетатель народа Отвести его назад в консьержери и казнить через двадцать четыре часа Глава одиннадцатая Сумерки Несчастная жена невинного человека, обреченного на смерть, услышав приговор, упала, как бы получив смертельный удар Но она не проронила ни звука В ней так сильно было сознание, что в такую минуту ее прямая обязанность всячески поддерживать и ободрить его, а не усиливать его отчаяние, что это помогло ей оправиться и прийти в себя Членам трибунала предстояло в этот день принять участие в какой-то уличной процессии И потому заседание было отложено Суд поднялся с мест и вместе с публикой шумно и поспешно устремился вон из зала И в коридорах все еще не умолкли топоты возня, когда Люси уже стояла на ногах, простирая руки к своему мужу И на лице ее выражались только любовь и утешение «Если бы мне позволили побыть с ним, если бы хоть раз обнять его, о добрые граждане, не будете ли вы хоть настолько жалостливы к нам?» С арестантом оставались только один тюремный сторож, двое понятых, из числа тех четверых, что арестовали его накануне, и Барсот Публика тем временем успела выбраться на улицу Барсот обратился к своим сотоварищам и сказал «Пускай обнимаются, ведь это займет всего минуту времени» Остальные молча согласились Перетащили Люси через скамейки и подняли на эстраду А он перегнулся через перила и таким образом мог заключить ее в свои объятия «Прощай, сокровище души моей!» Благословляю тебя на прощание Мы свидимся там, где для усталых есть вечный покой Так говорил муж, прижимая ее к своему сердцу Я и это перенесу, дорогой Чарльз Свыше даются мне силы Обо мне не тужи Благослови заочно нашу девочку Благословляю ее через тебя Передай ей от меня этот поцелуй Передай и мое последнее прощание Мой муж, нет, еще минуту Он хотел оторваться от нее Мы расстаемся ненадолго Я чувствую, что это постепенно разобьет мое сердце Но пока в силах буду исполнять свой долг А когда я ее покину, Бог дарует ей друзей, как даровал мне Ее отец подошел вслед за ней И хотел упасть на колени перед ними обоими Но Дарни протянул руку И, удержав его за плечо, воскликнул Нет, нет, вы ничего такого не сделали, чтобы падать ниц перед нами Мы теперь узнали, сколько вы настрадались в старые годы Узнали, какие чувства испытывали вы, когда догадывались о моем происхождении И потом, когда убедились в своей догадке Знаем, как вы боролись с естественной антипатией, которую я вам внушал И как мужественно вы победили ее ради любви к бесценной дочери Мы вам благодарны от всего сердца Со всей нашей привязанностью и почтением к вам Благослови вас Бог Вместо ответа отец схватился руками за свои седые волосы И своплем отчаяния теребил их Иначе быть не могло, сказал Дарний Все обстоятельства вели к тому, что случилось Виной моей роковой встречи с вами Было все то же, мое всегда тщетное старание Исполнить последнюю волю моей бедной матери От такого зла и нельзя было ожидать ничего доброго Каково было начало Таков должен быть и конец Все это в натуре вещей Утешьтесь и простите меня Да благословит вас Бог Его увели Выпустив его из своих объятий Жена стояла и смотрела ему вслед Сложив руки, как на молитву И с таким ясным выражением лица Что на нем была даже утешительная улыбка Когда он исчез за дверью, через которую выводили арестантов Она обернулась, ласково прижалась головой груди отца Хотела что-то сказать ему И без чувств упала к его ногам Тогда Сидни Картон, до сих пор не трогавшийся из своего темного угла Вышел оттуда и поднял ее на руки При ней никого больше не было, кроме ее отца и мистера Лори Рука его дрогнула, когда он ее поднимал Подпирая ее голову плечом Однако лицо его в эту минуту выражало Не одно сострадание, а также гордость Донести ее до кареты Я и не почувствую ее тяжести Он легко вынес ее на улицу и положил в карету Ее отец и их старый друг сели вместе с ней А Картон влез на козлы рядом с кучером Подъехав к воротам, где он стоял за несколько часов перед тем И в темноте ночной старался дознаться На который из грубых камней этой мостовой ступала ее нога Он снова взял ее на руки Вынул из кареты И отнес наверх в их квартиру Там он бережно положил ее на кровать А ее дочка и мисс Прос стали ее оплакивать Не приводите ее в чувства, мисс Прос Сказал он тихо Оставьте лучше так Зачем ей возвращаться к сознанию Ведь это только обморок О, Картон, милый Картон Восклицала маленькая Люси Обвив его руками за шею в порыве страстного горя Раз ты к нам пришел Я знаю Ты что-нибудь сделаешь Чтобы помочь маме и спасти папу Взгляни на нее, милый Картон Ты так ее любишь Как же ты можешь переносить Чтобы она была такая бедная Он нагнулся к девочке И прижал ее свежую щечку к своему лицу Потом тихонько поставил ее на пол И взглянул на ее мать, лежащую без сознания На прощание, сказал он и запнулся Можно мне ее поцеловать Впоследствии бывшие при этом вспоминали Что когда он наклонился и прикоснулся к ней губами Он что-то прошептал А девочка, бывшая от него всех ближе Расслышала и рассказала потом своим А гораздо позднее, когда она сама уже была красивой старушкой Говорила своим внукам, что он прошептал только Жизнь за тебя Выйдя в другую комнату Он вдруг обернулся к провожавшим его мистеру Лори и доктору Мануту И сказал, обращаясь к последнему Вы еще вчера пользовались значительным влиянием, доктор Манут Попробуйте Нельзя ли еще что-нибудь предпринять? Эти судьи и прочие власть имущие относятся к вам дружелюбно И очень высоко ставят ваши заслуги Разве это не важно? От меня не скрывали ничего, что касалось Чарльза Меня положительнейшим образом обнадежили, что я его спасу И ведь я уж спас его Он произносил свой ответ крайне медленно и с видимым усилием Попробуйте сызного Немного остается часов от настоящей минуты до завтрашнего полудня Но все-таки вы попытайтесь Я и хочу попытаться Ни минуты не буду медлить И отлично При вашей энергии мало ли каких великих дел можно наделать Я видел такие случаи, хотя, впрочем Прибавил он со вздохом и улыбнулся Не такие уж важные случаи, как настоящий Однако ж попробуйте Хоть жизнь и недорого стоит, если прожить ее без толку Но для такой жизни стоит потрудиться Иначе и жить не стоило бы Я пойду, сказал доктор Маннет Сначала прямо к обвинителю и к председателю А потом отправлюсь к другим, которых лучше не назову И, кроме того, напишу Однако постойте Ведь теперь на улицах справляют какое-то торжество Стало быть, до вечера никого не застанешь И ничего не добьешься Это правда Во всяком случае, надежды на успех довольно мало Так что едва ли вы что-нибудь потеряете, подождав до вечера А я все-таки желал бы узнать, как идет дело Хотя я лично ничего хорошего не жду Когда примерно будете вы иметь возможность повидаться с этими грозными властями, доктор Маннет? Как только стемнеет Надеюсь, что часа через два это случится Нынче темнеет уже в пятом часу Растянув немного положенный вами срок, если я приду к мистеру Лори Например, часов в девять Могу ли я надеяться узнать о вашей деятельности через нашего друга или от вас самих? Можете Ну, желаю вам успеха Мистер Лори пошел провожать карта на донаружной двери И, тронув его за плечо, заставил обернуться Я потерял всякую надежду Сказал старик тихим и скорбным голосом И я так же Если бы кто-нибудь из этих властимущих Или хотя бы все они вместе были расположены пощадить его А это так маловероятно Потому что для них его жизнь и вообще человеческая жизнь ничего не значит И то я сомневаюсь, чтобы возможно было его спасти после того документа, который мы прослушали на суде И я того же мнения В этом реве толпы мне послышался ляск гильотины Мистер Лори оперся рукой о косяк и припал лицом на руку Не печальтесь так, сказал Картон очень ласково Не горюйте Я подал эту мысль доктору Маннету, чтобы ободрить его И потом я думаю, что когда-нибудь ей от этого будет легче Иначе она может подумать, что о его жизни недовольно позаботились И допустили его погибнуть по нерадению И такие мысли могут ее тревожить Да, 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 отвечал мистер Лори, осушая глаза Вы правы Но он все-таки погибнет По-настоящему нет никакой надежды Да, он погибнет И надежды нет никакой Ответил Картон И твердой поступью стал спускаться с лестницы Глава двенадцатая Тьма Сидни Картон остановился на улице, не сразу решив, куда идти В банкирской конторе Тельсона надо быть к девяти часам Сказал он себе в раздумье Тем временем не будет ли полезно кое-где показаться Сдается мне, что это будет кстати Пускай здешние обыватели знают, что в Париже есть такой человек, как я Такая предосторожность не лишняя и даже может послужить необходимой подготовкой Но чур не спешить И ничего не делать наобум Сперва хорошенько обдумаю, как поступить Задержав шаг, увлекавший его к намеченной цели Он раза два тихо прошелся взад и вперед по улице В наступавших сумерках И сообразил, какие последствия могут иметь задуманные им действия Результат оказался удовлетворительным Да, молвил он в конце концов Надо, чтобы они знали, что в Париже существует такой человек, как я И пошел прямо в квартал Сент-Антуан По утру он слышал, как Дефарж говорил, что он виноторговец в предместе Сент-Антуан Для человека, давно знакомого с городом, нетрудно было отыскать лавку Дефаржа, не прибегая к расспросам Найдя этот дом и запомнив его положение, Картон ушел из тесных переулков этого квартала Пообедал в ресторане и после обеда лег спать В первый раз с очень давнего времени он обошелся без крепких напитков Со вчерашнего вечера он пил лишь немного легкого вина А водку накануне медленно вылил на очаг камина у мистера Лори В знак того, что навсегда покончил с этой забавой Было уже семь часов вечера, когда он проснулся со свежими силами и снова вышел на улицу На пути в предместе Сент-Антуан он остановился у окна магазина, где было зеркало И слегка поправил на себе бант широкого галстука, воротник и растрепанную прическу После чего отправился прямо к Дефаржу и вошел в его лавку Случилось так, что из посетителей никого не было, исключая Жака Третьего С вечно шевелившимися пальцами и скрипучим, каркающим голосом Этот человек, бывший поутру в числе присяжных, стоял у прилавка, пил вино и беседовал с супругами Дефарж Месть также участвовала в разговоре в качестве непременного члена совещаний Картен вошел, уселся и на очень ломаном французском языке спросил себе небольшую порцию вина Мадам Дефарж беспечно оглянулась на него Потом посмотрела внимательнее, потом еще внимательнее Наконец подошла к нему в упор и осведомилась, что бишь он заказал Он повторил свое требование в тех же выражениях «Англичанин?» — молвила Мадам Дефарж, вопросительно подняв свои черные брови Он посмотрел на нее озабоченным взглядом, как будто с большим трудом вникал в каждый звук французской речи Потом, притворившись, что на силу понял ее вопрос, отвечал с сильным британским акцентом «Да, сударыня, да, я англичанин» Мадам Дефарж вернулась к своей конторке и стала доставать вино А он взял со стола якобинскую газету и, водя по ней пальцем, сделал вид, что нелегко ему разбирать, что тут напечатано И явственно расслышал, как она сказала своим собеседникам «Клянусь вам, не дать, не взять, эвремонт» Дефарж подал ему вино и пожелал доброго вечера «Что?» «Добрый вечер!» — я говорю «О, добрый вечер, гражданин!» — отозвался Картон, наполняя себе стакан «А, доброе вино! За здоровье республики!» Дефарж отошел обратно к конторке и сказал «Да, пожалуй, есть сходство» Жена сурово возразила на это «Я тебе говорю, очень даже похож» Жак Третий примирительно заметил «Вам оттого так показалось, что вы уж больно много о нем думаете» А бойкая месть прибавила со смехом «Вот правда! И с каким же удовольствием ты думаешь о том, что завтра поутру еще разок увидишь его?» Картон продолжал медленно водить пальцем по газете «И по лицу его было видно, что он совершенно поглощен этим мудрым занятием» Собеседники все четверо, облокотясь о прилавок и близко наклоняясь друг к другу головами, разговаривали очень тихо Потом они помолчали некоторое время, пристально глядя на незнакомого посетителя Но видя, что он не отрывается от газеты и сильно заинтересовался рассуждениями якобинского редактора Они успокоились и возобновили свою беседу «Твоя жена правду говорит», — заметил Жак Третий «К чему останавливаться на полдороге? Это очень сильно сказано В самом деле, к чему останавливаться?» «Ну, хорошо», — рассуждал Дефарш «Где-нибудь надо же будет остановиться Стало быть, весь вопрос в том, где и на чем» «На поголовном истреблении», — сказала мадам Дефарш «Великолепно», — прокаркал Жак Третий Месть также выразила горячее одобрение «Истребление — вещь хорошая, что и говорить», — сказал Дефарш не без смущения «Вообще я против этого ничего не имею» «Но этот доктор столько уж пострадал, ты и сама видела сегодня, ведь ты наблюдала за ним, пока читали его показания» «Видела, как же», — отвечала она гневно и презрительно «И лицо его наблюдало очень хорошо, и заметило по лицу, что он не искренний друг республики Пусть-ка он сам получше наблюдает за своим лицом «И дочь его ты так же видела», — сказал Дефарш умоляющим тоном «Ты заметила, в каком мучительном волнении была его дочь Каково же ему было смотреть на это» «И за дочерью тоже наблюдала», — сказала мадам Дефарш «Да и не раз я наблюдала за его дочерью Видела я ее и сегодня, и в другое время Смотрела на нее и в суде, и на улице у тюрьмы Стоит мне только пальцем шевельнуть» «Картон не отрывал глаз от газеты, но ему показалось, что она подняла палец и потом с треском ударила им по прилавку, подражая падению секиры» «Прелесть! Что за гражданка!» — прокаркал присяжный «Она ангел, вот что!» — сказала месть и заключила ее в объятия «Что до тебя?» — продолжала мадам Дефарш, с неумолимой суровостью обращаясь к мужу «Если бы дело от тебя зависело, чего, по счастью, нет, ты бы и теперь отпустил этого человека на свободу» «Нет!» — возразил Дефарш «Хотя бы стоило для этого только поднять вот эту рюмку, я бы ее не поднял Но зато я бы на этом и остановился, я говорю, пора остановиться» «Так слушайте же!» — сказала мадам Дефарш гневно «Слушай ты, Жак, и ты, месть» «Эта самая порода за многие свои преступления, тиранства и злодейства Давным-давно обречена по моим спискам на полное исчезновение и истребление Спросите у моего мужа, так ли это?» «Это так», — подтвердил Дефарш, прежде чем его спросили «В самом начале великих дней, когда пала Бастилия, он нашел там документ, прочитанный сегодня на суде И принес его с собой домой Когда все разошлись, среди ночи при запертых дверях, мы с ним прочли эту тетрадь Вот тут, на этом самом месте, под этой лампой Спросите его, так ли это?» «Так», — подтвердил Дефарш «Когда все было прочитано от доски до доски, и лампа вся выгорела, а сквозь ставни проглянул дневной свет Тогда я сказала мужу, что имею сообщить ему секрет Спросите его, правду ли я говорю?» «Правду», — сказал Дефарш «И вот я ему сказала этот секрет Ударив себя в грудь руками, вот как теперь ударяю, я ему говорю Дефарш, я выросла в семье рыбаков на морском берегу Но та крестьянская семья, которой братья Эвремонт нанесли столько кровных обид, как сказано в этой бумаге, найденной в Бастилии Это и была моя настоящая семья Дефарш, сестра того смертельного раненого мальчика, что валялся на полу, была и моей сестрой Ее муж был мне зятем, ее брат приходился и мне братом, тот отец был и моим отцом Все эти умершие — мои покойники, и мне по наследству приходится требовать ответа за такие дела Спросите, так ли я ему говорила Так, — еще раз подтвердил Дефарш Так что ж ты толкуешь об остановке, — сказала жена Вели ветру стихнуть, огню погаснуть, а ко мне с этим не приставай Оба собеседника алчно наслаждались ее смертельной ненавистью и принялись усердно ее расхваливать Картон не смотрел на них, но был уверен, что мадам Дефарш страшно побледнела Сам Дефарш, очутившийся в жалком меньшинстве, попробовал замолвить несколько слов в память сострадательной жены маркиза Но его собственная жена вместо ответа еще раз указала — Ну и вели ветру не дуть, и огню не гореть, а меня оставь в покое Вошло несколько гостей, и совещание было прервано Неизвестный англичанин заплатил за свою порцию Долго и усиленно пересчитывал полученную сдачу Потом, в качестве иностранца, спросил, как пройти к национальному дворцу Мадам Дефарш подвела его к двери и, указывая дорогу, положила руку на его плечо Англичанин подумал, как бы хорошо было схватить эту руку, приподнять ее и всадить под мышку острый нож, да поглубже Если хорошенько рассудить, ведь это было бы доброе дело Он пошел своей дорогой, и вскоре его поглотила густая тень тюремной стены В назначенный час он ушел оттуда и появился опять в комнате мистера Лори, которого застал в большом беспокойстве Старику не сиделось на месте, и он тревожно бродил взад и вперед по комнате Он только что был у Люси и вернулся домой единственно потому, что обещал быть дома в эту пору Ее отец ушел из банкирской конторы в четыре часа, и с тех пор его все нет У нее есть еще слабая надежда, что его вмешательство может спасти Чарльза, но это маловероятно Однако же вот уже пять часов, как он ушел, куда же он девался? Мистер Лори подождал до десяти часов, но так как доктора все не было, а ему не хотелось оставлять Люси одну То они уговорились, что он теперь пойдет к ней, а в полночь вернется в контору Тем временем Картон один посидит у огня в ожидании доктора Он сидел и ждал Пробило полночь, но доктор Маннет не возвращался Мистер Лори пришел, но никаких известий о нем не принес Куда мог деваться доктор? Они обсуждали этот вопрос и начинали даже строить некоторые фантастические надежды По поводу столь продолжительного его отсутствия, как вдруг услышали на лестнице его шаги Как только он вошел в комнату, для них стало ясно, что все пропало Ходил ли он кому-нибудь, или все это время только бесцельно странствовал по улицам, так и осталось неизвестным Он стоял, пристально глядя на них Но они даже не задали ему ни одного вопроса, потому что по его лицу увидели, что случилось «Никак не могу найти», — сказал он «А надо же найти! Где она?» Он был без шляпы, с расстегнутым воротом и обнаженной шеей Растерянными глазами он оглядывался вокруг, вдруг скинул сюртук и бросил его на пол «Где моя скамейка? Везде ищу свою скамейку, так и не нашел Куда они убрали мою работу? Надо скорее, скорее кончать эти башмаки» Они переглянулись, и сердца их замерли «Что же вы?» — сказал он, начиная жалобно хныкать «Зачем взяли мою работу? Отдайте мне мою работу!» Не получая ответа, он начал рвать на себе волосы и топать ногами, как капризное дитя «Не мучьте меня, бедного пропащего человека!» — умолял он с раздирающими воплями «Отдайте мне мою работу!» «Что с нами будет, если я не окончу этих башмаков сегодня?» «Пропал! Окончательно погиб!» Было так ясно, что нет ни малейшей надежды урезонить его, привести в себя Что оба свидетели этого зрелища, как бы по взаимному уговору, Одновременно взяли его под руки, стали утешать, посадили у огня И обещали непременно найти его работу Он опустился в кресло, сгорбился над тлеющими угольями и проливал слезы Точно будто все, что было после пребывания на чердаке у де Фаржа, прошло бесследно И мистер Лори увидел его снова в той самой позе и в том виде, как застал тогда у де Фаржа Невзирая на ужас и глубокую жалость, возбуждаемые в них этим новым несчастьем Оба понимали, что теперь не время предаваться чувствительности Надо было подумать о дочери осужденного, лишившейся своего последнего покровителя Последние надежды И они опять, точно сговорившись, взглянули друг на друга с одной и той же мыслью в глазах Картен заговорил первым Последняя надежда пропала, впрочем, она была невелика Да, лучше отвезти его к ней, но перед уходом можете ли вы внимательно выслушать то, что я вам скажу Я вам поставлю несколько условий и попрошу обещания А вы не расспрашивайте, зачем все это Знаете только, что у меня есть на все веские причины В этом я не сомневаюсь, отвечал мистер Лори Говорите, в чем дело Жалкая фигура у огня, между тем, сидя в кресле, раскачивалась из стороны в сторону и тихо стонала Они стояли за ней и говорили в полголоса, как говорят по ночам дежурные у постели больного Картен наклонился поднять с полу валявшийся сюртук, который путался у него в ногах Пока он его поднимал, из кармана вывалился небольшой бумажник, в котором доктор носил обыкновенно список своих дневных занятий Картен подобрал бумажник и увидел торчавшую оттуда сложенную бумагу Не заглянуть ли, что это за бумага, сказал он Мистер Лори кивнул Картен развернул лист и воскликнул Слава богу! Что такое? Живо спросил мистер Лори Погодите, я и об этом упомяну в свое время Во-первых... Тут он сунул руки в свой карман и вынул точно такую же бумагу Вот удостоверение, в силу которого я имею право выехать из Парижа Посмотрите на него Видите, Сидни Картен, англичанин Мистер Лори держал в руке открытую бумагу и смотрел в его оживленные глаза Приберегите этот мой паспорт до завтра Вы и не забыли, что завтра мне дадут свидание с ним А мне не хочется таскать этого с собой в тюрьму Почему? Сам не знаю, ну, одним словом, предпочитаю сделать так Теперь вот вам та бумага, которую принес с собой доктор Маннет Это точно такое же удостоверение, дозволяющее ему, его дочери и внучке Во всякое время выехать из Парижа и за границу Франции Видите? Вижу Может быть, он выправил его вчера как последнее и крайнее средство спастись от беды От которого числа, впрочем, это все равно, не стоит справляться Сложите его бережно вместе с моим и с вашим собственным паспортом Теперь слушайте До сих пор, то есть еще два часа тому назад Я не сомневался, что у него есть или всегда может быть такая бумага Она очень полезна и действительно пока не отменена Но ее могут очень скоро отменить И я имею причины думать, что так и сделают Очень скоро И они тоже в опасности В большой опасности На них намерена донести мадам де Фарш Я сам слышал, как она это говорила сегодня вечером И совершенно случайно узнал, как велика угрожающая им опасность Не теряя времени, я тотчас после этого повидался со шпионом Он подтвердил мои предположения Ему известно, что под стенами тюрьмы живет некий пильщик, преданный де Фаршем Мадам де Фарш подучила этого пильщика дать показания, будто он видел, как она Он никогда не называл имени Люси Подавала какие-то сигналы арестантам Легко предвидеть, что они состряпают из этого обычный предлог к обвинению Тюремный заговор И таким образом запутают в смертельную опасность и ее, и ребенка, и даже, может быть, ее отца Так как их всех троих видели там Но вы напрасно так пугаетесь Вы-то и спасете их всех Дай бог, чтобы я мог это сделать, Карта, но как? А вот я вас научу, как это сделать Все зависит от вас, и, конечно, лучше вас никто этого не выполнит Этот новый донос будет сделан не прежде, как послезавтра, вероятно, даже дня через три, а вернее, что через неделю Вам известно, что считается уголовным преступлением горевать или носить траур по жертве гильотины Нет сомнения, что и она, и отец ее провинятся в этом А та женщина, вы себе представить не можете До чего она ожесточена против них Она подождет, чтобы эти факты хорошенько выяснились И тогда воспользуется ими, чтобы вернее погубить всех Вы вникли в мои слова Так внимательно вас слушаю И так верю вам, что в настоящую минуту теряю из виду вот это новое горе Отвечал старик, прикасаясь к спинке кресла, где сидел доктор У вас довольно денег Вы имеете средства нанять почтовый экипаж И уехать на берег моря как можно скорее Вы говорили, что у вас уже несколько дней Тому назад все было готово к отъезду в Англию Завтра, пораньше утром, озаботьтесь приготовить лошадей С тем, чтобы ровно в два часа пополудни выехать в путь Будет сделано Картон говорил таким оживленным и вдохновенным тоном Что мистер Лори заразился этим и совсем помолодел Благородная душа Недаром я говорил, что никто лучше вас не выполнит этого предприятия Сообщите ей сегодня же о той опасности, которая грозит ее дочери и отцу Настаивайте именно на этом обстоятельстве Потому что сама-то она, пожалуй, была бы рада сложить свою милую голову рядом с мужем Он на несколько секунд замолк Потом продолжал с прежним оживлением Ради ребенка и ради старого отца Докажите ей необходимость покинуть Париж вместе с ними и с вами В назначенное мной время Скажите ей, что такова последняя воля ее мужа Скажите ей, что от этого зависит очень многое Даже гораздо больше, чем она может думать и надеяться Вы, кажется, говорили мне, что даже в таком жалком состоянии Ее отец всегда ее слушается, повинуется ей О, да, наверное Я так и думал Стало быть, потихоньку аккуратно приготовьте все Распорядитесь всем, что нужно, чтобы карета стояла у вас здесь, на дворе И чтобы до малейших мелочей все было готово к двум часам Между прочим, надо, чтобы все уже сидели по местам в карете И как только я приду, захватите меня с собой и уезжайте Следовательно, что бы ни случилось, я должен вас подождать Да, ведь паспорт мой в ваших руках вместе с остальными Вы только оставьте мне место в карете И ждите только, пока мое место не будет занято А там с Богом в Англию Ну, воскликнул мистер Лори, схватив его горячую, но твердую руку Стало быть, не все будет на одних моих стариковских плечах А будет мне в помощь еще и другой мужчина Молодой и сильный Бог даст, будет Только обещайте мне теперь же И серьезно обещайте, что ничто не собьет вас с пути И вы поступите точно так, как мы с вами сейчас условились Ничто не собьет картон Помните же мои слова и на завтра Если вы что-либо измените или замешкаетесь по какой бы то ни было причине Знайте, что ни одной жизни нельзя будет спасти И все эти жизни даром погибнут Буду помнить каждое слово Надеюсь в точности исполнить то, что на меня возложено А я, надеюсь, исправно исполнить свою роль Ну, прощайте Он сказал это с тихой и серьезной улыбкой И даже поднес к своим губам руку мистера Лори Но не ушел тотчас Он сначала помог ему расшевелить бедняка Безучас накачавшегося перед камином Надеть на него плащ и шляпу А потом выманить его из дому Обещанием, что они пойдут поискать скамейку И его башмачную работу Которую он продолжал все так же жалобно просить Картон пошел рядом с доктором И проводил его до двора того дома Где в эту страшную ночь Сидела в слезах несчастная женщина Которая была так счастлива в тот памятный вечер Когда он открывал ей свое собственное горемычное сердце Он вошел во двор И несколько минут постоял там один Глядя на освещенное окно ее комнаты Перед уходом он мысленно послал ей благословение И прощальный привет Глава тринадцатая Пятьдесят два В почерневших стенах консьержери Обреченные на смерть в этот день Ожидали своей участи Их было ровно столько, сколько недель в году Пятьдесят два человека должны были сегодня проехать Несколько городских улиц И волна городской жизни унесет их В беспредельное море вечности Еще кельи их не опустили А на их место уже назначены были другие жильцы Еще кровь их не пролилась и не смешалась с кровью, пролитой накануне А уж приготовлена была та кровь, что смешается с их кровью Отсчитали пять десятков и накинули еще двух Тут были люди разного возраста От семидесятилетнего откупщика Все богатства, которого не могли купить ему жизни До двадцатилетней швеи, которую не спасли ни бедность ее, ни безызвестность Как телесная зараза, порождаемая пороками и нерадением людей Поражает направо и налево, не разбирая своих жертв Так и страшные душевные недуги, коренящиеся в неизреченных страданиях Невыносимых притеснениях и бессердечном равнодушии Одинаково распространяются на правых и виноватых Чарльз Дарний, сидя один в своей келье, с той минуты, как его привели из суда Не льстил себя обманчивыми надеждами В каждой строке слышанного рассказа он прочел свое осуждение Он в полной мере понял, что ничье личное влияние не в силах его спасти Что его приговор подписан миллионами людей, всем народом И, следовательно, единицы ничего не могут сделать в его пользу Тем не менее, нелегко ему было мириться со своим уделом Так живо имея в памяти образ любимой жены Крепкие узы привязывали его к жизни, и трудно было их порвать Едва он успевал постепенными усилиями ослабить одну из них Как другая захватывала его еще сильнее А когда он пробовал освободиться от этой Первая снова давала себя чувствовать с прежней силой Мысли его стремительно следовали одна за другой Сердце билось учащенно, сопротивляясь всякой тени покорности судьбе Минутами ему как будто удавалось покориться Но образ жены и ребенка, обреченных жить без него Вставал перед ним живым укором в эгоизме Но так было лишь в начале Через несколько часов в душе его возникли соображения Что в предстоявшей казни ничего не было для него позорного Что многие претерпевали ее так же несправедливо И каждый день шли на смерть твердой стопой И эти мысли подкрепили его Вслед за тем мелькнула мысль Что от того мужественного спокойствия, с каким он пойдет на казнь В значительной степени зависит будущее душевное спокойствие тех Кто так дорог его сердцу И так он постепенно довел себя до такого умиротворенного состояния Что мог вознестись духом к небу И оттуда почерпнуть утешение Таков был путь, пройденный им в тюрьме накануне казни Еще засветло ему дозволили купить письменный материал и свечу Он сел и писал до тех пор, пока по тюремным правилам Дозволялось не тушить огней Он написал длинное письмо к жене В котором говорилось, что он ничего не знал О тюремном заключении ее отца Пока она сама не рассказала ему об этом Что он не менее ее самой был в полном невидении Относительно участия своего отца и дяди В этом несчастье И только из прочитанного на суде документа Он впервые услышал об этом Он уже прежде объяснял жене Что скрывал от нее свое настоящее имя От которого добровольно отказался Только потому, что таково было непременное желание ее отца Ныне для него вполне понятное И что даже в утро их свадьбы Отец потребовал, чтобы Чарльз все-таки не открывал ей своего имени Далее муж умолял ее из сострадания к отцу Не расспрашивать его Позабыл ли он вовсе о существовании своих тюремных записок Или случайно вспомнил о них в тот воскресный вечер в саду Под милым чинаровым деревом Когда услышал анекдот о находке в лондонской башне Если отец все время помнил об этом Нет сомнения, что он считал свою рукопись Погибшей вместе с самой Бастилией Так как всему миру стало известно из газет Какие именно воспоминания и памятки о прежних арестантах Были там найдены и унесены торжествующей чернью Он просил Люси Хотя прибавил, что это едва ли не излишняя просьба Утешить отца всеми нежными способами, какие она может придумать И внушить ему, что он в сущности ничего не сделал такого За что мог бы себя упрекнуть И напротив того Постоянно забывал о себе ради них Затем он просил ее принять его благословение Не забывать его признательной любви Пересилить свое горе Посвятить себя воспитанию их бесценной девочки Служить утешением отцу И терпеливо ждать свидания с ним на небесах Ее отцу он написал в том же духе Но прибавил, что поручает его заботам свою жену и дочь На этом он даже особенно настаивал в той надежде Что такое поручение поможет доктору встряхнуться И преодолеть болезненный припадок Возвращение которого он опасался В письме к мистеру Лори Он всю семью оставлял на его попечении И излагал ему положение своих денежных дел Затем прибавил несколько фраз О своей благодарной дружбе И всегдашней горячей привязанности И тем закончил свою корреспонденцию О Картоне он даже не вспомнил Его ум был так поглощен мыслью о близких Что он ни разу не подумал о нем Он успел дописать свои письма Прежде чем стали тушить тюремные огни Ложась спать на свою соломенную койку Он думал, что покончил с этим миром Но нет Во сне этот мир предстал ему в самых привлекательных формах И манил его к себе Свободный, счастливый Он снова очутился у себя дома В квартале Сохо Хотя этот дом был не похож на настоящий Он знал, что он каким-то чудом вырвался на волю На душе у него было легко Люси была опять с ним И уверяла его, что все это был сон И он вовсе не уезжал из Англии Затем наступил период полного забытья После которого он успел пострадать И вернулся к ней Мертвой и примиренной Но как будто все такой же Еще один период забытья И он проснулся на заре мрачного утра Не понимая, где он И что случилось Пока вдруг в голове его не сверкнуло Сегодня меня казнят Так он дожил до того дня Когда пятьдесят две головы Должны были пасть на плахе Теперь он был спокоен И надеялся с геройским самообладанием Встретить смерть Но в его уме возникли Новые соображения И с ними очень трудно было сладить Он никогда не видел той машины Которая должна была прекратить его жизнь Как высоко помещалась она от земли Сколько там ступеней Куда его поставят Как с ним будут обращаться Будут ли те руки Что станут прикасаться к нему Выпочканы кровью В какую сторону обратят его лицом Казнят ли его прежде всех Или после всех Такие и тому подобные вопросы Помимо его воли Толпились у него в голове Повторяясь снова и снова Они не были продолжением страха Нет Никакого страха он не чувствовал Скорее их можно было приписать Странной заботе о том Как себя вести И что делать В решительную минуту Заботе Чудовищно несоответствующие Тем кратким моментам Когда все будет кончено Он начинал уже сам к себе Относиться Как посторонний зритель Часы проходили Он ходил взад и вперед Прислушиваясь к бою часов Которых никогда больше не услышит Вот девять Миновало навсегда Десять прошло навеки Одиннадцать кануло в вечность Сейчас Настанет последний полдень Тяжелым усилием Ему удалось Наконец прогнать Все эти неподобающие мысли И настроить себя Более прилично обстоятельствам Он стал прохаживаться Взад и вперед Тихонько произнося их имена Борьба Кончилась Теперь он мог окончательно Освободиться от фантазий Сбивавших его с толку И молиться за себя И за них Пробило двенадцать часов Полдень Отошел навсегда Ему сказали Что казнь будет В три часа Но он знал Что его вызовут Несколько раньше Тем более Тяжелые телеги Двигались по улицам Довольно медленно Поэтому он решил Вполне приготовиться К двум часам И к этой поре Так себя настроить Чтобы быть в состоянии Ободрять других Сложив руки на груди И мерно шагая Из угла в угол Он был теперь Совсем иным человеком Нежели в ту пору Когда сидел В крепостной тюрьме Пробило час пополудни Но это уже не волновало его Он поблагодарил Бога За то Что к нему вернулось Обычное самообладание И подумал Остается еще один час Повернулся И пошел снова Шагать по своей келье Шаги в коридоре У самой его двери Он остановился В замок Вставили ключ И повернули его В ту минуту Как дверь отворялась Он услышал мужской голос Тихо говоривший По-английски Он меня никогда Здесь не видел Я ему на глаза Не показывался Входите один Я подожду Тут поблизости Не теряйте времени Дверь быстро Растворилась И затворилась И перед ним Со спокойной улыбкой На лице Очутился Сидни Картон Приложив палец К губам Сидни Картон Пристально смотрел на него В этом взгляде Было нечто до того Необычайное и светлое Что в первую минуту Арестант подумал Будто это Сверхъестественное Видение Только почудилось ему Но Картон Заговорил И это был Его голос Он взял Арестанта За руку И Арестант Почувствовал Знакомое Рукопожатие Из всех людей На свете Вы, конечно Всего меньше Ожидали увидеть меня Сказал он Я своим глазам Не поверил И теперь Едва верю Ведь вы Не арестованы Спросил вдруг Дарни Когда внезапное Опасение Зародилось В его уме Нет Я случайно Имею влияние На одного Из здешних Сторожей И благодаря этому Меня сюда Пустили Я пришел От нее От вашей жены Дорогой Дарни Арестант Крепко Сжал его руку Пришел Передать вам Ее просьбу Что такое Самую усердную Настоятельную И убедительную Просьбу Выраженную Тем трогательным Голосом Который вам Так дорог И так памятен Арестант Немного Отвернул Лицо В сторону Некогда Спрашивать Почему Именно я Пришел С этой просьбой И что Она означает Мне Не досуг Все это Объяснять вам Вы должны Просто согласиться Снимайте Ваши сапоги И надевайте Мои За спиной Арестанта Стоял у стены Стул Картан В одно мгновение Ока Взяв Дарния За плечи Посадил его На этот стул И стоял Над ним Уже босой Натягивайте Мои сапоги Берите их Тяните Хорошенько Скорее Картан Отсюда Нельзя бежать Это ни за что Не удастся Вы только Рискуете Погибнуть Вместе Со мной Это чистое Безумие Было бы Безумием Если бы Я приглашал Вас бежать Но ведь Я этого Не делаю Когда Попрошу вас Выйти Вот в эту дверь Тогда и Говорите Что это Безумие И оставайтесь Тут Ну Берите Мой галстук Снимайте Сюртук И надевайте Мой Покуда Вы одеваетесь Давайте Я сниму Ленту С вашей головы И рассыплю Ваши волосы Вот так Как у меня С изумительным Проворством Ловкостью Силой воли И движений Казавшейся Почти Сверхъестественной Он проделывал Над ним Все это Арестант Был в его руках Как малое дитя Картун Дорогой Картун Это безумие Этого нельзя Сделать И пробовать Нечего Сколько раз Пытались И никогда Не удавалось Умоляю вас Не подбавлять К моей смерти Горечи В вашей погибели Любезный Дарний Разве я прошу Вас уходить В эту дверь Когда попрошу Тогда и отказывайтесь Вот на столе Перо Бумага Чернила Настолько ли Тверда Ваша рука Чтобы писать Теперь Была Тверда Перед вашим Приходом Постарайтесь И Пишите То Что я вам Буду Диктовать Скорее Друг Мой Скорее Дарний Сжал Руками Свою Отуманенную Голову И Сел К столу Картун Держа Свою Правую Руку За пазухой Встал Как Можно Ближе К нему Пишите Слово В слово Что я Буду Диктовать Кому же Адресовать Никому Отвечал Картун Продолжая Держать Руку За пазухой Написать Число Не Нужно При Каждом Вопросе Арестант Взглядывал На Собеседника Картун Стоя Возле Смотрел На него Сверху Вниз Если Вы Вспомните Диктовал Картун Разговор Бывший Между Нами Несколько Лет Назад Вы Все Поймете Увидев Эту Записку Я Знаю Что Вы Не Забыли Не В вашей Натуре Забывать Такие Вещи Он Медленно Вынул Руку Из-за Пазухи Арестант Случайно Оглянулся На него В эту Минуту Торопливо И Удивленно Но Картун Сунул Руку Обратно Зажав В ней Какой-то Предмет Написали Такие Вещи Спросил Картун Написал Что Это У вас В руке Оружие Нет Я Безоружен Что Же У вас Там Сейчас Узнаете Пишите Еще Несколько Слов И Довольно И Он Продолжал Диктовать Благодарю Бога Что Настало Время Доказать На деле Мои Тогдашние Слова То Что Я Так Поступаю Не Должно Служить Поводом Ни К Сожалению Ни К Печали Произнося Эти Слова И Не Спуская Глаз Списавшего Он Протянул Правую Руку И Медленно Тихо Начал Водить Ею Над Самым Лицом Дарния Перо Вывалилось Из Рук Писавшего И Он Рассеянно Оглянулся Вокруг Что Это Туман Спросил Он Какой Туман Или Пар Что То Мелькнуло В Глазах Я Ничего Такого Не Вижу Да Ничего И Не Может Быть Здесь Берите Же Перо Кончайте Скорее Скорее Но Арестант Как будто Потерял Память Или Лишился Способности Направлять Свои Мысли И С Видимым Трудом Старался Очнуться Он Взглянул На Картона Мутными Глазами И Тяжело Дышал Но Картон Засунув Руку За Пазуху Смотрел На него Твердо И Решительно Говоря Скорее же Скорее Арестант Опять Склонился Над Бумагой Если бы Этого Не Случилось Диктовал Картон Осторожно Опуская Опять Руку Над Головой Писавшего Я Бы Не Сумел Воспользоваться Более Продолжительным Сроком Если Бы Не Этот Случай Рука Снова Появилась Перед Лицом Арестанта Мне Пришлось Бы Принять На Душу Еще Больше Грехов Если Бы Не Этот Случай Картон Посмотрел Ближе И Увидел По бумаге Выводя Что-то Непонятное Картон Больше Не Прятал Руку За Пазуху Дарний Вскочил Со Стула Глядя На Него Сукаризной Но Картон Твердо Держал Правую Руку У Самых Его Ноздрей А Левой Рукой Обхватил Его За Талию Еще Несколько Секунд Арестант Слабо Боролся С Человеком Пришедшим Положить За него Свою Жизнь Но Через Минуту Впал В глубокий Обморок И Лежал Распростертый На Полу Проворно Столь же Верной Рукой Как Твердо Было Его Верное Сердце Карта Наделся В платье Сброшенное Арестантом Зачесал Назад Свои Волосы И Перевязал Их Лентой Точно Так Как Причесывался Дарний Потом В полголоса Сказал У двери Войдите И Шпион Вошел Видите Сказал Картон Взглянув На него И Встав На колено Возле Лежавшего Без Чувств Дарния Засунул Ему За пазуху Написанный Листок Разве Ваш Риск Так уж Велик Мистер Картон Отвечал Шпион Робко Перебирая Пальцами Мой Риск Не в том Что мы С вами Сделали А в том Сдержите Ли вы Своё Слово До конца Меня Не опасайтесь Я То Выдержу Свою Роль До конца Надо Выдержать Мистер Картон Чтобы По счёту Было Ровно Пятьдесят Два Но коли Вы Останетесь В этом Платье Мне Нечего Бояться И Не бойтесь Меня Скоро Уберут С вашей Дороги И я Больше Не могу Вам Повредить А остальные Бог даст Скоро Будут Далеко Отсюда Теперь Позовите Себе На помощь Сторожей И Тащите Меня В карету Вас Нервно Переспросил Шпион Его Конечно Того С кем Я Обменялся Платьем Вы Опять Выйдете В те же Ворота Через Которые Привели Меня Сюда Разумеется Помните Как я Был Слаб И как Дурно Себя Чувствовал Когда Вы Меня Приводили Ну Вот Теперь Я Еще Больше Ослабел Мне Сделалось Дурно Расставание С другом Свалило Меня С ног Такие Дела Здесь Не раз Случались Даже Слишком Часто Ваша Жизнь В ваших Собственных Руках Скорее Зовите На Помощь Поклянитесь Что Вы Не Выдадите Меня Сказал Шпион Весь Дрожа И Еще Раз Останавливаясь Что Вы Делаете Воскликнул Картон Топнув Ногой Мало Ли Я Вам Клялся Всем Что Есть Святого Что Решился Идти До Конца А Вы Теряете Драгоценное Время Смотрите Жи Сами Доставьте Его На Тот Двор Сами Посадите В карету Покажите Его Мистеру Лори Сами Скажите Ему Чтобы Для Приведения В чувство Ничего Ему Не Давали Что Он Сам Очнется От Свежего Воздуха И Еще Скажите Ему Чтобы Помнил Мои Вчерашние Слова И Своё Вчерашнее Обещание И Чтобы Уезжал Скорее Шпион Вышел Картон Сел К столу И Подпер Лоб Руками Шпион Тотчас Вернулся Назад В сопровождении Двоих Сторожей Эхе Молвил Один из Них Глядя На Распростертую Фигуру Не Что Он Так Огорчился Тем Что Его Друг Вынул Честный Билетик В Лотереи Святой Гильотины Добрый Патриот Подхватил Другой Был Бо Не Меньше Огорчен Если Бы Этому Аристократу Достался Пустой Билет Они Подняли Бесчувственного Человека Положили Его На Принесенные Носилки И Собрались Тащить Вон Времени Остается Немного Эвремонт Сказал Шпион Внушительным Тоном Знаю Отвечал Картон Пожалуйста Позаботьтесь О моем Друге А меня Оставьте Одного Ну Ребята Пойдем Сказал Барсот Кладите Его Да и Пойдемте Дверь Заперлась И Картон Остался Один Напрягая Слух До последней Степени Он Прислушивался Не Слыхать Ли Звуков Из которых Можно Было Бы Заключить Что Возникли Подозрения Или Забили Тревогу Но Таких Звуков Не Было Слышны Были Отпирания Дверных Замков Звяканья Ключами Хлопанья Дверей Шаги По Каменным Плитам Отдаленных Коридоров Но Ни Возгласов Ни Беготни Все Как Обыкновенно Он Вздохнул Свободнее Опять Сел К столу И Слушал Пока Часы Не Пробили Два После Этого В коридорах Начались Звуки Которых Он Не Пугался Потому Что Ясно Понимал Их Значение Несколько Дверей Отперли Подряд А потом Растворилась И его Дверь Тюремный Служитель Со Списком В руке Заглянул К нему И Только Сказал Эвремонт Следуйте За Мной И Он Пошел Его Привели В дальний Зал Мрачного Вида Было Тусклое Зимнее Утро Внутри Зала Было Темно На Улицах Туманно Так Что Он Едва Мог Различать Других Арестантов Которых Постепенно Приводили Сюда И Связывали Им Руки Одни Стояли Другие Сидели Иные Плакали И тревожно Двигались По Комнате Но Таких Было Мало Большей Частью Осужденные Молчали Вели Себя Тихо И Пристально Смотрели На Пол Картан Стоял В пасмурном Углу Прислонившись К стене Покуда Приводили Остальных Как Вдруг Один Из Пятидесяти Двух Проходя Мимо Него Остановился Его Как Знакомого Он Вдруг Ужасно Испугался Как бы Это Не Повело К Раскрытию Его Тайны Но Тот Прошел Дальше И Этот Случай Не Имел Дальнейших Последствий Через Несколько Минут Молодая Женщина На Которую Он Только Что Смотрел Встала Со Своего Места И Подошла К Нему У Нее Была Худенькая Девическая Фигура Кроткое Лицо Без Малейших Признаков Румянца И Большие Широко Раскрытые Глаза Выражавшие Терпение Гражданин Эвремонт Сказала Она Дотрагиваясь До него Холодной Рукой Я Бедная Швея Содержалась Вместе С вами В крепостной Тюрьме Он Прошептал Да Правда Но Я забыл В чем Вас Обвиняли В том Что Я участвовала В заговоре Хотя Богу Известно Что Этого Никогда Не Было И Как же Иначе Кому Придет В голову Замешать В заговор Такое Жалкое И Слабое Создание Как Я Растерянная Улыбка Сопровождавшая Эти Слова Была Так Трогательна Что У него Навернулись Слезы На глазах Я Смерти Не боюсь Гражданина Времонт Только Я Ничего Такого Не Делала Я Готова Умереть Если Правда Что Это Нужно Для Республики Которая Сделает Так Много Добра Для Всех Нас Бедных Людей Только Я Не Знаю Зачем Ей Понадобилась Моя Смерть Подумайте Гражданина Времонт Я Такое Бедное Слабое Создание Если Суждено Было Его Сердцу Еще Раз Согреться И Расположиться Кому Нибудь На Свете Оно Расположилось К этой Жалкой Девочке Я Слышала Что Вас Освободили Гражданина Времонт И Надеялась Что Это Правда Так И Было Но Потом Меня Опять Взяли И Осудили Если Нас Повезут Вместе Гражданина Времонт Позвольте Мне Держать Вас Но Я Такая Маленькая И Слабая А Это Придаст Мне Бодрости Она Подняла На Него Свои Терпеливые Глаза И Вдруг Он Прочел В них Сначала Сомнение Потом Удивление Он Сжал В руке Ее Исхудалые Шероховатые Отшитья И Высохшие От Голода Пальцы И Приложил Свой Палец Губам Это Вы За Него Хотите Умереть Прошептала Она Ради Его Жены И Дочери Тс Да За Него О Можно Мне Будет Подержаться За Вашу Славную Руку Тс Тише Можно Моя Бедная Сестра До Конца Тот Тот Пасмурный День Что Ложится Мрачной Тенью На Тюрьму Падает И На Городские Ворота У Заставы Где По Обыкновению Толпится Народ И Где Только Что Остановилась Почтовая Карета Едущая Вон Из Парижа Начинается Досмотр Кто Едет И Куда Сколько Вас Там Подайте Ваши Документы Документы Поданы Их Начинают Проверять Вслух Александр Манат Доктор Медицины Француз Это Который Из Вас Вон Тот Хилый Старик Что Бормочет Бессвязные Звуки И Совсем Сгорбился Как Видно Гражданин Доктор Не В своем Уме Вероятно Революционная Горячка Его Одолела Да Кажется Что Так Ага Многие От нее Болеют Люси Дочь Предыдущего Француженка Где Она Вот Она Да Правда Так И Есть Люси Ведь Она Жена Эвремонда Жена Ага А Эвремонт Получил Сегодня Другое Назначение Люси Ее Дочь Англичанка Вот Это Она Она И Есть Ну-ка Поцелуй меня Дочка Эвремонда Теперь Можешь Похвастаться Что целовала Доброго Республиканца Это Редкость В твоем Семействе Запомни Сидни Сидни Картон Адвокат Англичанин Где Он Вон Он Лежит В углу Кареты Что Это Англичанин И Адвокат Как Будто В Обмороке Ничего Надеются Что Скоро Он Очнется На Свежем Воздухе От Слабого Здоровья И Только Что Испытал Печальную Разлуку С Одним Из Своих Друзей Имевшим Несчастье Впасть В Немилость Мало ли Таких Что Впадали В немилость Республики И Были Вынуждены Выглянуть В окошко Джервис Лори Банкир Англичанин Который Разумеется Я Больше Ведь И нет Никого Так Отвечает Сам Джервис Лори Дававший Ответы И на Все Предыдущие Вопросы Джервис Лори Вышел Из Кареты Стоит На Улице Держась Рукой За Дверцу И Объясняется Расхаживают Вокруг Кареты Не Торопясь Лезут На Империал И Осматривают Лежащий Там Небольшой Багаж Путешественников Кое-кто Из Деревенских Стоящих Поблизости С Любопытством Подходят К дверцам И Жадно Заглядывают Внутрь На Руках У Одной Из Крестьянских Женщин Маленький Ребенок И Она Учит Его Протянуть Свою Короткую Ручонку И Потрогать Жену Аристократа Муж Который Отправился На Гильотину Вот Ваши Бумаги Джервис Лори Все В Порядке Можно Уезжать Гражданин Можно Уезжать Ребята Трогай Счастливого Пути Мое Почтение Граждане Слава Богу Первая Опасность Миновала И Это Говорит Тот Ж Джервис Лори Благоговейно Сложив Руки И Глядя На Небо Внутри Кареты Царит Ужас Слышен Плач И Тяжелое Дыхание Того Кто В Обмороке Мы Едем Слишком Медленно Нельзя Ли Уговорить Их Чтобы Везли Нас Скорее Спрашивает Люси Прильнув К Старику Это Было Бы Похоже На Бегство Душа Моя Я Боюсь Слишком Торопить Их Чтобы Не Возбуждать Подозрений Посмотрите Назад Посмотрите Нет ли За нами Погони На Дороге Совсем Никого Нет Милочка До Сих Пор Никто За Нами Не Гонится Мимо Мелькают Дома По Два И По Три Вместе Одинокие Фермы Полуразрушенные Здания Красильни Дубильни И тому Подобные Заведения Оголенных Деревьев Колеса Гремят По Неровной Грубой Мостовой По Обеим Сторонам Дороги Мягкая Грязь И Глубокие Колеи Во избежание Чересчур Беспорядочно Наваленного Булыжника Карета Съезжает Иногда На Мягкую Дорогу И Нередко Вязнет В лужах И Рытвинах В Такие Минуты Тревога И Нетерпение Путешественников До того Мучительны Из экипажа И Бежать Куда Нибудь Бежать И Спрятаться Лишь бы Не стоять Среди Дороги Опять Простор Широких Полей Опять Развалены Уединенные Фермы Красильни Дубильни И Прочее Домики Подво И Потревряд Аллеи Оголенных Деревьев Что Ж Это Они Обманули Нас И Другой Дорогой Привезли На Прежнее Место Разве Это Не то же Место Где Мы Давеча Были Нет Слава Богу Это Деревня Посмотрите Посмотрите Нет ли За нами Погони Тише Здесь Почтовый Двор Не спеша Откладывают Четверку Лошадей Карета Остается Среди Маленькой Сельской Улицы Одна Одинешенька И стоит Точно У нее Нет Ни Надобности Ни Надежды Двинуться Дальше Наконец Не спеша Приводят Поодиночке Другую Четверку Лошадей Вслед за Ними Переваливаясь Ноги На ногу Являются Новые Форейтеры Они Не торопясь Муслят И расправляют Ремни Своих Бичей Прежние Форейтеры Не торопясь Пересчитывают Свои Деньги Перевирают Счет И выражают Недовольство Полученными Выводами А в Карете Между тем Измученные Сердца Колотятся Так Шибко Что За ними Не угнаться Ретивейшим Коням В мире Наконец Новые Форейтеры Взобрались На Седла А прежние Остались Позади Проехали Деревенскую Улицу Поднялись В гору Съехали С горы Попали На Болотистую Низину Как Вдруг Оба Возницы О чем-то Заспорили Замахали Руками И сразу Осадили Лошадей Так что Они осели На задние Ноги Погоня Эй Кто там В карете Подайте Голос Что Нужно Говорит Мистер Лори Высунувшись Из окна Сколько Их Как Они Говорили Я Не понимаю О чем Вы спрашиваете Сейчас На станции Говорили Сколько Сегодня Пошло На гильотину Пятьдесят Два Вот и я Тоже говорю Кучка Порядочная А тот Гражданин Мой Товарищ Уверяет Будто Сорок Два Десятком Больше Чего-нибудь Достоит Гильотина Работает Чудесно Люблю Ее За это Но Но Вперед Настает Настает Темная Ночь Он Чаще Начинает Шевелиться Приходит В себя Внятно Произносит Слова Он Думает Что они Все еще В тюрьме Называет По имени Того С кем Был Там И спрашивает Что у него В руке О боже Милостивый Помилуй И спаси Нас Посмотрите Посмотрите Нет ли За нами Погони Нет Только Ветер Свистит За нами Да Облака Бегут Вышине Да Месяц Ныряет За нами Да Черная Ночь Преследует Нас Но Кроме Них Никто За нами Не гонится Глава Четырнадцатая Конец Вязанию На спицах В то самое время Когда 52 человека Собранные В тюремном Зале Ожидали Своей Участи Мадам Дефарш Держала Зловещий Совет С местью И Жаком Третьим Членом Революционного Суда Но Не в винной Лавке Происходило Это совещание А под навесом У пильщика В прежнее время Занимавшегося Починкой Дорог Сам пильщик Не участвовал В совещании И держался Поодаль В качестве Низшего Члена Собрания Которая Не смеет Вставить Слово Пока с ним Не заговорят И не высказывает Своих мнений Пока их Не спрашивают Но ведь Наш Дефарш Сказал Жак Третий Несомненно Добрый Республиканец А Человек Присказал Прискорб Прискорб Факт Видите Ли Продолжала Мадам Дефарш До этого Доктора Мне никакого Дела Нет Есть ли у него Голова на плечах Или нет Ее Мне все равно Это меня Нисколько Не интересует Но Породу Эвремондов Необходимо Искоренить Пускай И жена И ребенок Последуют За мужем И отцом У нее Голова Как раз Подходящая Для такого Случая Каркал Жак Третий Я там Видел Голубые Глаза И золотистые Волосы И очень Это было бы Красиво Когда Самсон Поднял бы И показал Голову Народу Кровожадный Зверь Говорил об этом Как настоящий Эпикуриец Мадам Дефарш Потупилась И задумалась Так же И девочка Заметил Жак Третий Задумываясь И слегка Растягивая Слова Как человек Наслаждающийся Своей Мыслью У нее Тоже Голубые Глаза И светлые Волосы А у нас Там редко Попадаются Дети Было бы Красивое Зрелище Одним Словом Сказала Мадам Дефарш Очнувшись От краткого Раздумья Я в этом Деле Не могу Доверяться Своему Мужу Со вчерашнего Вечера Чует Мое Сердце Что Не только Нельзя Ему Поверять Всех Подробностей Моего Замысла Но Мне Сдается Даже Что Не следует Откладывать Их Выполнение Не то Он Способен Предупредить Своя мадам Дефарш. «Тех сигналов, что она подавала арестантам, согласен ты сегодня же дать показания, что сам видел, как она этим занималась?» «Да как же не согласен-то?» «Конечно согласен», воскликнул пильщик. «Каждый день во всякую погоду, от двух часов до четырех только и делала, что подавала сигналы, иногда с малюткой, а иногда одна. Уж мне ли этого не знать, когда своими глазами видел?» Произнося эту речь, пильщик выделывал множество различных жестов, как будто подражая некоторым из тех сигналов, которых он, в сущности, никогда не видел. «Ясное дело, что они сговаривались», — сказал Жак Третий. «Тут и сомневаться нечего». «А можно ли положиться на присяжных?» — осведомилась мадам Дефарш, взглянув на него с мрачной улыбкой. «Состав присяжных самый благонадежный, дорогая гражданка. Все чистейшие патриоты, и я отвечаю за своих сотоварищей». «Ну так подумаем, как быть», — сказала мадам Дефарш, снова впадая в раздумья. «Надо рассудить. Можно ли выгородить доктора в угоду моему мужу? Мне-то до него решительно, дело нет, но все-таки можно ли его щадить?» «Его голова все-таки в счет пойдет», — заметил Жак Третий, понизив голос. «У нас положительно не хватает голов. Жалко упускать случай». «Дело в том, что и он подавал сигналы в то время, как я сама ее увидела», — рассуждала мадам Дефарш. «Говоря о ней, я не могу не упомянуть о нем. А нельзя же мне молчать и все дело свалить на плечи одного этого маленького гражданина, потому что ведь и я гожусь в свидетельнице». Месть и Жак Третий на перерыв принялись уверять, что такой удивительной и превосходной свидетельнице еще не бывало. А маленький гражданин, не желая отставать от других, прямо объявил, что она божественная свидетельница. «Ну что ж, пускай и он попытает счастье», — сказала мадам Дефарш. «Выходит, что я его выгородить не могу. Помните, что к трем часам я вас приглашаю на зрелище сегодняшней казни. А ты пойдешь?» Последний вопрос относился к пильщику, который торопливо отвечал, что непременно пойдет, и воспользовался случаем прибавить, что он самый ревностный из республиканцев и был бы в отчаянии, если бы какой-нибудь случай помешал ему выкурить послеобеденную трубку, наслаждаясь в то же время созерцанием того, как уморительно работает национальный цирюльник. Он был так преувеличенно болтлив по этой части, что можно было заподозрить, что он ежечасно трепещет за свою собственную шкуру. Мадам Дефарш действительно заподозрила его в этом и с презрением возлилась на него своими черными глазами. «Я тоже приглашена туда», — сказала мадам Дефарш. «Когда представление закончится, так, около восьми часов вечера, приходите вы ко мне в Сент-Антуанский квартал, и мы все вместе отправимся доносить на это семейство в мой комитет». Пильщик сказал, что это очень для него лестно, и он с гордостью будет сопровождать гражданку. Она молча посмотрела на него. Он же, съежившись как собачонка, старался избегать ее взгляда, отошел к своим дровам и, чтобы скрыть смущение, взялся за пилу. Мадам Дефарш поманила к себе присяжного и месть, встала поближе к двери и начала излагать им свои планы. Она теперь, должно быть, сидит дома, ожидая момента его смерти, вероятно, горюет и плачет, словом, будет в таком состоянии, которое противно интересам республики и служит к осуждению ею правосудия. Все ее симпатии теперь на стороне врагов республики, поэтому я сейчас же пойду к ней. — Что за удивительная женщина! Восхитительная женщина! — восклицал Жак Третий в порыве восторга. — Ах ты, моя душечка! — причитала месть и начала ее целовать. — На, возьми мое вязание! — сказала мадам Дефарш, вручая свое рукоделье своему адъютанту. — Пускай оно лежит на том месте, которое я всегда занимаю. Побереги мой стол для меня. И всего лучше ступай теперь же, так как сегодня, по всей вероятности, там будет гораздо больше народу, чем обыкновенно. — Охотно повинуюсь распоряжениям моего начальства! — поспешно сказала месть, чмокнув ее в щеку. — А ты не опоздаешь? — Я буду на месте до начала зрелища. — Смотри же, приходи, прежде чем приедут телеги. — Непременно, душа моя, будь на месте до приезда телег! — закричала месть, видя, что та уже вышла на улицу. Мадам Дефарш махнула ей рукой в знак того, что слышат ее слова. И, наверное, придет вовремя. Потом она зашагала по грязи и скрылась за углом тюремной стены. Месть и член суда смотрели ей вслед, любовались ее статной фигурой и расхваливали ее удивительные душевные качества. В ту пору много было женщин, на которых тогдашнее время наложило свою страшную, обезображивающую руку. Но ни одной не было страшнее той неукротимой женщины, что шла теперь по улицам. Она была одарена характером сильным и отважным, умом тонким и живым, решительным нравом и той красотой, которая резче всего изобличает твердость и мстительную злобу, так что и посторонним зрителям эти свойства прежде всего бросаются в глаза. С такими задатками она во всех случаях заняла бы выдающееся положение в такие смутные времена. Но она к тому же с детства пропиталась сознанием перенесенных обид и ярой ненавистью к целому классу общества, а потому из нее образовалась настоящая тигрица. Чувство жалости было ей совершенно неизвестно. Если оно и было в ее натуре, от него давно не осталось ни малейших следов. Ей было нипочем, что невинный человек умирает за грехи своих праотцов. В его лице она казнила их. Ей было мало того, что жена этого человека овдовела, а дочь осталась сиротой. В ее глазах это было слишком слабое наказание. И так как они были ее естественными врагами, ее законной добычей, она не хотела давать им право на жизнь. Взывать к ее состраданию было бы напрасно, потому что она и к себе была так же безжалостна. Если бы ей пришлось пасть во время одного из тех многочисленных уличных побоищ, в которых она принимала участие, она бы и не подумала себя жалеть. И если бы завтра же ее послали на гильотину, она пошла бы на казнь немало не смягченная. И преобладающим ее чувством было бы при этом свирепое желание поменяться ролями с тем, кто послал ее под секиру. Таково было сердце, бившееся под грубой одеждой этой женщины. Одежда была неизящная, но она решительно была ей к лицу. А густые черные волосы роскошными волнами выбивались из-под жесткой красной шапочки. За пазухой у нее спрятан пистолет, за поясом торчит остро точенный кинжал. В таком наряде идет она самоуверенной поступью, свойственной ее нраву, с той развязной грацией, какую придала ей привычка с детства ходить босиком по песчаному морскому прибрежью. Накануне вечером, когда собирали в дорогу ту самую почтовую карету, что стояла теперь во дворе банкирской конторы, ожидая своего последнего пассажира, мистер Лори был сильно озабочен тем обстоятельством, что некуда было посадить мисс Прос. Желательно было, во-первых, не набивать карету битком. Во-вторых, было в высшей степени важно сократить список пассажиров, чтобы на заставах терять как можно меньше времени на перекличку и проверку паспортов, так как спасение их могло зависеть от нескольких секунд проволочки тут или там. По зрелом размышлении, мистер Лори предложил, чтобы мисс Прос и Джерри, оба имевшие право во всякое время покинуть столицу, выехали в три часа в самом легком экипаже, какой только можно было достать в те времена. Не стесняемые никакой поклажей, они имели все шансы в скором времени догнать карету, перегнать ее, мчаться вперед, заготовлять на станциях свежих лошадей и всячески облегчать путешествие в течение драгоценных ночных часов, когда всего скорее можно было опасаться задержек. Видя в этом распоряжении случай оказать им настоящую услугу в трудных обстоятельствах, мисс Прос с радостью ухватилась за него. Она и Джерри были свидетелями того, как карета выехала со двора, узнали, какого пассажира доставил в последнюю минуту Соломон, еще минут десять провели на дворе, мучаясь всякими опасениями, после чего деятельно принялись собираться в дорогу вслед за почтовой каретой. В это самое время мадам де Фарш тоже пустилась в путь. Она шла по улицам к опустевшей квартире, где двое верных слуг держали между собой совет. — Слушайте-ка, мистер Кренчер, — говорила мисс Прос, которая была в таком состоянии, что почти утратила способность стоять, ходить или сидеть, и едва могла говорить. — Как вы думаете, хорошо ли нам выезжать с этого двора? — Отсюда уже сегодня выехала карета, а если еще и другой экипаж выйдет, то я боюсь как бы не возбудить подозрений. — По моему мнению, мисс, вы правы, — отвечал мистер Кренчер. — А, впрочем, во всяком случае, куда вы, туда и я. — Я так одурела от страха за наших, — сказала мисс Прос, обливаясь слезами, — что ничего сообразить не могу. Не можете ли вы составить какой-нибудь план действий, добрейший мистер Кренчер? — Касательно будущей жизни, мисс, пожалуй, что и могу, — ответствовал мистер Кренчер. — Но что касается настоящей целости моей старой башки, вряд ли. — Сделайте одолжение, мисс. Будьте свидетельницей двух обещаний, которые я намерен на себя наложить по случаю критических обстоятельств нашей жизни. — Ох, ради бога! — воскликнула мисс Прос, необузданно предавая слезам. — Налагайте их скорее, и займемся делом, милый мистер Кренчер. — Во-первых, — торжественно начал мистер Кренчер весь дрожа со смертельно бледным лицом. — Если только все будет благополучно, и наши бедняги успеют спастись, я обещаю никогда больше этого не делать. Никогда! — Верю, мистер Кренчер, и вижу, что вы точно никогда больше этого не сделаете. Но вы, пожалуйста, уж не трудитесь объяснять, что именно это было. — Нет, мисс, я вам этого не буду объяснять, — сказал Джерри. — Во-вторых, если все кончится благополучно, и наши бедняги спасутся, я даю обещание никогда больше не препятствовать моей жене грохотца. Никогда не буду. — Ну, я, конечно, не знаю, какие хозяйственные дела у вас так называются, — сказала мисс Прос, осушая глаза и стараясь успокоить свои чувства. — Однако же полагаю, что во всяком случае лучше будет, если вы предоставите миссис Кренчер распоряжаться по-своему. — Ох, мои милашки, бедненькие! — И я даже так скажу, мисс, — продолжал мистер Кренчер, выказывая опасную наклонность принять проповеднический тон. — И прошу вас самих о том засвидетельствовать перед миссис Кренчер, что, дескать, относительно гроханье мое мнение решительно изменилось, и я не то, чтобы запрещать, а даже от всего сердца надеюсь, что миссис Кренчер в настоящую минуту этим самым занимается. — Ну и отлично! — воскликнула мисс Прос вне себя. — Будем надеяться, милый человек, что она в этом находит себе удовольствие. — И, боже, сохрани! — продолжал мистер Кренчер еще торжественнее, еще медленнее, и с явным намерением произнести нечто поучительное. — Боже, сохрани! Чтобы прежние мои слова или деяния послужили препятствием к осуществлению искреннего моего желания всяких благ этим беднягам. Боже, сохрани! Если бы случилась такая надобность, мы и все хоть сейчас бы грохнулись, лишь бы избавить их от такого ужасного риска. Боже, сохрани, мисс! То есть я говорю, боже, сохрани! Таково было заключение речи после продолжительных, но тщетных попыток сказать что-нибудь другое. А мадам де Фарш тем временем шла-дошла и была уже недалеко. — Если мы с вами когда-нибудь доберемся до нашей родной земли, — сказала мисс Прос, «Будьте уверены, что я непременно скажу миссис Кренчер все, что могу запомнить и понять из ваших назидательных слов. Во всяком случае, я готова засвидетельствовать перед ней, что в эти ужасные часы вам было не до шуток. А теперь, пожалуйте, давайте думать. Многоуважаемый мистер Кренчер, надо же нам подумать». А мадам де Фарш подходила все ближе. — Вам бы пойти на почтовый двор, — сказала мисс Прос, — да приостановить повозку и лошадей, чтобы не въезжали сюда, а подождали нас где-нибудь в другом месте. Не лучше ли так будет? Мистер Кренчер согласился, что действительно так будет лучше. — Где же вы меня подождете? — спросила мисс Прос. Мистер Кренчер до такой степени сбился с толку, что не мог придумать никакого адреса за исключением темплских ворот. Увы, темплские ворота были за сотни миль, а мадам де Фарш была уже совсем близко. — Так вот что, у входа в собор, — сказала мисс Прос. — Как вы думаете, большой будет крюк, если повозка подождет меня у входа в большой собор, что между двумя высокими башнями? — Нет, мисс, не будет крюка, — отвечал Джерри. — В таком случае, милейший, ступайте сейчас же на почтовый двор и распорядитесь о перемене. — Да, я все думаю, — молвил мистер Кренчер, нерешительно мотая головой. — Как же я вас одних тут оставлю? Мало ли что может случиться. — Ох, ничего-то мы вперед не знаем, — отвечала мисс Прос, — но вы не бойтесь за меня. Ждите меня в три часа у дверей собора или вообще поблизости оттуда. Я уверена, что это будет лучше, нежели съезжать со здешнего двора. Наверное, так лучше. Ну, хорошо. Господь с вами, мистер Кренчер, идите. Думайте не обо мне, но о жизни тех, которые, может быть, спасутся благодаря нам с вами. Это воззвание в связи с умоляющим видом мисс Прос, в мучительной тревоге, всплеснувшей руками, придало решимости мистеру Кренчеру. Он еще раза два ободрительно кивнул и ушел распорядиться, предоставив ей оправиться и действовать по составленному плану. Для мисс Прос было большим облегчением сознавать, что она придумала кое-какую предосторожность и что ее выдумка приводится в исполнение. Очень, кстати, явилась также необходимость привести в порядок свою внешность так, чтобы никому не бросаться в глаза на улицы. Она посмотрела на свои часы и увидела, что уже двадцать минут третьего. Нельзя было терять время, и она принялась за дело. Она была в таком нервном состоянии, что просто боялась опустевших комнат, и ей чудилось, что из-за всех дверей на нее кто-то глядит. Влив в умывальный таз холодной воды, она начала с того, что промыла себе глаза, раскрасневшиеся и опухшие от слез. Обуреваемая какими-то неопределенными опасениями, она не могла и умыться как следует, и беспрестанно оглядывалась по сторонам со страху, как бы вода не залепила ей глаза, и не помешала видеть, если кто-нибудь войдет. В один из таких моментов она вся съежилась и закричала благим матом, потому что вдруг увидела человеческую фигуру, остановившуюся среди комнаты. Таз полетел на пол, разбился в дребезги, а вода потекла к ногам мадам де Фарш. По каким кровавым следам и какими странными путями эти ноги дошли до этой воды? Мадам де Фарш хладнокровно взглянула на нее и сказала, «Мне нужна жена Эвремонда. Где она?» Тут только мисс Прос заметила, что все двери в квартире стояли настежь, и в уме ее мелькнула мысль, что это уже достаточный намек на бегство. Поэтому первым ее делом было захлопнуть все двери. Их было четыре в этой комнате, и когда они были затворены, она встала перед той дверью, где прежде жила Люси. Темные глаза мадам де Фарш неотступно следили за ее быстрыми движениями и теперь остановились на ней. В особи мисс Прос ничего не было красивого. С годами она не стала ни более грациозна, ни менее угловато и резка. Но и она в своем роде была женщина решительная и тоже смерила глазами посетительницу с головы до ног. — Судя по внешним приметам, ты годилась бы в жены самому дьяволу, — сказала мисс Прос, тяжело переводя дух. — Однако ж я тебе не поддамся. Я сама родилась в Англии. Мадам де Фарш взирала на нее презрительно, но тем не менее чувствовала, что с мисс Прос шутить нельзя. Перед ней была большая, костлявая, крепкая женщина с железными мускулами, вся такая же, какой она была в те дни, когда мистер Лори испытал на себе ее тяжелую руку. Мадам де Фарш отлично знала, что мисс Прос — преданнейший друг докторского семейства. А мисс Прос не менее хорошо знала, что мадам де Фарш — злейший враг этого семейства. — По дороге туда, — сказала мадам де Фарш, небрежно указав в сторону роковой площади, где мне уж и стул приготовили, и мое вязание там. Я зашла к ней с визитом, желаю видеть ее. — Я-то знаю, что ты пришла с недобрыми намерениями, — сказала мисс Прос. — Только будь уверена, голубушка моя, что я не попадусь в просак. И та, и другая говорили, каждая на своем родном языке, и совсем не понимали друг друга. Но обе зорко следили одна за другой и старались по манере и по выражению лица угадать, что означают эти непонятные слова. — Напрасно она от меня скрывается в такую минуту, — сказала мадам де Фарш. — Ей же будет хуже. Добрые патриоты поймут, что это значит. Пустите меня к ней. — Падите и скажите ей, что я желаю с ней повидаться. Слышите? — У тебя глаза все равно, что бураф, — сказала мисс Прос. — Но меня им не просверлить, потому что я из крепкого дерева скроена. Так-то, мадам иностранка, я тебе подстать. Маловероятно, чтобы мадам де Фарш могла до тонкости понять такое возражение, однако же она догадалась, что собеседница ее в грош не ставит. — Бессмысленная дура, — молвила мадам де Фарш, начиная хмуриться. — Не нужно мне твоих разговоров. Я пришла с ней повидаться. Или ступай, скажи ей, что я дожидаюсь, или уходи прочь от двери. Я сама к ней пойду. С этими словами она выразительным жестом указала на дверь. — Вот, не думала, не гадала, чтобы мне понадобилось понимать ваше дурацкое наречие, — сказала мисс Прос. — А теперь ведь я бы отдала все свое добро до последней нитки, только бы мне знать, наверное, подозреваешь ли ты, в чем дело. Обе не отводили глаз друг от друга. Мадам де Фарш не шелохнулась с того места, где мисс Прос ее увидела вначале, но теперь она шагнула вперед. — Я ведь англичанка, — сказала мисс Прос, — и я теперь на все готова. Мне своя жизнь недорога. А только знаю я, что чем дольше задержу тебя тут, тем больше шансов моей птичке спастись. Если ты посмеешь пальцем меня тронуть, я тебе повыдергаю все твои черные волосы так, что клока не оставлю на голове. Так говорила мисс Прос, потрясая головой и сверкая глазами, произнося скороговоркой отрывочные фразы и учащенно дыша. Так говорила мисс Прос, которая отруду никого еще не ударила. Но ее отвага была окрашена чувствительностью, и она вызвала у нее на глазах слезы. Этот род мужества был так незнаком мадам де Фарш, и она приняла его за малодушие. — Ха-ха-ха! — рассмеялась она. — Ах вы жалкая дрянь! На что вы годитесь? Позову-ка я лучше самого доктора! И, возвысив голос, она закричала. — Гражданин доктор! — Жена Эвримонда! — Дочь Эвримонда! — Эй, кто там? — Кто-нибудь! Лишь бы не эта дура! — Отзовитесь! — Отвечайте, гражданки де Фарш! То ли обстоятельства, что никто не отозвался, или особое выражение лицами спрос навели ее на эту мысль, или, наконец, ее собственная подозрительность была возбуждена, но только мадам де Фарш вдруг догадалась, что они уехали. Она поспешно одна за другой растворила три двери и заглянула в другие комнаты. — Тут все вверх дном, видно, что наскоро укладывались, на полу валяются куски веревок и всякая дрянь. В той комнате, что за вами, наверное, никого нет. Пустите меня! — Ни за что! — сказала мисс Прос, понявшая это требование так же точно, как мадам де Фарш поняла ее ответ. — Если их нет в этой комнате, значит, они уехали, и нужно послать за ними в погоню и вернуть их! — бормотала мадам де Фарш про себя. — Пока ты, наверное, не знаешь, тут ли они или нет, ты не будешь знать, что делать, — говорила мисс Прос себе под нос, — и ты не узнаешь этого, пока от меня зависит, что бы ты не узнала. А уж будешь ли ты это знать или нет, я тебя отсюда не выпущу, пока буду в состоянии удержать. Я с самого начала участвовала в народной расправе. Меня ничто не остановит, и я тебя хоть в клочки изорву, а доберусь до этой двери, — шипела мадам де Фарш. — Мы с тобой одни на самой верхушке высокого дома, за пустым двором. Нас никто не слышит. А я молю Бога дать мне телесную крепость удерживать тебя как можно дольше. — Потому что для моей милочки каждая минута дороже ста тысяч гений, — говорила мисс Прос. Мадам де Фарш бросилась к двери. Мисс Прос по инстинкту ухватила ее обеими руками вокруг пояса и крепко зажала. Напрасно мадам де Фарш вырывалась из ее рук и била, куда попала. Мисс Прос мощным упорством любви, которая всегда сильнее ненависти, держала ее, как в тисках, и даже приподняла с полу. Мадам де Фарш обеими руками колотила ее и царапала по лицу, а мисс Прос, низко опустив голову, держала ее за талию крепче, чем утопающий держаться за доску. Наконец руки мадам де Фарш перестали наносить удары и стали ощупывать то, что было у нее за поясом. — Он у меня под рукой, я его придерживаю локтем, — говорила мисс Прос глухим голосом. — Нет, тебе не удастся его выдернуть. Я сильнее тебя, и, слава богу, буду тебя держать до тех пор, пока одна из нас не ослабеет или не умрет. Рука мадам де Фарш опустилась за пазуху. Мисс Прос подняла голову, увидела, что она оттуда вынула, хотела вышибить у нее из рук этот предмет, ударила по нему кулаком, извлекла из него вспышку огня, оглушительный треск, и очутилась одна в клубах порохового дыма. Все это совершилось в одну секунду. Среди наступившей затем страшной тишины дым рассеялся и исчез в воздухе, подобно душе разъяренной женщины, безжизненное тело которой лежало распростертом на полу. В первую минуту испуга и ужаса мисс Прос прошла мимо тела как можно дальше от него и побежала с лестницы вниз звать на помощь, теперь уже бесполезную. К счастью, она вовремя опомнилась и вернулась назад. Страшно ей было снова войти в эту дверь, но она все-таки вошла и даже подошла близко к трупу, чтобы достать свою шляпку и прочие дорожные принадлежности. Все это она надела на площадке лестницы, сперва заперев за собой дверь квартиры и сунув ключ в карман, потом села на ступеньку, несколько минут отдыхала, поплакала, потом встала и поспешила на улицу. По счастливой случайности шляпка ее оказалась с вуалью, иначе едва ли она могла бы пройти по улицам и не быть задержанной. На ее счастье и наружность у нее была от природы такая странная, что обезображение было на ней не так заметно, как было бы на лице всякой другой женщины. Оба названных преимущества сослужили ей серьезную службу в настоящем случае, так как лицо ее носило следы ногтей, волосы были вырваны, а платье, наскоро оправленное дрожащими руками, смято и раздергано на все лады. Переходя через мост, она бросила в реку ключ от квартиры. Достигнув собора, за несколько минут до прибытия туда повозки и своего спутника, она начала размышлять. А что, если ключ попал кому-нибудь в невод? Что, если кто-нибудь догадается, откуда этот ключ? Что, если дверь уже отперли и нашли труп, а ее сейчас остановят у заставы, засадят в тюрьму и обвинят в убийстве? Пока такие мысли крутились в ее голове, появился мистер Кренчер, забрал ее в повозку, и они уехали. — А что, есть ли на улицах шум? — спросила она. — Как обыкновенно, отвечал мистер Кренчер, и, по-видимому, удивился, как ее вопросу, так и странному ее виду. — Я не расслышала, — сказала мисс Прос. — Что вы сказали? Мистер Кренчер несколько раз повторил свой ответ, но тщетно. Она не могла расслышать его. — Ну так я просто стану кивать, — подумал озабоченный мистер Кренчер. — По крайности, она увидит, в чем дело. — И точно, она увидела. — А теперь есть на улицах шум? — спросила мисс Прос через некоторое время. Мистер Кренчер опять кивнул. — Я совсем ничего не слышу, — прибавила она. — Вишь ты, в один час как оглохло! — задумчиво промолвил мистер Кренчер, сильно озабоченный. И что с ней поделалось? — Я чувствую, — сказала мисс Прос, — как будто во мне что-то вспыхнуло, треснуло, и после этого я навеки вечное перестала что-нибудь слышать. — Вот оказия! — молвил мистер Кренчер, все более смущаясь духом. — И чего такого? — она хлебнула для куражу. — Чу! Поехали эти страшные телеги! Загрохотали. — Это-то вы слышите, мисс? — Ничего я не слышу, — сказала мисс Прос, видя, что он к ней обращается. — Видите ли, милый человек, сначала что-то хлопнуло, а потом настала великая тишина, и эта тишина утвердилась неизменно, как будто ей суждено продолжаться все время, пока я живу на свете. — Кылья она не слышит грохота этих ужасных телег, а они теперь совсем близко от места казни, — сказал мистер Кренчер, оглядываясь через плечо. — Я так полагаю, что ей и в самом деле ничего больше не будет слышно в этом мире. Так оно и было. Она оглохла навсегда. Глава пятнадцатая Шаги умолкают навеки Глухо гремят по улицам Парижа телеги, наполненные осужденными на смерть. На шести колесницах везут красное вино, ежедневное пропитание гильотины. С тех пор, как человеческое воображение стало придумывать ненасытных чудовищ, пожирающих людей, не было выдумано ни одного более совершенного, чем гильотина. И как неразнообразна почва Франции, как неблагодатен ее климат, нет в ней ни одного листочка, ни одной травки, ветки, ни единого зерна, которое бы взросло и созрело при условиях более благоприятных, чем это самое чудовище. Попробуйте еще раз изувечить человечество ударами таких же молотков и увидите, что его изуродованное тело примет такую же форму. Посейте те же семена хищного произвола и притеснения, и они дадут такие же плоды. Шесть телег тяжело катятся по улицам. Преврати их снова в то, чем они прежде были, в могущественный волшебник время. И мы увидим вместо них колесницы самодержавных владык, кареты феодальных дворян, пышные наряды, достойные древней Иезавели, храмы, которые не дом отца моего, но притоны разбойников, и жалкие лачуги миллионов крестьян, истощенных голодом. Но нет. Великий волшебник, величаво исполняющий законы, установленные Создателем, никогда не восстанавливает в прежнем виде то, что подверг превращению. «Если ты принял этот вид по воле Божией», говорят прорицатели оборотнем в мудрых арабских сказаниях, «то оставайся так. Если же ты превратился в такую форму через простое заклинание колдунов, то прими свой первоначальный вид». Неизменно, безнадежно телеги грохочут по улицам. По мере того, как мрачные колеса шести телег вертятся по мостовой, они как бы проводят глубокую извилистую борозду среди черни, густо заполняющей улицы. Плуги безостановочно идут вперед, взрывая направо и налево сплошные окраины из человеческих лиц. Постоянные обитатели окрестных домов до того привыкли к этому зрелищу, что во многих окнах совсем нет зрителей. В других видны люди на несколько секунд обернувшиеся взглянуть на проезжих, не отрываясь от своего обычного дела. Изредка заметно, что хозяин квартиры угощает этим зрелищем своих гостей. Он указывает пальцем то на ту телегу, то на другую, самодовольством официального экспонента, объясняя, кто там сидел вчера и кого провозили третьего дня. Некоторые из сидящих в телегах видят все это, бесстрастно глядя по сторонам. Другие еще с некоторым интересом следят за жизнью и нравами людей. Одни понурили голову в безмолвном отчаянии, другие, продолжая заботиться о своей внешности и репутации, бросают на толпу такие взоры, какие видели на картинах или на театральных сценах. Несколько человек едут с закрытыми глазами, задумавшись или стараясь собраться с мыслями. Только один несчастный, полупомешанный, так опьянел от ужаса, что поет и даже пытается приплясывать. Ни один из них ни взглядом, ни единым движением не взывает к жалости народа. Рядом с телегами едет разнокалиберная конная стража. И к некоторым из всадников часто обращаются из толпы с вопросами. Как видно, все задают один и тот же вопрос, потому что после каждого ответа толпа теснится к третьей телеге. Едущие рядом с этой телегой солдаты часто указывают концом обнаженной шпаги на одного из находящихся тут. Всеобщее любопытство направлено сегодня на этого человека. Он стоит у затка телеги и, наклонившись, все время разговаривает с молоденькой девушкой, которая сидит на боковой скамейке и держит его за руку. Он не интересуется тем, что происходит кругом, и занят только этой девушкой. Пока проезжают по длинной улице Сент-Оно-Ре, там и сям из толпы вырываются ругательства по его адресу, но он не обращает на них внимания. Лишь изредка по лицу его скользнет спокойная улыбка, и он качает головой, чтобы волосы спустились ниже и отчасти закрыли его лицо. Поправить их он не может, потому что у него локти связаны. На ступенях церковной паперти стоит шпион и тюремный лазутчик, поджидая, когда приедут телеги. Он заглядывает в переднюю из них. Нет, не тут. Заглядывает во вторую, и тут нет. Ему приходит в голову. Уж не предал ли он меня? Но тут его лицо проясняется, потому что он увидел третью телегу. «Который из них Эвремонт?» спрашивает человек из публики, стоящий за его спиной. «Вот он, стоит у задка третьей телеги. Тот, которого девочка держит за руку? Да?» Человек из публики кричит. «Долой Эвремонта! На гильотину всех аристократов! Долой Эвремонта!» «Тише, тише!» робко унимает его шпион. «Почему так, гражданин?» «Он и так сейчас расплатится за свои провинности. Минут через пять будет все кончено. Оставьте его в покое». Тот же человек, однако, опять принимается кричать. «Долой Эвремонта!» И тогда лицо Эвремонта на минуту оборачивается в его сторону. Эвремонт видит шпиона, пронизывает его внимательным взглядом и проезжает мимо. Часы на башнях сейчас пробьют три. Извилистая борозда, проведенная плугом среди толпы народа, заворачивает за угол и выходит на площадь к месту казни и конца. Тесные ряды поднятых голов смешиваются в одну сплошную массу вслед за последним из проехавших плугов, потому что все устремляются поближе гильотини. Перед ней расположены полукругом ряды стульев, как перед эстрадой публичных садов, и на стульях сидят женщины и вяжут на спицах. В самом первом ряду на стуле стоит месть. Она озирается вокруг, ища в толпе свою подругу. «Тереза!» кричит она пронзительным голосом. «Не видел ли кто Терезу? Терезу де фарш!» «Она еще ни разу не пропускала, говорит одна из женщин, этого дружеского собрания». «Еще бы! И теперь не пропустит!» возражает месть запальчиво. «Тереза!» «А ты погромче!» советует ей товарка. «Да, погромче!» «Зови ее еще громче месть!» «И то, едва ли она услышит тебя!» «Кричи громче месть!» «Можешь вставить и ругательное словцо, коли придется, и все-таки она не придет!» Посылая других товарок разыскивать, куда она запропастилась, но хоть они на своем веку проделали немало отважных и ужасных дел, вряд ли они добровольно зайдут так далеко, чтобы отыскать ее!» «Вот досада!» восклицает месть, топая ногой о стул. «Уж и телеги приехали, и Эвремонда мигом спровадят, а ее тут нет! Вот и ее вязание у меня в руках, и ее стул стоит пустой! Просто хоть плач с горя и досады!» Месть спрыгивает со стула и начинает плакать, а телеги начинают выгружать то, что привезли. Служители святой гильотины в полном облачении стоят на готове. Крах! Палач показывает народу отрубленную голову, и женщины, едва удостоившие оторвать глаза от своего рукоделия, чтобы взглянуть на эту голову, за минуту перед тем, пока она могла еще думать и говорить, громко считают «раз». Вторая телега подъезжает, разгружается и отъезжает прочь. Крах! И женщины, не переставая все так же усердно перебирать спицами, считают «два». Мнимый Эвремонт выходит из телеги и вслед за ним вынимают оттуда швею. Он так и не выпустил ее руки и продолжает ее держать, как обещал. Он тихонько устанавливает ее спиной грохочущей машине, которая то и дело с шуршащим звуком поднимается вверх и с размаху падает вниз. Швея взглядывает ему в глаза и благодарит его. «Если бы не вы, милый чужеземец, я бы не могла быть так спокойна, потому что я от природы слаба и труслива. Если бы не вы, я бы не могла вознестись духом к тому, кто добровольно пошел на казнь, чтобы нам сегодня доставить надежду и утешение. Мне кажется, что сам Бог послал мне вас». «Или вас послал мне», говорит ей Сидни Картон. «Смотрите только на меня, дитя мое, и ни на что больше не обращайте внимания». «Я ничего не боюсь, пока держу вас за руку, и когда отпущу ее, не буду бояться, лишь бы они это сделали скоро». «Они очень скоро сделают, не бойтесь». Они стоят в толпе, которая быстро редеет, но разговаривают так, как будто они наедине. С глазу на глаз, рука с рукой, обмениваясь слогами, сердцем откликаясь сердцу, эти дети одной мировой матери, столь различные между собой, невзначай сошлись на жизненном пути в самом конце дороги, чтобы вместе прийти домой и успокоиться в ее лоне. «Мой добрый и благородный друг, позвольте задать вам еще один, последний вопрос. Я очень мало смыслю, и это меня немножко смущает. Скажите, в чем дело? У меня есть кузина, единственная моя родня на свете, тоже сирота, и я ее люблю всем сердцем. Она лет на пять моложе меня и живет далеко на ферме в одной из южных провинций. Бедность разлучила нас, и она ничего не ведает о моей судьбе, потому что я писать не умею. Да если бы и умела, что в этом толку, пожалуй, оно и лучше, что так вышло. Да, да, гораздо лучше. И вот пока мы ехали сюда, я все об этом думала, и теперь, думаю, глядя на ваше доброе мужественное лицо, которое действует на меня так ободрительно. А думаю я вот что. Если правда, что республика учреждена для блага бедных, и они перестанут так голодать, и вообще будут страдать гораздо меньше прежнего, ведь моя кузина может прожить очень долго, пожалуй, даже до старости доживет. Ну так что же, моя кроткая сестра, как вы думаете? Но тут кроткие глаза, выражающие столь стойкое терпение, наполняются слезами, и разжатые губы начинают дрожать. Как вы думаете, очень недолго мне покажется ждать ее в том лучшем мире, куда, я надеюсь, мы с вами оба попадем сегодня. Об этом и думать нечего, дитя мое. Там нет времени и нет печалей. Как это хорошо! Спасибо вам, ведь я совсем не ученая. Поцеловать вас сейчас разве пора? Да. Они целуются и торжественно благословляют друг друга. Когда он выпускает из своей руки ее тонкую и схудалую руку, она не дрожит. На лице остается все то же выражение ясности и твердости. Она проходит перед ним, и вот уже нет ее. Женщины, перебирая спицами, считают двадцать две. Я есмь воскресенье и жизнь, сказал Господь. Верующий в меня хотя бы умер, а живет. И кто живет и верует в меня, тот будет жить вечно. Ропот множества голосов, зрелище множества поднятых лиц, шарканье множества ног в толпе, бросившейся с окраин площади к середине и одной сплошной волной затопившей подножья гильотины. И всему конец. Двадцать три. В тот вечер в городе говорили, что никогда еще не видели там такого умиротворенного выражения, каким отличалось лицо этого человека. Многие прибавляли, что в этом лице было что-то великое и пророческое. Одна из самых замечательных женщин, погибших на той же плахе, незадолго перед тем у подножья того же Эшафота, просила позволения записать те мысли, которыми она вдохновилась при этом случае. Если бы и он захотел сделать то же, и если бы слова его были пророческие, вот что он мог бы сказать. Я вижу Барсада и Клая, де Фаржа, месть, присяжных и судей, и еще длинные ряды новых тиранов, восставших на развалинах прежнего угнетения. И все они погибнут от этой мстительной машины, прежде чем перестанет она действовать так, как теперь. Я вижу, как из этой бездны встают великолепный город и блестящий народ, который в течение многих лет еще будет выдерживать борьбу за истинную свободу. И много раз еще суждено ему и падать, и торжествовать победу. Я вижу, за кого полагаю свою жизнь живущими мирно, полезно и счастливо в родной Англии, которую я больше не увижу. Вижу ее и у ее груди дитя, названное моим именем. Вижу отца ее, престарелого, согбенного, но здорового, примиренного с самим собой и усердно врачующего своих ближних. Вижу их старого друга, почтенного старика, живущего тихо и мирно, оставив им в наследство все, что он имел. Вижу, что мне воздвигнут алтарь в сердцах их и потомков их на много поколений вперед. Вижу ее уже в преклонных летах, все еще плачущую обо мне в годовщину нынешнего дня. Вижу, как и она и муж ее, свершив свой земной путь, рядом упокоились в могиле. Вижу их сына, лежавшего у ее груди и окрещенного моим именем взрослым человеком. Он преуспевает на том самом поприще, которое когда-то было и моим. Он так блистательно преуспевает на нем, что мое имя, озаряемое его славой, становится знаменитым. Я вижу, как с этого имени исчезают все пятна, которыми я его запятнал. Вижу его праведным судьей в рядах людей, всеми уважаемым и почтенным. У него тоже сын, носящий мое имя, мальчик с золотистыми волосами и знакомым мне очертанием лба. И он привозит этого сына сюда, в этот красивый город, в котором тогда не будет никаких следов теперешнего безобразия. И, приведя его на это место, дрожащим голосом и с нежностью поведает своему сыну мою историю. «То, что я делаю сегодня, это лучше, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал. Покой, который я обрету, это лучше, неизмеримо лучше того, что я когда-либо знал». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...